Иван Ост. Победитель по жизни. Книга первая. Свалка. Глава первая. Попытка. Не пытка. Поздравляем! Вы успешно прошли проверку на совместимость с нашим виртуальным миром. Можете смело идти навстречу приключениям с высоко поднятой головой. Вы – свинопас. Всё ещё находясь под впечатлением от услышанного, я пытался осознать, на полном серьёзе меня поздравляют, или это можно считать уже открытым издевательством. Мир вокруг меня изменился, и я не заметил, как уже находился на краю узкой улочки какого-то посёлка. Всё ещё пытаясь собраться с мыслями, успел сделать пару шагов, прежде чем услышал громкий, властный голос за моей спиной. «Пшёл в сторону, червь!» Обернуться и высказать всё человеку так ко мне обратившемуся я не успел. Сумасшедший силой пинок в спину заставил меня пролететь несколько метров и приземлиться лицом в навозную кучу. «Видимо, это и есть моё будущее рабочее место», – подумал я. И, приподнимаясь, выплюнул набившееся в рот удобрение. «Псадника, так нехорошо поступившего со мной, уже и след простыл, так что я, недолго думая, полез в интерфейс». «Бедняжка», – запричитала незнакомая мне, бедно, но опрятно одетая женщина. «Не ушибся? Может, помочь чем?» «Нет, спасибо, мадам, я уже выхожу», – сказал я и вдавил кнопку выхода. «Скажете, что я слишком спокойно реагирую на происходящее?» Да, такая мысль могла прийти в голову тем, кто не знал, что это уже шестой по счёту мир, где мне была отведена не самая лучшая роль. «Но и не самая худшая», – проговорил я, поднимаясь из капсулы. «Значит, свинопас. Хорошо, хоть не глиномес». На душе было тяжело и тревожно. Всё, дело в том, что игровые миры доступны не всем. Во-первых, тебе нужно было достигнуть 16-летнего возраста. И это, как вы понимаете, не самое сложное. Вторым и самым главным фактором было то, примет ли тебя игровой мир или нет. Какими критериями отбора руководствовался тот или иной мир, до сих пор есть предмет непрекращающихся споров. Примерно 30% из ныне живущих людей не смогли получить доступ ни в один из существующих на данный момент вирт миров. Мне же, как и всегда, крупно везло. Я пока не встретил такого мира, который бы меня не принял. Но вот те роли, что выделялись для меня, были, мягко говоря, не очень перспективные. Знаю, многие сейчас скажут, что я пессимист. И даже свинопас вполне мог бы со временем превратиться в лорда. А то и короля. Приложен достаточное количество усилий. Вот только реальность, от которой никуда не деться, говорила об обратном. Никаким лордом, а уж тем более королём тебе не стать. Даже бродягой-путешественником, который решил отправиться на вольные хлеба в поисках приключений, тебе тоже стать не светит. Во всяком случае, не в этом мире. Максимум, на что можно было рассчитывать, это главарь какой-нибудь захолустной банды разбойников, которого через время поймают и вздёрнут на площади перед всем честным людям. Это был мир Средневековья, со всеми его атрибутами. И каким бы изобретательным ты ни был, доля твоя уже предопределена. Ты крестьянин, закреплённый за своей деревенькой, и в случае побега тебя отловят, дадут плетей и вернут на прежнее место. А проводить всё своё время в компании хрюшек мне не улыбалось ни разу. Вот только тревожило меня не это. Друзья, вот основная проблема. Вернее, это я их проблема. Сейчас, сидя у коммуникаторов в ожидании моего звонка, находилось три человека. И это будет шестой по счёту звонок, которым я их разочарую. Опять. «Привет», — проговорил я бесцветным голосом. «Я свинопас». «Ясно», — произнёс негласный лидер нашей компании Марк. «Фазир, какой мир у нас следующий?» После секундной паузы и пары разочарованных вздохов товарищей, Фазир откликнулся. «Можно попробовать врат-рат, смесь стимпанка с киберпанком. Но, насколько я знаю, никто из нас ещё не пробовал в него влиться. Так что больше тридцати процентов на успех не дам. И всё же стоит попробовать. Созвон через пятнадцать минут. Всё, полетели», — сказал Марк и распустил конференцию. Я сел на диван, отложив коммуникатор, и растёр ладонями лицо. С этими ребятами я дружу, сколько себя помню. И расстраивать их сейчас, когда цель, о которой мы говорили, мечтали, и к которой так долго готовились, мне было тяжело. На самом деле в нашей компании четыре человека. Марк, не по годам мудрый и рассудительный крепкий парень, фанат холодного оружия, наш будущий танк. Фазир, тяготеющий к магии, робкий юноша с невообразимыми умственными способностями, наш главный аналитик, мозг нашего небольшого организма и магическая поддержка. Кара, симпатичная темноволосая девчонка со зловещим взглядом, потенциальный ДД отряда. Ну и ваш покорный слуга, любимец Фортуны, весельчак, душа компании и просто победитель по жизни. Я должен был стать либо хиллером, либо бардом, способным лечить или накладывать положительные эффекты на группу. В этот раз Карра не успела ничего сказать. Хотя, может, она уже смирилась с тем, что мы никогда не найдём подходящий всем мир, и поэтому никак на мой очередной провал не отреагировала. Что было даже немного странно. В прошлый раз именно она больше всех негодовала. Пятнадцать минут спустя я уже был обладателем двух вещей. Очередного поздравления игры с успешным вливанием в новый мир и новой присвоенной мне роли коллега с обезображенным лицом и даже трудоустроенный в небольшой бродячий цирк. «Кара и Фазир не прошли», — сказал мне Марк, как только я подключился к конференции. «Понял. Ребят», — начал я. Но Марк меня перебил. «Хватит, Лино. Мы уже говорили. Решение прежнее. Будем продолжать поиски. Не может такого быть, чтобы ни один мир, подходящий всем, не нашёлся». «Я больше не могу», — наконец подала голос, смолчавшая до этого Карра. «Кара?» — попытался остановить её Марк. «Что, Карра? Сколько можно? Последний мир был идеален. Я фрейлина у принцессы. Ты, Марк, как и мечтал, оруженосец. Это ведь без одного шага рыцарь. А воевать на мечах ты смог бы сразу же. Даже Фазик, которому не угодишь, был доволен. Помощник алхимика. Практически готовый маг». Девушку прорвало. Вся накопившаяся за время наших неудачных попыток злость выплёскивалась сейчас наружу. И я её отлично понимал. «Кара, хватит», — рявкнул Марк. Но девушку уже было не остановить. «Ничего не хватит. Я, фрейлина у принцессы, ты только представь. У всех всё сошлось. Лучшего сочетания и не найти. И только этот, свинопас». С таким омерзением в голосе проговорила она, что даже у меня, считавшего себя по всем пунктам виновным, вздыбились волосы на затылке от возмущения. После её слов на некоторое время повисла тишина. Никто не решался сказать и слово, опасаясь сделать только хуже. «Парни, давайте заканчивать». Глубоко вздохнув и выдохнув, проговорил я. «Я ещё поищу. В любом случае, сумеем в будущем соединиться. А вы не тратьте время на поиски. Берите фрейлину и погружайтесь в мир. А то у принцессы труселя не стираны, а впереди бал», — сказал я и отключился. Жутко не хотелось ругаться, но лично я ещё после третьей неудачи предлагал нам начать раздельно, так что выслушивать сейчас подобное не собирался. Выйдя из комнаты, заметил напряжённые спины родителей. Видимо, я слишком громко общался, и как минимум конец разговора слышали все. Да и чёрт с ним. Набрав стакан ледяной воды, я залпом его осушил и вернулся в комнату. Коммуникатор снова зазвенел. Взглянув на входящий звонок конференц-связи, увидел, что кары в нём нет и нажал на приём. «Да, слушаю», — сказал я, ещё не до конца успокоившись. «Лина, не злись и не переживай. Я сумею её убедить, и мы попробуем ещё», — сказал явно расстроенный Марк. «Нет, дружище, хватит. Я устал вас разочаровывать. Так что начинаем по отдельности. А там в любом случае сведемся. Не сегодня, так завтра». «Ты хорошо подумал. Может, всё-таки ещё один раз?» — не сдавался Марк. «Нет, семи раз было достаточно. Найду новый мир с приемлемым результатом. Или выберу один из тех, что уже пробовал, и начну там». «Согласен с Лино», — неожиданно поддержал меня Фазир. «Рекомендую начать поиски с более продвинутых миров. Больше шансов скорее перебраться к нам. У нас всё же Средневековье, пусть и с элементами магии». «Как мир и роли, кстати. Действительно всё так хорошо», — заинтересовался я. «Если честно, то всё и правда здорово», — слегка оживился Марк. «Мир обалденный. Я на что-то похожее всегда и надеялся». «Ну, так тем более», — уже спокойно произнёс я и даже смог улыбнуться. «Готовьте почву к моему прибытию, чтобы когда я к вам, отсталым бедолагам из своего развитого мира, прибыл, всё было по высшему разряду». «Свой замок и сотню наложниц не обещаю, но вот накормить и обогреть клянусь», — ответил Марк, уже окончательно расслабившись. «Видно было, что наш лидер хоть и раздосадован тем фактом, что меня с ними не будет, но от мира он был явно в восторге. Наверное, поэтому в этот раз он не стал гнуть свою линию и сдался». «Вот и отлично», — сказал я. «Давайте, парни, удачи там вам. Всех драконов зарубите, всех принцесс околдуйте, а я побежал на поиски нового мира». «И тебе удачи», — в один голос пожелали друзья, и я нажал отбой. Глава 2. С новыми силами В этот день возвращаться к поиску миров я не стал. Пусть и не сильно, но слова Кары меня зацепили. Я и сам частенько задумывался о том, что не просто так вертмиры выдают мне такие роли. Быть может, я и не гожусь ни для чего лучше? Сложно сказать. Особенными успехами в учёбе я похвастаться не мог. Каких-то открытий или достижений за мной не значилось, разве что везло мне как утопленнику. А в остальном — обычный парень. Может быть, поэтому и зацепили меня её слова, что в глубине души я и сам переживал за свой счёт. Как бы там ни было, новый день начался для меня вполне неплохо. А осознание того, что от моих успехов не зависит ещё три человека, даровало непередаваемое облегчение. Есть только я, и если мне суждено где-нибудь накосячить, то пострадаю от этого тоже только я. Да, было бы отлично начать всем вместе в одном мире, не зря же мы столько времени потратили на поиски подходящего. Но и имелось возможность встретиться, начиная свою игру в разных мирах. Причём при переходе игроку давался выбор — принять новую роль или оставить старую. Из мира, наполненного магией, можно было перебраться в другой с помощью заклинаний. Где-то имелось возможность для перехода через специальные порталы. Вот только всё это упиралось в серьёзные суммы, для заработка которых нужно время. Но всё же способ имелся, а это для нас главное. С головой погрузившись в пучину новостных лент и не найдя сообщений о создании новых миров, я решил перебрать те, что попадались мне прежде. Искать начал среди тех, в которые не пустили кого-то из ребят. «Так, что мы тут имеем?» — произнёс я, перебирая варианты. «Сирота, младенец с заячьей губой, спасибо не надо, сумасшедший старик-насильник, осуждённый на пожизненное заключение». Ха-ха-ха, не удержался я, вспомнив, как появился в теле этого индивида. Это была одна из первых попыток моего погружения. Поэтому, очутившись в смирительной рубашке, я был здорово шокирован. А когда, помимо моего желания, причудливый мозг извращенца потащил того к решётке, не сразу и сообразил предпринять попытку к сопротивлению. И вот, спустя мгновение, я уже стою с высунутым языком, упираясь лицом в прутье решётки и стучу об один из прутьев причинным местом, при этом подмигивая одной из санитарок. «Нет, пожалуй, это тоже не вариант. Что там у нас ещё? Мусорщик». Хм, работник службы или… Ааа, нет, просто парень, который живёт на свалке и роется в мусоре. Такое себе. Хотя, как вариант, вполне можно попробовать. Решив, что для начала можно проверить свои силы и в этом мире, искать больше не стал. Немаловажным оказалось то, что персонаж не имел никаких явно выраженных отклонений. Обычный парень, две руки, две ноги. Да и ограничений вроде никаких. Стартовый капитал не очень, но это уже мелочи. В моём случае это почти джекпот. Уже намереваясь идти к капсуле, зацепился глазами за всплывшее объявление. «Что тут у нас?» — угляделся я, вновь усаживаясь в кресло. А посмотреть был на что. Новый, едва созданный мир с космической тематикой. «Хм, а что, можно и попробовать?» — решил я и бросился к капсуле. «Здравствуйте. Пожалуйста, ожидайте. Идёт проверка на совместимость и поиск подходящей роли», — проговорил женский голос давно заученную мной фразу. «Поздравляем. Вы успешно прошли проверку на совместимость с нашим виртуальным миром. И можете смело идти навстречу приключениям с высоко поднятой головой. Вы — капитан второго ранга Воздушно-космического флота Имперских войск». «Чего?» — не поверив в услышанное, вслух проговорил я. А новый виртуальный мир уже начал прогружаться. Ещё недавно окружавшая меня пустота превратилась в капитанский мостик на борту космического корабля. Правда, освещение немного неприятное, а так вполне себе неплохо. Когда появился звук, я понял, чем мне не понравилось местное освещение. Проверяя на прочности барабанные перепонки, надрывалась сирена, всеми силами показывая, в какой я нахожусь ситуацией. «Корабль побит. Двигатели выведены из строя», — донёсся механический голос ИИ корабля. «Взят курс на ближайшую обитаемую планету. Будет предпринята аварийная посадка. Посадочный модуль уничтожен. Шанс выживания экипажа — 0,3%. Всем приготовиться к аварийной посадке». «А-а-а, ну вот теперь всё понятно», — с облегчением проговорил я. И привычным движением вжал кнопку «Выход». «Капитан корабля, чтоб вас всех! Только настроение испортили», — выругался я и начал искать нужный мир, в котором мне предстояло стать мусорщиком. Немного успокоившись и, найдя искомое, погрузился в капсулу и приготовился к игре. Насколько я помню, появившись в этом мире в первый раз, я оказался на свалке. Персонаж лежал на одной из наваленных здесь куч всевозможного мусора. Погружение в забытье, и вот я в игре. Ещё не до конца придя в себя, я понял, что меня кто-то трясёт. А через время, когда мир обрёл краски и появился звук, смог разглядеть творящееся вокруг. Причина, по которой моё тело тряслось, нашлась быстро. Сейчас она, перебирая механическими ножками, быстро удалялась от меня, унося в ручках-манипуляторах ногу. Мою ногу. «Эй, ты!» — заорал я. «Попадись мне, гадёныш! Я тебя на винтике разберу!» Робот очень походил по своему строению на паука. Тонкие, но даже набит прочные конечности, небольшое овальное туловище. Башня, выполняющая роль головы, имела четыре глаза камеры и позволяла там увидеть происходящее на 360 градусов. Робот на мгновение остановился и повернулся в мою сторону. Одна из пар его глаз зажглась красным светом и уставилась на меня. «Не кричи, кожаный! Я думать ты не живой! Не виноват!» И, развернувшись, робот вновь двинулся прежним курсом. Если честно, то на меня напал дикий ужас, когда эта тварь обернулась ко мне. В теперешнем моём положении я ничего не смог бы противопоставить подобному существу. Даже хорошо, что, ошалев от его ответа, я не нашёл, что крикнуть ему вслед. Решив, что ещё неплохо выкрутился, я попытался взять себя в руки. Сделав над собой усилие, опустил глаза на свои ноги. Так и есть, правую ногу оттяпал по колено. Вот же сволочь! Ещё и отрезал непонятно чем. Рана не кровоточит, не болит. Просто нет половины ноги, и всё. Да и я хорош. Руки-ноги целы. Накаркал. «И что теперь делать? Опять выходить?» — проговорил я, никому не обращаясь. Проведя в борьбе с самим собой буквально пару секунд, уговорил себя остаться. Как бы там ни было, эту жизнь я постараюсь прожить до конца. Постоянно бегать по мирам, перебирая наиболее подходящий, станет ошибкой и потерей времени. Разберусь, что к чему тут, и пусть даже умру. Какой-никакой опыт и практику из этого вынесу. А значит, вперёд. В первую очередь следовало оглядеться и найти оружие. Если тут шныряют подобные кадры, то к концу дня не я их, а они меня по запчастям разберут. Возлежал я на невысокой по сравнению с остальными кучи хлама. Причём разнообразие валяющегося тут мусора впечатляло. От пищевых отходов до каких-то фантастических микросхем. Не удивлюсь, если служили они для запуска межгалактических челноков, повышенной комфортности или ещё чего-то не менее эпичного. Уж больно причудливые и сложные имели вид. Осмотревшись вокруг, не увидел ничего, кроме точно таких же куч сваленного хлама, многие из которых были гораздо больше той, на которой оказался я. Ксюду, куда доставал взор, были они. Даже не представляю, какую территорию занимает это хранилище отходов. Солнце было в зените и прилично грело. Надо ли рассказывать, что аромат, разносящийся по всей территории свалки, был не из лучших? Смерть дела нещадно. Именно это словосочетание больше всего подходило к витавшему в воздухе амбре и царившей тут атмосфере. «Что же, работа непочатый край, пора начинать», — проговорил я. И начал, особенно не приглядываясь, окидывать взором всё близлежащее ко мне пространство. Необходимо было найти нечто, что смогло бы послужить мне костылём. Куски картона, какой-то плёнки, упаковки из-под продуктов питания, какие-то мешки, заполненные чёрти чем. Чего только вокруг не было. Вот только, сколько бы я ни вглядывался, ничего подходящего найти не смог. Да, среди хлама были обрезки труб, каких-то железяк, арматурин и прочего. Вот только либо вес, либо длина меня не устраивали. На моём первом уровне, о котором мне пока никто не сообщил, орудовать чем-то тяжёлым было нереально. А нечто короткое скорее затрудняло бы передвижение и мешалось. Спустившись со своей кучи, пополз вдоль рядов, всматриваясь в другие кучи, не забывая при этом оглядываться на предмет опасности. Заметив торчащую из одного из завалов материю, пополз по направлению к ней. Передвижение давалось с трудом, но в принципе жить было можно. Почему меня заинтересовал торчавший из земли материал? А дело в том, что кроме нижнего бельян на мне ничего больше не было. Либо не обратил внимания в первое своё появление тут, либо вещи, что были на мне, кто-то благополучно спёр. Вряд ли они могли истрепаться или истлеть за тот короткий период, что меня здесь не было. Подобравшись к моей будущей добыче, я с каким-то маниакальным азартом заметил, что это именно то, что мне было нужно. Из хлама торчала болотного цвета штанина. «Иди сюда, моя хорошая», — уговаривал я свою находку, лёжа на боку. Ползать по отходам жизнедеятельности разумных в обнажённом виде — удовольствие не из приятных. Ощущение, нужно сказать, на любителя. Но во мне и правда разгорелся нездоровый азарт. Никогда бы не подумал, что рыться в горах мусора будет настолько интересно. Штаны, а это были именно штаны, находились в не лучшем состоянии. Но это ни разу не испортило моего вновь приподнятого настроения. Подумаешь, ползаю по мусорке в поисках костыля и одёжки. Всё лучше, чем, истекая слюной, пялиться на пожилых медсестёр или веселить публику корче рожи. Таким нехитрым способом, представляя, чем бы занимался сейчас, выбери я один из тех миров, что предлагала мне система до этого, я и подбадривал себя. Отряхнув, как смог, штаны от пыли, начал постепенно втаскивать себя в них. А это оказалось не так просто, как мне до этого представлялось. Лёжа и имея в наличии полторы ноги, одевание штанов становилось совсем нетривиальной задачей. «От тебя завяжем узлом», сообщил я второй штанине, продеть в которую мне было нечего. Совершив задуманное, обезопасил свой обрубок ещё и от попадания всякого мусора. Не перекись водорода со стерильным бинтом, но чем богаты. Курсы первой помощи я, кстати, прошёл, как и многое другое. Основу рукопашного боя и боя на мячах, спортивная стрельба и, конечно, курсы выживания. И пусть ни в одном из этих направлений я не стал профи, но небольшое представление обо всём этом имел. Как, собственно, и остальные ребята из нашей команды. Мы действительно серьёзно отнеслись к подготовке. Марк с Фазиром разработали для нас систему подготовки, нашли курсы и составили расписание. Посещали мы их все вместе, что не давало возможности кому-нибудь от них отлынивать. Собственно, никто и не собирался. Когда ждёшь чего-то, чего-то такого, что тебе действительно нравится, но в данный момент ты недоступна, то занятие тем, что хоть немного связано с твоим любимым делом, даже слегка облегчает страдания. Да и сейчас вряд ли можно найти тех, кто отнёсся бы к виртмирам несерьёзно. Виртуальные миры давно перестали быть просто играми. Их индустрия развелась до такой степени, что даже средний игрок мог не заморачиваться на поисках средств к существованию. Виртмиры давали всё. И в случае, если удастся прилично развиться или, что ещё лучше, прославиться, то жизнь, реальная жизнь, была устроена. В этом бизнесе, а это был именно он, крутились невообразимые деньги, урвать часть из которых мы и намеревались. Ну да неважно. Рассуждать о миллионах, когда одет в штаны, найденные на помойке, дело, конечно, хорошее, но, наверное, не самое правильное. Так что вернёмся к делам насущным. А я в данный момент любовался обновкой. Ещё достаточно крепкие, пусть и изрядно потёртые в некоторых местах штаны мне определённо нравились. Новые такие я бы и в реале мог носить. Плотная ткань, удобные косые карманы по бокам и ещё пара чуть выше колен. Да и неприметный немаркий цвет. Что ещё нужно голому, одноногому мусорщику? Деревянный протез с попугай на плечо и уметь круто говорить «арррр», — ответил я самому себе. Вот тогда бы я был капитаном, всем капитаном капитан. Через время мне всё же удалось найти оптимальный способ передвижения. Вот никогда бы не подумал, что именно движение спиной вперёд будет более предпочтительно в моём положении. Как бы я не исхитрялся, ничего лучше придумать так и не смог. Прыгать на одной ноге было нереально, ползти на четвереньках — тоже не для меня. Не было той самой четвёртой вереньки. А вот так, упираясь на обе руки, подтаскивать свой таз вперёд и снова переставлять руки по направлению движения было самое то. Со временем приспособился использовать целую ногу, чтобы не так сильно портить свою обновку волочением по земле, и дело наладилось. Враждебных существ, желающих на меня напасть, я пока не встречал. Но до меня то и дело долетали звуки какого-то зверья. Судя по ним, неизвестные пока мне твари делили добычу. «К вечеру необходимо будет найти какое-то укрытие, иначе меня тут просто сожрут», — вслух проговорил я. Не знаю, почему начал общаться сам с собой. Быть может, от того, что было страшновато. Всё же новый мир, в котором я совсем один. Всё-таки я не бог весть, какой боец. Не спортсмен и не бывший ветеран спецподразделений, прошедший все основные конфликты. Обычный 16-летний парень, которому хочется выжить и поскорее оказаться в компании своих друзей. Покопавшись в груди рваного и покорёженного металла, отыскал небольшую заострённую полоску. Длиной не больше 20 см треугольной формы, она как нельзя лучше подходила на роль оружия для самообороны. Не факт, что оно меня спасёт, но от мысли о том, что мне есть чем обороняться, на душе стало спокойнее. Я начал меньше внимания уделять скользящим тут и там силуэтам неизвестных существ, и смог опять сфокусироваться на поисках полезных вещей. Спустя некоторое время, и почти километр, что я отпахал спиной вперёд, послышался шум. Судя по звуку, недалеко шла какая-то работа. Когда, двигаясь на звук, мне удалось преодолеть ещё около 500 метров, я был почти у цели. Из-за поворота слышался стук, грохот и лязг обрабатываемого металла. Решив не ползти по открытой дороге, мало ли кто там может оказаться, принял решение понаблюдать за происходящим из укрытия. Поэтому свернул по направлению к ближайшей куче, из-за которой и доносились звуки. Ещё на подходе, или в моём случае на подползании к вершине, показались огромные манипуляторы, возвышающиеся над площадкой. А спустя минуту картина показалась целиком. В окружении вездесущих нагромождений хлама, в этом месте, представленного в основном металлом, располагалась площадка по переработке этого самого хлама. Слева были манипуляторы, один из которых удерживал сейчас нечто настолько покорёженное, что я даже гадать не берусь, чем это было при жизни. Механическая когтистая рука нависала над устройством, измельчавшим крупные куски в более мелкую фракцию. Результат своей работы она, не сильно заморачиваясь, выплёвывала на землю, где пара рабочих сгребала их лопатами и сгружала в контейнеры на небольшой гусеничной платформе. В правой стороне площадки ещё пара человек работала сваркой, разбрызгивая раскалённые капли металла в разные стороны. Там же, чуть в отдалении, огромной болгаркой здоровая детина распиливал ещё одну металлическую конструкцию. Видимо, та не вмещалась в механическую лапу манипулятора, вот и трудился живой человек там, где роботы не справлялись. «А это я удачно заполз», — проговорил я и на пару минут задумался. Выползать сейчас к людям в надежде на какую-то помощь было рисковано. А вдруг те, если и не прибьют, то прогонят меня. Пожалуй, на людскую доброту ставку сейчас делать не будем, ведь в случае опасности даже убежать не получится. Немного отступив, я сполз чуть пониже и принялся обустраивать себе укрытие. Стараясь не сильно шуметь, разгрёб в сторону всякое барахло и полез в образовавшееся углубление. Поместился я целиком, без особых проблем. Набросав сверху всевозможного хлама и прикрывшись найденным тут же куском пластика, решил не дожидаться вечера, а выйти пока в реал. Благо заняться было чем. План был достаточно прост. Я хотел дождаться, когда рабочие уйдут, и воспользоваться их инструментами. А ещё, кроме прочего, я заметил самую важную вещь, что вообще могла существовать на этой чёртовой мусорке — терминал. И если я не ошибаюсь, то это именно тот терминал, что был мне сейчас так необходим. Нужен он был не для оплаты налогов или перевода денег со счёта на счёт, хотя и это он позволял. Оказавшись здесь и не обнаружив игрового интерфейса, я не растерялся только потому, что уже знал о том, что так бывает. В некоторых из игровых миров интерфейс даётся сразу, и ты незамедлительно мог приступить к прокачке своего персонажа. В мирах, наполненных магией, тебе необходимо было найти камень силы, который осуществит твою привязку к данному миру. То есть дарует тебе интерфейс и возможность возрождаться в случае гибели. В более развитых мирах такими функциями обладали вот такие терминалы, и это было далеко не всё, что они могли. Терминалы предоставляли доступ к покупкам в игровом магазине и на аукционе. А местный, располагающийся на пункте переработки, ещё и принимал материалы, видимо, покупая их. За то время, пока я наблюдал за рабочими, те несколько раз гружали в него тот самый измельчённый металл. Кредиты и возможность покупки игровых вещей — это то, что было мне сейчас так необходимо. Ну и пошарить по имеющимся на площадке домикам тоже не помешает. Мало ли, что могло заваляться у местных рабочих? Ну, а пока выход. Глава третья. Рождённый ползать. В реале мне удалось поспать пару часиков. Прочитал полученные от ребят сообщения, общий смысл которых сводился к тому, что у них всё в порядке. Марк интересовался моими успехами, а Фазир предлагал свою помощь, если таковая потребуется. После одиночной сессии в новом для меня мире читать подобное было действительно приятно. Ответил, что со мной всё в порядке и помощи пока не требуется. Пожелал ребятам удачи и отправился на боковую. Выставил будильник за пару часов до заката и благополучно заснул. Погружаясь в Вирт, очень надеялся, что последние два часа потратил не зря. А занимался я тем, что смотрел видео уроки по сварке. Сварщик, которого я видел сегодня на свалке, использовал вполне себе обычный сварочный аппарат. Для реального мира, пожалуй, даже немного устаревший. Но он был аналогичный реально существовавшему, а это было главным. Мир встретил меня полумраком и тишиной. Работы, судя по всему, прекратились не так давно, так как я ещё успел застать удаляющихся на левитирующей платформе рабочих. «Во время я», — проговорил я вслух. «Да, кожаный, самое время», — ответил знакомый голос справа. Резко обернувшись, я увидел того самого робота. Причём он опять был с моей ногой в манипуляторах. От неожиданности у меня аж душа ушла в пятки. Сердце заколотилось с такой силой, что грозило пробить грудную клетку. Надо сказать, робот-паук не выглядел враждебно. Не было красного свечения глаз или направленного в мою сторону оружия. Робот стоял в метре от меня и протягивал мне отрезанную утром ногу. «Тебе чего надо, железяка?» — шёпотом поинтересовался я. «Возьми нога, кожаный! Надо вернуть!» — ответил тот, также не повышая голос. «За каким она мне теперь? На память?» Хозяйка сказала, я плохой. Сказала, вернуть нога, — ответил упорствующий робот и протянул мне её ещё ближе. «Передай своей хозяйке, что нога мне больше не нужна. Пускай она её себе забирает. Ни один врач мне её уже не пришьёт. Или ты сможешь?» — поинтересовался я. «Я не уметь, надо отдать», — ответил робот и бросил в меня моей же ногой, угодив большим пальцем прямо в лоб. «Ах ты!» — схватился я за ушибленное место и быстро потёр его. «Ты чего творишь, железяка?» «Я отдать нога!» — сообщил гордый собой паук. «Ты молодец!» — протянул я, поудобнее берясь за отрубленную конечность. «На тебе!» Рабочие к тому времени уже успели отлететь на приличное расстояние, так что я уже не боялся привлечь к себе внимание. А вот ответить роботу за такое очень хотелось. Вот только не из моего положения лёжа надо наносить такие удары. Проворный робот легко увернулся от моего удара и отскочил на пару метров, ловко перебирая цокающими и скрыжащущими при ходьбе ножками. «Ничего, ничего, гадёныш! Мы ещё поквитаемся!» — заверил я паука и, ещё раз оглядевшись по сторонам, пополз вперёд. Площадка была пуста. Не видел я ни охраны, ни ночной смены. Все разъехались. Так что сползал по куче, не особенно скрываясь. Мерзкий робот понаблюдал за мной с вершины и пошёл следом. «Эй, тебе чего надо?» — спросил я, остановившись. «Я работать!» — с гордым видом ответил мне набор шестерёнок и микросхем. «Где ты работать собрался? Тут?» «Да, зарабатывать кредит!» — даже как мне показалось, приосанившись, ответил тот. «Да...» — протянул я. «Чёрт с тобой! Но ко мне не подходи, иначе получишь!» — погрозил я ему кулаком. Порезать той полоской металла, что я нашёл до этого, его не получится. Ногу, которую я попытался использовать в качестве дробящего оружия, я оставил на вершине мусорной кучи. Так что ничего не оставалось, кроме как грозить железному созданию кулаком. Робот посмотрел на меня, как мне показалось, даже с лёгким сочувствием. «Вот сволочь! Ничего, ничего! Вот найду чего поувесистее! Я тебе устрою!» — пообещал я. «Ползи, ползи, человечек!» — ответил этот гад и, быстро перебирая лапками, побежал по своим делам, перегоняя меня. Поняв, что после этого засранца мне может вообще ничего не достаться, я поднажал. Интенсивнее заработав руками, я почти скачками добрался до терминала. Вот только он на меня не реагировал. «Человеку нужен имплант!» — раздалось за спиной. «Да чтоб тебя! Ты чего всё время подкрадываешься?» «Не шуми, кожаный! Терминал не работать без имплант!» — прошипел робот. И тут до меня дошло. В этом грёбаном мире интерфейс можно получить только если вживить себе чип. И вот это становилось проблемой. С учётом моего положения, меня со дня на день кто-нибудь прибьёт. Или чтобы сожрать. Вон, завывают в отдалении какие-то звери. Или с целью ограбить. А может, и просто забава ради. И ещё одно. Без интерфейса ты не будешь знать, что за вещь перед тобой. На невооружённый взгляд системные вещи ничем не отличались от обычных. И вполне можно было выбросить что-либо ценное, при этом храня бесполезное барахло. Предприняв ещё одну попытку взаимодействия с терминалом и убедившись в её бесполезности, оглянулся в поисках паука. Робот не успел далеко уйти. Он явно, приметив что-то недалеко от помещения, где работал сварной, направлялся туда. «Постой, Железный!» — с чуть большим почтением обратился я к роботу. «Ты знаешь, где взять имплант?» «Нет. Ну а что, собственно, делать? Единственное существо в этом мире, с которым я был знаком, был именно этот робот. Агрессии, за исключением ампутации части конечности в первую встречу, он не проявлял. Пусть хоть сведениями поделятся и скупят, так сказать, причинённый ущерб». «Купить!» — ответил робот, не оборачиваясь и не останавливаясь. Поняв, что собеседник намеревается скрыться, я развернулся к нему спиной и пошуршал вслед за ним. «Где купить? Сколько он стоит?» — спросил я у копошащегося в куче металлолома паука. «В терминале купить! Стандартные тысячи кредитов!» «Знать бы ещё сколько это!» — проговорил я вслух. Вот только чувствовал я, что сумма эта приличная, но не может доступ к интерфейсу и всем прочим прелестям этого мира стоить мало. Но всё же стоило уточнить, ведь в других мирах он и бесплатно доставался. «Опять моё везение!» «А как ты работаешь? Что делаешь? Сдаёшь в терминал найденное?» Вопрос, не успев прозвучать, потерял свою актуальность. Видимо, найдя нечто ценное, робот бросился к терминалу со своей находкой, поместил на площадку перед терминалом небольшую железку и принялся ждать. Терминал ожил, а по площадке пробежала волна сканера, и возложенное на него подношение было принято. Принято благосклонно, как мне показалось. Я небольшой специалист в роботах, да и с мимикой у них имелись определённые проблемы. Вот только я готов поспорить на единственные свои штаны, что мой робот был чрезвычайно доволен и даже снизошёл до ответа. «Средняя сумма за ночь — семьдесят четыре кредит», — сказал он и поспешил обратно в помещение. Я, находясь в небольшом шоке от названной суммы, попытался представить масштаб трагедии. Выходило, что при всём желании нужную сумму мне не собрать. «Эй, железяка!» — тихо позвал я, заползая в помещение вслед за роботом. «А как я получу эти кредиты, если у меня доступа к терминалу нет?» Я не знать. Не сильно заморачиваясь над моей проблемой, тут же отозвался роющийся в полках робот-паук. «Чудесно! Слушай, а что ты ищешь?» «Хороший металл, дорогой металл. Работники прятать для себя. Я искать и в терминал. Работа!» «Что за металл?» «Тритий. За два грамма один кредит». «Да... А что ещё можно сдавать? Почти всё, только тритий лучше. Знать бы ещё, как определять этот твой тритий. Человечку нужен имплант». «Нужен», — вздохнул я. «Дружище, а ты мне не поможешь?» «Человечку нужен помощь», — посмотрел на меня паук. «Нужен, нужен», — подтвердил я. «Терминал меня не видит, и сдать я в него ничего не смогу, даже если найду. Что если я буду отдавать то, что сумел найти тебе?» «Давай», — тут же согласился ушлый робот, не дав договорить. «Подожди. Я буду отдавать тебе, ты будешь сдавать всё, что я принесу в терминал». «Да, давай». «Ты почему такой хитрожопый? У тебя и на этом программа есть?» — спросил я. Но робот меня проигнорировал. «Так вот, ты будешь сдавать то, что я приношу тебе, а кредиты отдавать мне». «Кредиты не отдавать, кредиты нести хозяйка». «О, как! У тебя ещё и хозяйка есть? И где же она?» «Есть? Не скажу», — насторожился робот. «Ладно, ладно», — успокоил я его. «Это неважно. Я находить металл, нести к терминалу, ты его сдавать, а кредиты делить. Я очень много работать, мне много кредит. Ты чуть-чуть помогать, тебе чуть-чуть кредит. Как?» «Плохо. Человечек, надо говорить хорошо. Я всё понимать хорошо. Я только говорить плохо», — озадачил меня робот и уже без запинки затраторил. «Установлена простейшая голосовая карта первого поколения CR-1. Поэтому я плохо говорить, но хорошо понимать. Хороший процессор». «Ясно, я тебя понял. Ну так как? Скажем, девяносто на десять». «Но я помогать не будет. Человечек делать сам. Я только продавать», — уточнил робот. «Хорошо, хорошо. Ну тогда что, договорились?» «Договорились, кожаный. Теперь не мешать мне работать». «Всё, всё, не вопрос. Я полетел». «Пополз», — поправил меня он. «И не шуми», — уже вдогонку добавил паук. «Очень хотелось ответить, что именно из-за его тупой башки я не хожу, а ползаю. Да и вообще треснуть бы его чем-нибудь тяжёлым тоже очень хотелось. Только после так удачно завершённой сделки не хотелось портить с ним отношения. Ну и если совсем по-честному, то и умирать тоже не хотелось. А в его способности меня прибить я нисколько не сомневался. И пусть разговаривал и вёл он себя вполне дружелюбно, при общении с лишённой чувств машиной нет-нет, да и пробирает холодком. Машина не пожалеет тебя в последний момент, не передумывает в процессе, не успокоится, выпустив пар. Если она поставит себе цель тебя убить, то будет следовать ей до конца. И от осознания этого кровь вжила слегка подмерзала. Всё это я обдумывал уже на ходу, выползая из помещения, где орудовал паук. Нет, я не собирался бросаться на поиски металлолома. Сначала необходимо было позаботиться о другом. Ещё вчера мне пришла в голову идея создать для себя средство передвижения и пару кстылей. Вот и отправился я на поиски необходимых мне материалов. Виденные вчера две платформы для перевозки грузов стояли неподалёку от переработчика. Видимо, они вышли из строя или были признаны устаревшими, так как пользовались рабочие другими. Эти же имели весьма плачевный вид, частично проржавевшие, с облущённой местами краской, но главное, что они были на колёсиках. Начинало постепенно темнеть, и надо было торопиться, так что двигался я практически на предельной скорости. Добравшись до первой платформы, проверил, хорошо ли вращаются колёса, с ними был полный порядок. Не без удовольствия отметил, что металл, из которого была сделана платформа, прочной и не такой тяжёлой, каким казался со стороны. Расчистив поверхность выбранной платформы, взгромоздил своё тело на неё и попробовал передвигаться, отталкиваясь от земли руками. Выходило не очень хорошо. Во-первых, ручка, за которую по плану должен был тянуть её работник, мешала и являлась лишним грузом. А во-вторых, платформа была примерно в метр шириной, что никак мне не подходило. По моему замыслу, должна была получиться прямоугольная поверхность длиной в метр и шириной сантиметров пятьдесят, чтобы, вооружившись двумя острыми палками, а лучше металлическими штырями, я мог отталкиваться от земли и катиться на колёсиках в нужном мне направлении. Не без усилий дотащив платформу к сварочной будке, я начал осматриваться в поисках аппарата и каких-нибудь рубильников. Ответственные работники, уходя, обесточили всё вокруг. Единственным освещением, не дававшим погрузиться свалке в наступающую темноту, были три фонарных столба, три из которых не работали. «Чего делать, человечек?» спросил меня в очередной раз проносящийся мимо робот. «Хочу включить питание и поработать сварочным», ответил я ему. «Ты не знаешь, где включается свет? Нельзя кожаный громко гудеть, привлекать хищник, хищники мешать работать, включить питание, прилетит охранный дрон, убить кожаный». «Это ты вовремя сообщил», вытирая пот с олба и пытаясь осмыслить услышанное, ответил я. «Это же надо было. Больше часа вожусь с этой платформой, и всё зря». Ещё и в реале пару часов убил на уроке работы сварочным. «И что теперь делать?» «Ни к кому не обращаясь», спросил я. «Работать», — наставительно произнесла Железяка. «Тебе легко, вон как носишься, а мне без ноги теперь не побегать. И всё это, между прочим, из-за тебя», — всё-таки не выдержал и высказал я ему. «Знаю, хозяйка ругаться на меня, говорить плохой. А чего хотел Человечек сделать?» «Человечек хотел сделать для себя тележку», — с горечью произнёс я. «Да, видимо, не судьба». «Я помогать, только быстро. Что сделать? Зачем сварка? Я сварка». «Ты умеешь резать и варить металл?» — с надеждой в голосе спросил я. «Да, время, Человечек, надо работать». «Понял. Смотри, что я хотел сделать». Спустя десять минут платформа была разрезана на три части, центральная отправлена в кучу мусора, а те две, на которых располагались колёса, сварены между собой. Робот работал настолько быстро и профессионально, что я даже позавидовал его хозяйке. Такой помощник в доме и мне бы пригодился. Когда металл остыл, я опробовал получившееся транспортное средство и остался доволен. «Спасибо, дружище», — сказал я, подкатившись к роботу. «Я помочь, теперь я работать. Человечек тоже надо работать». «Согласен», — сказал я и прислушался. «Ты слышишь?» «Что?» — насторожился паук. «Какой-то звук. Не могу понять, откуда», — сказал я и опять прислушался. «Дружище, это от тебя? С тобой всё в порядке?» «Я работать!» — вскочил на ножки и, подозрительно забегав глазами, сказал робот. «Схватив первую попавшуюся железяку, он помчался к терминалу. Такое поведение показалось мне странным, и я поехал за ним. «Железный? Это что за звук?» — спросил я, нагнав его у очередной кучи хлама, в которой робот усиленно пытался закопаться. «Му-а-а-а!» — невнятно донеслось из завала. «Что-что? Я не слышу. Скажи громче!» На мгновение робот замер, а я напрягся. «Вот нужно оно мне. Чего пристал к железяке? Жужжит в нём что-то. Ну и пускай жужжит. Может, это для роботов очень интимная тема, и о своих жужжаниях не принято ни с кем разговаривать». Что-то для себя решив, робот медленно начал выбираться из-под завала. А я насторожился и приготовился к худшему. «Музыка!» — уже разборчиво, но так же тихо произнёс он. «Музыка? Для чего?» «Я любить слушать музыка!» Ещё сильнее, как мне показалось, смутившись, ответил робот. «Ого!» — ответил я, не в силах поверить. «Вот тебе и бездушное создание, лишённое чувств и неспособное сопереживать и прощать. Не имеющий эмоций хладнокровный убийца, который слушает музычку, копаясь в мусоре и выискивая тритий для своей хозяйки». «Это здорово! Я тоже музыку люблю!» Решил я поддержать паука, пока у того какая-нибудь микросхема не перегрелась. Робот от моего ответа расслабился и даже немного повеселел. «Работать! Надо работать, человечек!» «Зови меня Лино!» — попросил я. «Хорошо, человечек, Лино!» — ответил робот. «Иди работать!» «Балбесты!» — улыбнулся я и, правда, направился на осмотр ближайших куч с мусором. Когда я, нагруженный всевозможным хламом по самую макушку, подъезжал к терминалу, на улице уже окончательно стемнело. Пришлось немного подождать, пока и робот вернётся с очередного захода. «Чего набрал, человечек?» — поинтересовался робот, рассматривая кучу, вываленную на плиту для приёма. «Всего по чуть-чуть. Посмотрим, что скажет терминал. Кстати, ты сможешь узнать, что из принесённого наиболее ценно?» «Попробую», — ответил паук и активировал терминал. Вышло на четырнадцать с половиной кредитов. Тринадцать были записаны роботом на мой счёт. Так как я не имел ни интерфейса, ни привязки к этому миру, то и зачислять мне кредиты было некуда. По сути, это были электронные деньги, физического аналога которых не существовало. Робот, разбогатевший на полтора кредита, не выглядел слишком довольным. «Дорогие, золотые и серебряные дорожки на платах. Остальное дешёвое. Ничего ценного нет». «Дружище, в моём положении четырнадцать кредитов за один заход — это очень неплохо. Я рад и этому. Кстати, подскажи по ценам и товарам. Нужна одежда? Что-нибудь вроде рубашки или лёгкой куртки с длинным рукавом. Ну и раз уж мы тут, то оружие какое-нибудь. Цена на верхнюю одежду, футболка — семь кредитов. Состояние среднее. Цены на огнестрельное оружие. Начинаются с семисот кредитов. Холодное системное оружие — от трёхсот. Почти без акцента проговорил паук. Хм, а не системное холодное? Зачем такое? Сделать его сам, я помогать. Опять перешёл на ломанный язык робот. Ну тогда давай сделаем. Мне с ним будет спокойнее. Правильно, человечек. Хищники рядом. Какие хищники? Заозирался я в поисках опасности. Адальщики, бешеная собака, много здесь? Я всё ещё старался вглядываться в темноту вокруг, пытаясь высмотреть притаившихся тварей, когда меня пробрало до жути. Пусть и слабо освещённая рабочая площадка делала нас заметными для тех, кто, возможно, сейчас сидит в темноте и наблюдает. Мурашки прокатились по телу, начиная от рук и сходясь на затылке. Темнота выглядела зловеще, а звучало и того хуже. Когда мои полторы ноги начали слегка трястись в коленках, я понял, что не так. Железяка, это что за ерунда ещё? Для атмосферы, с воодушевлением проговорил паук. Эта железная скотина врубила какую-то зловещую музыку, причём начала её проигрывать тихо-тихо, постепенно повышая громкость. Именно поэтому я не сразу понял, что это его проделки. «К чертям такую атмосферу! Страшно же! Прекращай давай и больше так не делай! Я чуть-чуть не уделался!» «Ладно, человечек, не бойся! Я тут, помогу!» «Ты мне с холодным оружием помочь обещал», напомнил я роботу его слова. «Сейчас», — сказал он, и быстро побежал к куче металла, валяющегося неподалёку. Секунд десять хватило роботу, чтобы изготовить для меня оружие. Я до сих пор не понял, как работает его резак. Встроенный в передние лапы паука инструмент разрезал металл, будто скальпель, работающий по пластилину. Никакого свечения или громкого звука резак не издавал. А металл лишь слегка нагревался после обработки. Пара движений, и из полоски металла был вырезан небольшой клинок. «Сделать удобная ручка будет меч!» Повертев в руках творение мастера, я как мог оценил баланс клинка. И прикинул, что получится, когда меч будет в сборе. Вполне неплохая штука вышла, кстати говоря. Никаких наворотов, зазубрин и прочего. Заточенная по обеим сторонам полоса стали, постепенно теряющаяся в ширине кострию. Лёгкая, но вполне прочная. «Спасибо, железяка!» — поблагодарил я, сделавшего мне царский подарок робота. «Пользуйся кожаной!» — ответил тот, «Ты побежал работать дальше». Работали мы практически до самого рассвета. И как только небо начало сереть, робот сообщил, что пора сваливать. Скоро начнётся рабочий день, и сюда прибудут местные хозяева. Паук пробежался по площадке, наводя порядок и маскируя наше присутствие. После недолгого прощания ацелютовал мне лапкой и убежал. Не придумав ничего лучшее, я забрался в то же укрытие, в котором дожидался вечера в прошлый раз. Моё новое транспортное средство пришлось припарковать у подножия мусорной кучи, засыпав всяким хламом. А вот меч я взял с собой. За сегодняшний день моё состояние выросло на 24 кредита. Не сказать, что огромная сумма, но хоть что-то. Да и занимался я поиском и добычей ресурсов на продажу не всю ночь. Значительная часть времени ушла на улучшение своего положения. Следовательно, в следующий раз заработать получится больше. Вот только даже при таких раскладах времени потребуется немало. Но у меня будет ещё возможность подумать об этом, а сейчас спать. День вышел более чем насыщенный. Глава 4. Сделка Решив не ждать до вечера, вошёл в игру после обеда. Сбор железяк и зарабатывание кредитов дело хорошее, но ограничиваться этим не стоит. Неплохо было бы обследовать местность, чтобы составить примерное представление о том месте, где я нахожусь. Да и кроме всего прочего, порыться среди хлама в поисках чего-нибудь полезного тоже будет не лишним. Удалось же мне разжиться штанами в первые минуты игры. Работы на площадке велись, а судя по тому, что очнулся я на том же месте, где я выходил, то наше ночное мероприятие осталось незамеченным. Стараясь не привлекать к себе внимания, выбрался из своего укрытия и сполз вниз к тому месту, где оставлял свой новый транспорт. «Ну, поехали покатаемся, что ли?» спросил я у своего железного коня, освобождая того от маскирующих нагромождений мусора. Площадка на колёсах не выказала никаких явных возражений, поэтому, развернув её по нужному мне направлению, я взобрался на неё и начал медленно набирать ход. Колёса не скрипели, не заклинивали, и чуть переноровившись, мне удалось набрать скорость, сравнимую с пешеходной. Ехать быстрее не было смысла. Во-первых, существовал риск навернуться. А во-вторых, я ведь собирался хорошенько покопаться в мусоре. «Хорошо, хоть друзья и родители не видят, чем я тут занимаюсь», проговорил я вслух, разгребая очередной завал. Привлёк меня именно этот участок обилием серых, непрозрачных мусорных пакетов, заполненных чем-то лёгким и, судя по виду, мягким. Отобрав с десяток приглянувшихся, принялся раскрывать и смотреть, что же у них внутри. Первые два оказались набиты жутко пахнущей земляного цвета пеной. Быстро закрыв, отложил их в сторону. Переборов подступивший к горлу комок, сумел удержать содержимое желудка внутри. Хорошенько продышавшись, принялся за остальные. Только теперь в первую очередь отщупывал пакеты, а уже потом открывал. Ещё три оказались наполнены той же неясного значения субстанцией, а вот последние два порадовали. Что ни говори, но человеку для счастья нужно не так много. Радости, захватившей меня при виде совсем новой на вид кофты, я в реальном мире не испытывал уже давно. Сильнее я радовался только собственному совершеннолетию и открывшемуся, наконец, доступу в вертмиры. Крепкая, тёмно-фиолетового, почти чёрного цвета кофта была как раз моего размера. Никаких этикеток, лейблов и прочих отличительных черт она не имела. Да и выполнена была из странного, напоминающего резину материала. Принюхавшись и не почувствовав никаких посторонних или неприятных запахов, надел находку на себя. «А что, вполне?» радостно ответил я самому себе, осмотрев, как на мне сидит обновка. Ещё в двух пакетах находились обрезки какой-то ткани. Причём обрезки настолько мелкие, что приспособить их для чего-либо не представлялось возможным. Не став заморачиваться с ними, взялся за последний пакет. Пластиковая молния поддалась не сразу. А вот когда мне удалось открыть её, глаза мои, готов поспорить, засияли лихорадочным светом. Из тряпья выглядывал армейского образца ботинок с мощным протектором и металлической окантовкой на носке. Быстро перевернув пакет вверх ногами, я вывалил содержимое на землю и принялся копаться в нём. «Правый? Нет, вы издеваетесь!» Не боясь, что меня кто-нибудь услышит, прокричал я неведомым обидчиком. Ботинок в пакете оказался всего один. И на моё везение как раз тот, ноги для которого у меня не нашлось. Зашвырнув найденный башмак куда подальше, забрался на платформу и собирался ехать дальше, как в голове возникла мысль. А вдруг второй ботинок лежит в одном из пакетов, которые я изначально забраковал. Пришлось снова спускаться и ползти к куче. Ещё около часа я рылся в мусоре в надежде отыскать нужный мне башмак, но как бы ни старался, найти его мне так и не удалось. Правда, решил не выкидывать уже найденный, отыскал его и взял с собой. Когда время подходило к вечеру, я направился к площадке для переработки. «Привет, кожаный!» раздалось из-за спины, когда я, лёжа в своём укрытии, наблюдал за рабочими. «Ты достал паукан!» зашипел я на напугавшего меня робота. «Смерти моей хочешь?» «Весело!» Довольным механическим голосом отозвался паук, покачиваясь на лапках от удовольствия. «Весело ему!» «Похоже, они закругляются», указал я на собирающихся в центре площадки работников. «Ну что, поработаем хорошенько сегодня?» «Как настрой?» «Готов!» Даже качнув корпусом в знак согласия, ответил робот. «Ну, вот и отлично. Смотри, чего нашёл сегодня», сказал я и показал пауку армейский башмак. «Ты не видишь? Он случайно не системный?» «Дай мне, когда у тебя не вижу», сказал робот и протянул к моей находке свои манипуляторы. Не став жадничать, отдал ботинок роботу и принялся ждать вердикта. «Хороший башмак! Где ещё?» повернулся он ко мне. «Нет ещё, только один нашёл. Как думаешь, удастся продать его в терминале?» «Продать, да, можно». «Кредиты!» протянул паук в предвкушении. «Десять процентов твоих, всё правильно», напомнил я ему о нашем уговоре. Вернув мне ботинок, робот пристроился рядом, и мы принялись ждать окончания работ на площадке. Рабочие уже прилично удалились на прилетевшей за ними платформе, когда робот спросил. «Человечек уметь готовить?» «Что готовить?» не понял я. «Еда разная, мясо, вкусно!» ошарашил меня тот. «Нет, а ты чего, проголодался?» «Я думал, что роботы не едят». «Неважно», — ответил робот и побрёл вперёд. Я ещё несколько раз попытался у него узнать, зачем ему нужен повар, но ответа так и не получил. А потом на ум пришла мысль, что я и сам ничего не ел с тех пор, как появился в этом мире. Прислушался к себе. Лёгкое чувство голода, оказывается, присутствовало. Надо будет озаботиться этой проблемой. «Слушай», — обратился я к роботу, когда мы в очередной раз пересеклись у терминала. «А можно какую-нибудь еду купить через терминал?» «Можно. Плохая еда. Невкусно. Неполезно». «А что продают? И сколько стоит?» «Энергетический батончик. Один кредит, один батончик». «О как! Купи мне один!» Решил я всё же попробовать местный деликатес. «Минус один кредит. Теперь у тебя 53 кредита». Тут же подбил несложную бухгалтерию хранитель моих финансов. «Хорошо», — ответил я роботу, принимая у него из рук обёрнутый в шелестящую упаковку небольшой прямоугольный батончик. Вкус действительно оказался так себе. Даже не так. Вкуса как такового практически не ощущалось. Создавалось такое впечатление, как будто жуёшь безвкусный пластилин. Жуётся легко, голод утоляет, по карману особенно не бьёт. То, что нужно. «Эй, паучок, погоди!» Остановил я уже собравшегося убегать робота. «Да, человечек», — повернулся тот. «Башмак, давай попробуем продать». «Хорошо», — ответил робот. И быстро подскочив ко мне, взял ботинок и поволок его к терминалу. Терминал ботинок принял, и, повернувшийся в мою сторону паук, довольным голосом возвестил о пополнении моего виртуального счёта на сто двадцать кредитов. «Сколько», — не поверил я. «Это почему так дорого?» «Хороший башмак, характеристики хорошие», — вовремя сообщил тот. «Хорошая броня, быстро ходить, не скользить». «Ты почему мне только сейчас об этом говоришь?» «Ты не спрашивал», — справедливо возмутился робот. «Интересно, сколько будет стоить пара таких?» «Я уже посмотреть. Полторы тысячи кредитов». «А нам за один дали всего сто двадцать. Почему так?» «Один башмак, не новый башмак. Продаётся дорого, покупается дёшево. Бизнес!» — сознанием в голосе произнёс паук и побежал работать. «Да уж», — проговорил я, «вот это тут цены. Был бы сканер на системные вещи, мы бы в разы больше могли поднимать денег, чем на сдачу металла. Хотя башмак был явно необычный. В основном-то мне барахло попадалось. Знал бы, ни за что продавать не стал. Всю мусорку бы перерыл в поисках его братца. А может, его и выкинули, потому что второй куда-нибудь запропастился. Кто знает». Не став больше терять времени, я вернулся к работе, радуясь хотя бы тому, что не выкинул столь ценную находку. Сто двадцать кредитов в моём положении, целое богатство. «Ну что, до завтра, Железный?» обратился я к пауку под утро. «Кожаный, надо в гости идти. Хозяйка тебя звала», в очередной раз озадачил меня робот. «Э-э-э-э», протянул я, пытаясь собраться с мыслями. «Это зачем?» «Я всё-всё хозяйке рассказать. Про договор, про работу, про ногу, про тележку. Хозяйка приказала звать в гости, знакомиться». «Ага, свататься», проговорил я, думая, соглашаться на предложение или нет. «Что делать?» не понял робот. «Думаю я. Погоди», ответил я, не став вдаваться в разъяснение. «Собственно, а почему нет? Познакомиться и пообщаться с живым человеком мне бы совсем не помешало. Глядишь, и совет какой подкинет. А то с пауком можно только наводящими вопросами общаться. Сам паук не спешит проводить мастер-классов по выживанию». «Хорошо, давай сходим. А когда?» согласился я. «Завтра днём. Я приду к куче», указал паук лапкой в сторону моего убежища. «Договорились», сказал я, и попрощавшись, мы разбежались. Вернее, робот убежал, а я уехал. Итогом дня стала приятная во всех смыслах сумма в 175 кредитов. День удался. Забирался на свою гору я не со стороны площадки, а снаружи. Если каждый день спускаться и подниматься по внутреннему склону, то через время можно натоптать дорожку, по которой тебя и вычислят. Да и вообще, неплохо бы озаботиться нормальным местом для жизни. Каждый день лежать под мусором перед носом у рабочих не лучшая идея. Нужно найти или обустроить себе базу. Выкатившись из-за территории площадки, я поворачивал налево, собираясь обогнуть мусорную кучу и припарковать своё транспортное средство. Когда заметил их. Две крупные облесшие псины стояли сейчас спиной ко мне и пока меня не замечали. Все перемазанные, со стеками слипшейся шерсти, вид они вызывали малоприятный, даже жуткий. Я на мгновение застыл, а потом, поняв, что меня ещё не засекли, начал сдавать назад. Не тут-то было. Если ползти спиной вперёд было удобно, то ездить, наоборот, можно было только вперёд. Задний ход давался с большим трудом. Псины, видимо, что-то почуяв, синхронно повернули головы в мою сторону. Со скаленных пастей капала пена. Зарычав, они начали постепенно приближаться, а меня как будто сковал паралич. Я не мог ни пошевелиться, ни попытаться подумать о том, что же мне делать. Вид голодных, обезумевших хищников привёл меня в ступор. Меня, так долго готовившегося сражаться и выживать во враждебных мирах, отрабатывавшего удары по воображаемым целям и представлявшего, как он будет сотнями косить страшных тварей, выбивая сплошь легендарные вещи. Отпустило меня только тогда, когда я понял, что скрыться у меня не получится. И если сейчас до получения привязки к этому миру меня убьют, то время, проведённое здесь, будет потрачено зря. Продолжая всё ещё медленно катиться назад, я нащупал рукоять меча, изготовленного для меня роботом. Меч, как ему и полагалось, лежал прямо подо мной. Нащупав, наконец, рукоять, я сполз со своей платформы и встал на колени. Стоять на одном колене и обрубке, оставленном мне пауком, было хоть и не особенно удобно, но вполне терпимо. Немного подумав, спасибо нерешительности собак, временно это у меня нашлось, схватил второй рукой свою платформу и приподнял, удерживая за колесо на манер щита. «Мы ещё побарахтаемся», проговорил я, наблюдая за ними. Псы атаковать не спешили. Медленно, не сводя с меня глаз, они приближались, постепенно расходясь в стороны. «Не такие уж вы и бешеные! С двух сторон напасть решили! Соображаете!» Каким-то, как мне показалось, даже истеричным тоном прокричал я в морды псам. «Давайте, давайте, я готов, но...» Псы бросились одновременно. Постаравшись принять на щит ту, что бросилась на спину, я полоснул в направлении второй, ударившей спереди. Тварь, получив неслабый удар и даже, как мне показалось, рану, отлетела в сторону. Вот только вторая, напоровшись на отведённый за спину щит, не отскочила, стукнувшись об него мордой, как в обычных играх, на что я по наивности рассчитывал. Вертмиры любят за их реалистичность, именно этим они подкупают. Только вот прямо сейчас реализм играл на пользу моему противнику, а не мне. Уткнувшись мордой в преграду, тварь ни на секунду не останавливаясь, зашла чуть сбоку и, добравшись до незащищённой спины, смогла меня повалить. Не удержав равновесия, я грохнулся на живот, неслабо хряснувшись при этом лицом о землю. Воздух вышибло из груди, а щит отлетел в сторону. Освободившись рукой, уперся в землю, намереваясь подняться, как почувствовал затылком жаркое дыхание собачьей пасти. Я попытался втянуть голову в плечи, прежде чем тварь схватит меня зубами за шею, но не успел. Её челюсти сомкнулись так быстро, что единственное, что я успел, так это максимально напрячь мышцы шеи. И вовремя. Тварь, уцепившись, начала так яростно мотать головой, что, не будь я к этому готов, голову мне бы однозначно оторвали. Хлопнувшие от соприкосновения с землёй губы и вкус песка на зубах были реальнее некуда. Страх, будоражащий волной, прошёлся по телу. Жаркое дыхание твари на контрасте с обжигающей холодной кровью, заливающей моё лицо, было предпоследним, что мне удалось запомнить. Последними стали приближающиеся звуки музыки и знакомый механический голос. «Держись, кожаный! Железяка, помогать!» донеслось со спины, и я отключился. «Вы потеряли сознание», оповестила меня капсула. «Как только ваш персонаж придёт в себя, доступ в игру будет восстановлен». Глава пятая. В гостях. В игре я появился уже к следующему утру. С трудом открыв залепленные кровью глаза, обнаружил себя внутри небольшого помещения. Больше всего походившее на творение детей, жилище было сделано из подручных материалов. Доски, пластик, местами свисавшая из потолка прозрачная плёнка. Кто бы ни обитал в этом жилище, с доходами у него явно было не всё в порядке. Приподнявшись на локтях, осмотрелся внимательнее. Из мебели, кроме топчана, на котором расположился я, был ещё видавший виды сундук. С другой стороны, полы в комнате были чистыми, никакого мусора не наблюдалось. Складывалось впечатление, что тут всё же следили за порядком, вот только усилий этих явно было недостаточно. «Очнулся!» Услышал я голос паука из-за полупрозрачной стены. Как оказалось, стена из нескольких слоёв плёнки являлась проходом в соседнюю комнату. «Привет, железяка!» «Да, уже очнулся!» Поприветствовал я своего знакомого. «Я знал, что ты выживешь. Хочешь еду?» «Не откажусь!» «Кстати, спасибо, что спас!» Проговорил я пауку, вновь скрывшемуся за полупрозрачной преградой. Рассмотреть, что творится в соседней комнате, пока не получалось. Слишком быстро метался паук. «Хозяйка, человечка очнулся!» Услышал я приглушённый голос паука. Что ответила таинственная хозяйка, я не разобрал. Слишком тихо она говорила. Да и вокруг не стояла тишина. За пределами жилища явно находились люди. Слышались разговоры и различные шумы, что производили говорившие. Паук вернулся уже через минуту и протянул мне батончик. А я, беря его в руки, заметил неслабые отметины на манипуляторах и корпусе робота. «Это тебя те собаки потрепали?» Спросил я у паука. «Да, кожаный. Плохие собаки. Ты убить одну. Одну убить я. Но ещё две приходить. Их долго бить и прогонять я. Потом тебя везти в гости. А хозяйка твоя почему не заходит? Хозяйка ждать тебя. Ты ходить к ней». «Ну, так, видимо, важная особа. Раз раненый к ней идти должен, а не она к нему. С одной стороны, она меня, конечно, приютила, а её робот меня спас. Вот только это непонятное высокомерие меня всё же напрягало. «Тогда пойдём знакомиться», — улыбнулся я. «Жди твой тележка», — произнёс робот и выбежал из комнаты через входную дверь. Снаружи послышалось ругань, ляск и грохот. Судя по доносившимся звукам, кто-то успел прихватизировать моё транспортное средство. И в данный момент робот вполне успешно объяснял новому владельцу, что так делать нехорошо. Спустя пару минут робот наконец-то появился на пороге дома, везя за собой мой транспорт. «Спасибо, паучок». «Это что с тобой?» — спросил я, вглядевшись в робота. «Плохой соседка, обливать меня!» — ответил робот, подвозя мою платформу к кровати. Не знаю, чем именно робота облила плохой соседка, но несло от того, будто помоями окатили. «Погоди, давай я тебя вытру. Есть тряпка какая?» — обратился я к ожидающему меня пауку. «Тряпка есть, сейчас!» — ответил обрадовавшийся робот. Следующие пять минут мы потратили на то, чтобы хорошенько оттереть паука от этой гадости. И пусть окончательно от запаха избавиться не удалось, но выглядел робот значительно лучше. «Другое дело. Найдем ванну с шампунем и скупаем тебя хорошенько. Зачем шампунь, человечек? У меня нет волосатой кожаной голова. Себе голова помой!» «И себе помою обязательно», — ответил я, проведя рукой по лицу, на котором потихоньку начала облучиваться кровавая корка. Раны на шее уже не кровоточили, но и не спешили заживать. Осторожно ощупывая кожу вокруг раны, наткнулся на нечто необычайное, располагающееся между лопатками. «Что это за фигня такая?» «Что?» «Где?» — не понял робот. «Да на спине у меня, посмотри, пожалуйста», — попросил я. Быстро забравшись на кровать, робот зашёл мне за спину. «Рана!» «А-а-а-а!» — протянул железяка. «Да я не про рану. Ниже смотри, вот тут, видишь?» — ткнул я пальцем в непонятную мне штуковину. «Разъём для импланта», — ответил паук. «Купить имплант, сюда пихать». «Понял, спасибо. Ну что, идём?» «Едем», — ответил паук, и, взявшись одним манипулятором, начал помогать мне. «Да я справлюсь, не переживай», — успокоил я заботливого робота, и, взяв в руки железяки для передвижения, активно заработал руками, толкая платформу вперёд. Хозяйкой робота оказалась пожилая женщина. Сухонькая, с чуть бледным лицом, она лежала на постели, не уступающей по качеству той, на которой очнулся я. «Здравствуйте», — поздоровался я, чувствуя, как моё лицо заливает краска. Женщина явно плохо себя чувствовала, и была не в состоянии передвигаться самостоятельно, и мне стало стыдно за то, что заранее посчитал её заносчивой и важничающей. «Здравствуйте», — еле заметно улыбнулась она. «Спай рассказывал мне о тебе». «Спай?» — спросил я. А потом до меня дошло. «А, ваш робот?» «Да, он говорил, что всё-всё сказать хозяйке». «Тебе тоже нравится, как он разговаривает?» Признаться, когда у меня была возможность установить более современную языковую базу для него, я, долго не раздумывая, отказалась. «Слишком забавно у него иногда получается». Закончив говорить, женщина чуть прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Видимо, такая длинная фраза потребовала от неё немалых усилий. Я же, не зная, что сказать, ждал продолжения. «Для начала хотела извиниться за то, что он тебя покалечил», — с непритворной грустью глянула она на меня. «В этом есть и часть моей вины». «Вашей», — удивился я. «Да, я как-то обмолвилась о том, что уже давно не ела настоящего мяса. Вот он и решил раздобыть его для меня». «Понятно», — проговорил я, тихо обалдевая. «Надеюсь, ты на нас зла не держишь?» «Уже нет. Тем более, что спай», — я посмотрел на мявшегося в сторонке паука. «Спас меня вчера». «Я рада», — слегка кивнув, сказала женщина. «И со своей стороны тоже хотела бы чем-то отплатить тебе за нанесённый ущерб». «Спай», — обратилась она к роботу. «Да, хозяйка», — сказал робот и, подбежав к её кровати, начал доставать из-под неё небольшую коробку. Вручив коробку женщине, робот открыл крышку и отошёл в сторону. «Только у человечка рано», — обратился он к ней. «Рано? А, ну, конечно, псы. Тогда придётся подождать». «С чем подождать?» — не понял я. «Спай сказал, что ты копишь деньги на имплант». «Вот я и хотела», — сказала она и, посмотрев по сторонам, поманила меня ближе к себе. «У меня есть для тебя имплант. Хороший имплант. Только лучше будет дождаться того момента, когда ты полностью выздоровеешь. Ногу я вернуть тебе уже не в состоянии. Но думаю, что это будет неплохой компенсацией», — прошептала она. «Замечательный», — подтвердил я, тоже не повышая голос. «Тогда как рано на шее заживёт, будет у тебя то, что ты хочешь», — улыбнулась она. «Спасибо», — проговорил я, не веря в своё счастье. «Простите, не спросил, как вас зовут». Женщину звали Калли. Из её рассказа я узнал, что оказалась она на свалке три года назад и выжила здесь во многом благодаря спаю. Делая неплохие успехи по службе, ей не повезло заиметь завистников, пожелавших избавиться от особенно прыткой девушки. А она была именно девушкой, вот только её состояние не оставляло ни малейшей возможности поверить в то, что ей не было ещё и тридцати. Стараниями злопыхателей она оказалась на этой планете без денег, оружия и практически в одиночку. Местные, завидев новенькую, посчитали её за лёгкую добычу и попытались напасть и ограбить. К их несчастью, Калли была офицером флота, которому по службе было положено уметь себя защищать. Но и не маловажную, а скорее решающую роль сыграло наличие у неё в помощниках робота поддержки Spider V3, знакомого мне как паук-железяка, или спай. Разобравшись с нападающими, Калли надолго отбила желание у остальных посягать на своё здоровье и ценности. Слухи о растерзанных её роботом и убитых ею самой бандитах быстро распространился по свалке, и больше её старались не трогать. Но и особенной любовью к ней не прониклись. Так и не удалось ей стать своей среди живущих тут людей. А полгода назад на очередной вылазке она подцепила какую-то заразу, от которой до сих пор не смогла до конца излечиться. Теперешнее её состояние она называла отличным по сравнению с тем, что было в первые, самые тяжёлые дни болезни. Лихорадка, галлюцинации, тошнота и рвота, постоянно мучившие её озноб и много-много других малоприятных вещей были уже позади. До окончательного исцеления оставался примерно месяц приёма крайне дорогостоящего препарата, на который и уходили все заработанные роботом кредиты. Сегодня ни о какой работе речи уже не шло. Мало того, что я ещё не до конца оправился, так ещё и большую часть дня мы провели в беседе с новой знакомой. Слушая её рассказы, я проникался всё больше уважением к бездушной машине, каждую ночь работающей для того, чтобы спасти свою хозяйку. Да и стойкость девушки впечатляла. Не каждый здоровый мужик сможет после такого оправиться и продержаться во враждебной среде так долго. А в том, что среда враждебна, мне удалось убедиться уже на следующий день. Зайдя в игру ближе к обеду, я очнулся всё на той же лежанке. Приподнявшись, сел, свесив ногу вниз. В комнате, где я находился, никого не было. Робот отсутствовал, видимо, занятый какими-то своими роботскими делами. Заметив на стопке сложенных, одна на другую, пластиковых панелей небольшой осколок зеркала, я спустился с постели и подполз к импровизированному столу. Взяв в руки осколок, осмотрел себя. «Да уж, вот это рожа!» – проговорил я, глядя на своё лицо. Волосы, как и лицо, были испачканы в крови. Часть из них прилипла к колбу и вискам. Да и само лицо выглядело слегка припухшим. Губы, разбитые в схватке с собакой, ещё не успели обрести прежний размер. И выдавали во мне фаната ботоксных инъекций. Выдвинув нижнюю челюсть вперёд, попытался дунуть на чёлку. Но та, обильно смазанная вчера кровью, не захотела отлипать от лба. Хотя дело могло быть в том, что с такими губами направить воздушную струю в нужную сторону было непросто. «Спай, это ты?» – раздалось из комнаты, где жила хозяйка этого убежища. «Нет, Калли, это я!» – отозвался я. «Проснулся вот, к вам можно?» «Да, конечно, проходи», – донеслось из-за клеёнчатого перекрытия. Усевшись на платформу, я покатил в соседнюю комнату. Девушка, чувствовавшая себя с каждым днём всё лучше, была уже не так бледна лицом. Попыток подняться она пока не предпринимала, но явно шла на поправку. «Хорошо выглядите», – сказал я, подкатившись почти вплотную к её кровати. «Спасибо. А тебе?» Она замялась. «О, не продолжайте. Я себя только что видел. Мне бы умыться». «Да», – улыбнулась она. «Не помешало бы». «Лучше бы, конечно, дождаться спая. В этом месте небезопасно ходить в одиночку». «Это вы и о чём?» – не понял я. «Соседи», – с неохотой в голосе ответила Калли. «В открытую они, конечно, не нападут, но учинить какую-нибудь пакость могут». «И когда вернётся паучок?» «Где он, кстати?» «Через пару часов должен быть. Я отправила его за покупками. Нужно обработать твои раны, иначе заживать они будут ещё дольше». «Долго. Может, я всё же съезжу к водоёму, если такое есть рядом». «Водоём?» – улыбнулась Калли. «Ты, видимо, совсем мало знаешь о месте, в котором очутился». «Нет, никаких водоёмов тут нет, но метрах в ста от нас проходит трубопровод. Местные сделали врезку в него, так что с водой проблем нет». «Отлично. Я, пожалуй, прокачусь, заодно и посмотрю, что творится снаружи. Я ведь как появился у вас, так нос снаружи и не показывал». «Но, как знаешь, только будь осторожен». Калли объяснила, как пройти к источнику воды, и выдала мне отрезок чистой материи, чтобы было чем перевязать рану. Выйдя из убежища робота и его хозяйки, я на мгновение остановился, оценивая обстановку. Первое, что бросилось в глаза, это обилие жилищ. Проведя первые дни рядом с переработчиком, я решил, что свалка – место практически безлюдное. Теперь же я сидел на своей платформе и смотрел на десятки расположенных тут и там лачуг. Рядом с ними и просто по улице ходили-сидели, чем-то занимаясь люди, от вида которых меня бросало в дрожь. Дело было не в том, что мне было страшно, просто большая часть из людей выглядела настолько потасканными жизнью, что оставалась загадкой, как они ещё живы. Грязные и оборванные, они бесцельно слонялись от одного скопления таких же, как они людей, к другому. Но больше всего удивили взгляды, которыми некоторые из них меня провожали. Казалось, что смотрели они вовсе не на меня, а на что-то за моей спиной. Я даже несколько раз обернулся, чтобы удостовериться в том, что за мной ничего нет. Решив, что задерживаться тут мне не стоит, я ещё раз осмотрелся. Определив направление, указанное хозяйкой робота, я поехал приводить себя в порядок. Признаться, опасался, что кто-нибудь из местных пристанет ко мне с какими-нибудь вопросами или появятся те, кто уже пытался присвоить себе моё транспортное средство. Но обошлось. Добрался до источника воды я без приключений. Как и говорила Калли, заметил я его издалека. Время от времени к нему подходили люди с различными ёмкостями, наполняя эти, и не задерживаясь надолго, отходили в сторону. Выждав, когда собравшийся рядом с краном народ иссякнет, я подъехал и, взявшись рукой за вентиль, повернул его. Поток на вид вполне чистой воды вызвал улыбку на моём лице. Сколько ни пытался я внушить себе, что вполне неплохо переношу отсутствие гигиены, это было не так. На самом деле, человеку, привыкшему каждый день принимать хотя бы душ, было сложно приспособиться к подобным условиям. Первым моим желанием было опустить голову под струю воды, но, вспомнив о ране на шее, решил не рисковать. Оторвав небольшой кусок материи, выданной Калли, я обильно смочил его водой и принялся вытирать в первую очередь лицо. Поняв, что хорошо отмыть голову по-другому не выйдет, я всё же подставил под струю голову. Стараясь, чтобы та текла на лицо, а не по затылку, я вымыл голову. Вода, оказавшаяся холодной, бодрила. Решив не останавливаться на достигнутом, я стянул себя к кофту и вымылся по пояс. «Эй, приятель, ты скоро?» раздалось из-за спины. Обернувшись, я увидел, что за мной стояло несколько человек. «Да, уже закончил, секунду», — ответил я. И ещё раз ополоснув свою мочалку, поспешно отъехал чуть в сторону. Люди, глянув на меня недобрыми взглядами, всё же не стали придираться, а сделали то, зачем пришли, принялись набирать воду. Взяв в правую руку тряпку, я стал осторожно обтирать место рядом с раной. Повязку, закрывающую ту, пришлось снять ещё в процессе. Как я ни старался, а она всё равно намокла. Отмыв, насколько это было возможно, кожу возле раны, вновь обмотал шею чистым отрезком ткани и принялся натягивать кофту. Закончив со своими делами, я развернул платформу и двинулся обратно. Отъехать мне удалось метр на три, когда сзади раздался довольно грубый голос. «А ты ничего не забыл?» спросил неизвестный. Обернувшись, я посмотрел на говорившего. Это был крепкий на вид мужчина, которого я приметил ещё когда подъезжал сюда. Главное, что его отличало от остальных, было не только вполне упитанное лицо и тело, но и добротные на вид одежда. «Что, простите?» ответил я, когда, осмотрев себя, не обнаружил пропажи своих вещей. «Ты что, решил, что вода бесплатная?» нахмурился тип. «А разве нет?» удивился я. «Нет, и ты теперь мне должен», безапелляционно заявил он. «Странно, меня об этом не предупреждали», ответил я, пытаясь понять, как действовать дальше. «А мне без разницы, плати». «Простите, но денег у меня нет», ответил я. «Возможно, вам следует решить вопрос оплаты Скалли. Именно она отправила меня умываться сюда». Мужик на миг задумался, услышав имя моей новой знакомой, но быстро что-то для себя решив, продолжил. «Я знаю никакой Калли. Воду мою тратил ты, а значит, и платить будешь ты», сказал он и, подобрав лежащую рядом с ним дубину, начал приближаться ко мне. «Как я уже сказал, денег у меня нет», не придумав ничего лучше, ответил я. «Эта сволочь явно знала Калли и то, что я не вру. Да и вода, я уверен, была бесплатной. Не заметил я очереди, несущей этому уроду деньги». «Денег нет, зато хорошая одёжка. Она вполне сгодится», — улыбнулся он и приблизился ещё на пару шагов. «Одёжка?» — сделал я удивлённое лицо. «Нет, одёжка мне самому ещё пригодится». Сказав это, я выудил из-под себя меч и положил его на колени. С самого начала разговора я нащупал рукоятку и, крепко сжав её, держал оружие на готове. Противник, оценив мой новый аргумент, на секунду застыл, а потом, улыбнувшись ещё шире, сделал новый шаг по направлению ко мне. «Да ладно, одноногий! Кого ты этим напугать решил?» — оскладился он. Решив, что дальше разговаривать бессмысленно, и этот урод не отвяжется, я, сделав максимально невозмутимое лицо, даже с некоторой линцой сполз со своей платформы. Выставив, как и несколько дней назад, одну руку с мечом в сторону, второй подхватил тележку за колесо и, стоя на колени и обрубке, как можно небрежнее бросил ему. «Ну, погнали?» «Кого погнали?» — опешил давно остановившийся бандит. «Нападай, говорю, хватит болтать!» «Эй, парень, э-э-э-э!» — пытался придумать, чтобы ещё сказать ещё недавно наседавший на меня мужик. «Вода дорогая, ты хочешь мою одежду, забыл? А теперь или нападай, или я тебя прирежу, или проваливай к чертям и не трать моё время!» — зарычал я на него, пытаясь скрыть страх, охвативший меня самого. Драться насмерть из-за нескольких литров ничейной воды совершенно не хотелось. Как оказалось, не мне одному. «Прирезать, говоришь?» «Ха-ха-ха-ха!» — нарочито громко рассмеялся мужик, посматривая на бросающих на нас взгляды окружающих. «Проваливай, одноногий! Насмешил ты меня!» «Ха-ха-ха-ха!» Ни слова больше не говоря, я вновь забрался на свою телегу и, дождавшись, когда мужик отойдёт на приличное расстояние, энергично заработав руками, двинулся в обратный путь. Правда, я успел заметить его наполненный ненавистью взгляд, брошенный мне вслед. Не сулил этот взгляд ничего хорошего, но я и на такое разрешение ситуации не надеялся. Меня трясло, сердце бешено колотилось, а руки подрагивали. Хорошо, что для передвижения мне приходилось задействовать почти всё тело. И то, как сильно я перепугался, можно было заметить только по моему лицу. Лицу, которое я изо всех сил пытался держать кирпичом, уже отмытым от засохшей крови, но всё ещё припухшим кирпичом. Оставалось надеяться, что окружающие поверят в мою актёрскую игру. Иначе новых попыток грабежа долго ждать не придётся. Ко многому мы готовились, ожидая момента, когда нам откроется доступ к игре, но не к этому. НПС, пытающаяся отобрать у тебя заработанные в игре ценности? Нет, к этому меня жизнь не готовила. Больших проблем я ждал от игроков или монстров, но имеем то, что имеем. Сначала пнувший меня в спину всадник, теперь вот этот красавец, решивший на ровном месте пристать к новичку. Что-то с этой игрой не так. Ну или может что-то не так со мной, а остальные вполне нормально воспринимают происходящее. Добравшись до дома, Калли пересказал произошедшие со мной события. Она успокоила меня тем, что было бы странно, не нарвись я на неприятности. Такое уж тут место, без приключений никуда. Интересно, это о них говорится, когда система одобряет твою кандидатуру и впускает в новый мир? Возможно, что так оно и есть. Вскоре после меня прибыл Испай. Робот принёс безвкусные батончики, к отсутствию вкуса у которых я всё ещё не мог привыкнуть. Медленно разжёвывая эту пакость, мы с хозяйкой робота проболтали ещё несколько часов. Девушке становилось лучше, и с каждым днём она могла всё больше времени, без ущерба для здоровья, общаться на интересовавшие меня темы. Пару раз в гости заглядывала женщина, как оказалась соседка и единственная приятельница Калли. Марта, как звали женщину, жила где-то неподалёку, и временами навещала хозяйку робота. Так прошли ещё два дня, в которые мы проговорили, казалось, уже обо всём. Я рассказал Калли о себе, о своей жизни, сам задавал кучу вопросов об этом мире, и девушка с удовольствием отвечала на них, стараясь помочь мне. На третий день я решил отправиться на ночную вылазку вместе с роботом. Через несколько дней рана на шее должна была зажить, и я хотел, чтобы к тому моменту, когда я получу свой имплант, у меня в карманах не гулял ветер, а для этого необходимо было работать. Робот был только рад компании, а его хозяйка не возражала. За две следующие ночи мне удалось пополнить свой счёт на рекордные 223 кредита. Робот, у которого был доступ к магазину и аукциону, просвещал меня по ценам на те или иные товары. Так что я уже имел пусть и поверхностные, но хоть какое-то представление о тех суммах, которые мне предстоит заработать. Сегодня намечалась последняя наша ночная вылазка, где мне придётся собирать барахло вслепую. Рана почти зажила, и завтра можно будет вживлять имплант, который откроет мне полноценный доступ к игровому миру. Робот отсутствовал, выполняя очередное поручение. А мы с Калли опять беседовали. «Лино, ты не понимаешь», – спорила со мной Калли. «Даже если я появлюсь на пороге штаба и изложу всё, как было, далеко не факт, что получится. Меня, во-первых, вряд ли кто слушать станет, а во-вторых, сомневаюсь, что поверит в мою историю. Сделано всё было так, что я сама не ожидала подвоха, иначе бы не попалось. Что уже говорить о командовании, для которого я сейчас числюсь, в лучшем случае среди дезертиров. «И всё равно, я считаю, что стоит попробовать. Что ты теряешь, в конце концов», – не сдавался я. «Должны же сохраниться какие-то доказательства этой аферы. Времени прошло столько, что даже если и можно было что-либо нарыть, то всё давно подчистили. Не спорь, пожалуйста». «Ладно, как знаешь. Тогда, если не возвращаться на службу, что ты планируешь делать?» «Не знаю пока. Скопить небольшой капитал и выбраться отсюда». «Ну а ты», – посмотрела на меня девушка, – «ты сам чем заниматься собираешься?» «На самом деле, меня ждут друзья, но не здесь, далеко, в другом мире. Так что моя главная цель – добраться до них. Если при этом удастся прокачаться и немного заработать, я буду только рад». «Звучит интересно», – задумалась девушка, глядя на меня. «Не хочешь со мной?» – решился задать я вопрос. «Чего? Мы в другой мир? Ну а разве вас тут что-то держит? Я, признаться, привык к вам за эти дни. И расставаться вот так не хочется». «Мне тоже будет не хватать наших разговоров», – улыбнулась девушка. «Давай не будем загадывать. Для начала мне нужно окончательно поправиться, а там видно будет». «Но такой вариант возможен», – решил уточнить я. «У тебя билеты в другой мир горят?» «Спай», – спросила Калли, когда от входа послышался шум. «Да, хозяйка, я приходить. Кожаный тут?» «Ты когда меня по имени начнёшь называть, гад?» – крикнул я возившемуся в другой комнате роботу. «Человечек, Лино, не время обижаться. Слушайте меня. Протез правой ноги продаваться. Хороший, дёшево. Надо идти покупать». «Сколько?» – встрепенувшись, сразу сделал я стойку. «Семьсот кредитов, человечек». «У меня столько нет, ты ж знаешь», – сразу расслабился я. «Надо покупать», – настойчиво проговорил робот, входя в комнату и протягивая хозяйке инъектор с лекарством. «Что за протез? И сколько денег у тебя сейчас есть?» – спросила Калли. «Железяка», – обратился я к своему казначею. «Четыреста семнадцать? Кожаный!» – эхидно ответил робот. «Прости, спай, волнуюсь», – извинился я перед роботом, которому только что попенял на плохое обращение. «Ничего, человечек Лино, надо идти работать», – проговорил робот и, опять обернувшись к хозяйке, продолжил. «Зелёный протез для правой нога, плюс пять к ловкости, плюс один к скорости передвижения». «Чего?» – глаза Калли округлились. «И всего за семьсот кредитов?» «Да, хозяйка, надо покупать», – вновь потребовал от нас робот. «Сколько кредитов у тебя осталось?» – спросила она у робота. «Двадцать семь кредитов, хозяйка». «Чёрт, и продать быстро нечего», – с досады проговорила она, глядя на меня. «Что же делать?» «Такой хороший протез?» «Очень», – с серьёзным лицом ответила девушка, и даже кивнула в подтверждение своих слов. «Цена на протезы такого качества начинается от пяти с половиной тысяч». «Ого», – только и смог ответить я. «Почему тогда так дёшево?» «Кто знает, может, его хозяину срочно нужны деньги, может, ещё что. Но долго он в продаже не провисит. Его скоро выкупят». «Идти работать!» «Время!» – гнул своё робот. «Вдвоём успеть заработать!» «Слушай, а ведь это вариант!» «Вдвоём вам вполне по силам заработать за ночь такую сумму. А если попадётся нечто ценное, то, возможно, и быстрее». «Что по времени?» «Рабочие ещё там?» «Пока мы дойти, и рабочие уйти!» «Поехали, человечек Лино!» «Надо покупать!» «Хорошо, хорошо, я тебя понял. Уже идём». И уже обернувшись, Калли продолжил. «Тогда мы побежали. Если повезёт, вернусь уже на ногах!» «Давайте, ребята, всё получится!» – благословила нас на дорогу Калли, и мы начали собираться. Проверив, всё ли при мне, я запрыгнул на платформу. Меч подо мной, железяки для передвижения тут, а больше ничего у меня и нет. «Ну что, веди меня спай, покажем класс!» «Вперёд!» – ответил робот. И, сделав всё так же играющую у него во внутренностях музыку чуть громче, пошёл вперёд, быстро переставляя механические лапки. Глава шестая. Смена планов. Так быстро мы не носились ещё ни разу. Время от времени, проверяя, не ушёл ли лот с протезом, мы бегали до ближайших мусорных кучей и подволакивали всё новые и новые предметы к терминалу. Сегодня мы не заботились ни об издаваемом нами шуме, ни о том, чтобы оставлять как можно меньше следов и изменений в окружающей обстановке. Забыв обо всём, мы в течение четырёх часов сплавляли ненасытному терминалу всё, что представляло хотя бы малейшую ценность. «Ещё пятнадцать кредитов, человечек!» – подбадривал меня робот. «Ты проверял? Он ещё на месте?» – спросил я у робота, не отвлекаясь от перетаскивания очередной порции барахла. «На месте, человечек, на месте! Надо быстрее!» «Тащу, тащу!» – ответил я и с новыми силами начал вгрызаться в почву, подтаскивая себя к терминалу. «Готово! Держи, человечек!» – проговорил робот и протянул мне серого цвета протез. «Давай сюда! Нет у меня сил, чтобы подняться!» Я лежал в двух метрах от терминала, раскинув руки в стороны, и пытался не сдохнуть. Казалось, все имеющиеся в моём виртуальном теле мышцы горели от перенапряжения. Единственная мысль, что сейчас сбилась в моём едва живом сознании, мы успели. Робот, недолго думая, положил мне протез ноги на грудь. А я не в силах сейчас что-либо с ним сделать, просто обнял его и продолжил лежать. «Человечек, одевать?» – поинтересовался спай. «Человечек, отдыхать!» – ответил я. И закрыл глаза. «Одевать? Идти домой, показывать хозяйка! Хозяйка, хвалить спай!» – потребовал робот. «Отстань, железяка!» – отмахнулся я от него. «Не видишь? Я устал!» «Хорошо, тогда отдыхать, но потом одевать!» – уступил робот и пристроился рядом со мной. «Договорились!» – ответил я, глубоко вдохнув свежего ночного воздуха. «Человечек, больше со мной не работать?» – через несколько минут молчания спросил робот. «Почему ты так решил?» – спросил я, приподнимаясь на локте. «Человечек, Лино, вернуть нога! Получить имплант и уходить, да?» «Да мне особенно, некуда пока идти!» «А что, я тебе уже надоел?» «Нет, спай, один работать скучно!» «Ну, значит, пока никуда не пойду!» «Вообще, мы сегодня разговаривали с Калли. С хозяйкой? Хозяйка хорошая, хозяйка умная. Что хозяйка говорить?» «Я звать хозяйка со мной в другой мир!» «Только хозяйка?» «Бросить спай на этой мусоркой и уходить?» «Ты хотел украсть моя хозяйка?» – вскочил робот. «Да нет же, придурошный!» «Успокойся!» «Никто тебя бросать не собирается!» «Я хочу заработать тут и отправиться в другой мир, к своим друзьям!» «Уходи!» «Хозяйка, мне оставляй и уходи!» – все еще смотря на меня с подозрением, быстро проговорил робот. «Ты угомонишься, нет?» «Что-то разнервничался так!» «Я и тебя зову с собой!» «Мы ж друзья!» «Мы?» «Все вместе?» «Да, дружить!» «Я и мой хозяйка дружить с Кожаной!» «Сам ты железный!» «Консервная банка на ножках!» «Как?» – ошалел робот. «Не заискрись там!» – едва сдерживая смех, проговорил я. «Все, хватит!» «Договаривались же называть друг друга по имени!» «Я вас обоих звал со мной!» «Ты как, не против?» «Я с хозяйка!» – сразу сориентировался робот. «Ну, значит, никуда я от вас пока не денусь!» «А там посмотрим!» «Куда смотреть?» «Все, спай, отстань!» «Это выражение такое!» «Значит, что неизвестно, что будет дальше!» «Но я бы не хотел с вами обоями расставаться, понимаешь?» «Конечно, понимать!» «Спай классный!» И довольный робот, сделав музыку громче, начал слегка покачиваться на своих ножках в такт мелодии. «О, ты чудо!» «Это да!» – не выдержал я и захохотал, глядя на танцующего робота. «Ну что, попробуем?» – спросил я у робота, когда он закончил плясать. «Одевать!» – качнул робот корпусом в знак согласия. Усевшись на свою тележку, я развязал узел, в котором была завязана штанина. Закатав ее до середины бедра, благо ширина штанины позволяла это сделать, я примерил протез. «И как его использовать?» «Как он цепляется?» – обратился я к роботу. «Нога держать ровно, протез прижать, ждать!» «Хм, ясненько», – ответил я и выполнил указание. Первые несколько секунд и ничего не происходило, и я покосился на робота. Тот, подойдя ко мне, нагнулся над протезом и нажал на неприметную кнопку на икре. «Ждать!» – снова сказал Спай. Я почувствовал, как протез начал нагреваться. Когда температура уже ощутимо набралась и вот-вот должна была начать приносить дискомфорт, с верхней части протеза выскочили четыре крючка и вцепились мне в обрубок ноги. «А-а-а-а-а-а!» – заорал я. Но тут же замолчал, почувствовав четыре укола из каждого крючка. Обезболивающее подействовало мгновенно, а я сидел и с расширившимися от ужаса глазами смотрел на свою ногу. Долбанный протез как будто ожил и копался сейчас в нижней части культи, оставшейся от моей ноги. Не знаю, что он там пытался сделать, но спустя некоторое время всё прекратилось. «Это всё?» — обратился я к роботу. «Шевели нога!» — сказал тот. И я на автомате повиновался. Протез послушно сжал и разжал пальцы, провернув ступней по часовой стрелке. «Хо-хо! Работает! Круто!» — обрадовался я. Осторожно, не торопясь, я приподнялся, всё ещё концентрируя основной вес тела на здоровой ноге. Спустя пять минут я уже смело ходил, бегал и прыгал. Протез один в один, повторяющий по форме человеческую ногу, сидел как родной. «Ив, выглядит круто!» — сказал я роботу, следившему за мной. «Да, ты теперь не совсем кожаный!» — ответил тот. «Да ладно тебе! Неужели ты за меня не рад?» — улыбнулся я. «Рад, человечек, рад! А теперь домой!» «Хорошо, пошли!» — согласился я. «Надо сообщить Калле, что всё получилось. А то она переживает, наверное». Бросать тележку было жалко, хотя и нерационально было таскать лишнюю тяжесть на себе. Посмотрев некоторое время на честно исполняющие свой долг приспособления, я решил не заниматься ерундой и, отнеся её к ближайшей куче, бережно припарковал, накрыв куском ткани. Мало ли. «Блин, я уже забыл, сколько часов нахожусь тут. Похвастаемся Калле приобретением, и я отдыхать. «Хорошо, человечек, когда ты теперь приходить?» «Вечером вернусь обязательно. Нам же ещё имплант ставить не забыл?» «Помню! Будет хорошо! Имплант хорошо!» — согласился робот. Первая радость от вновь обретённой способности ходить уже прошла, а вот усталость от проделанного объёма работы никуда не делась. Так что шли мы не спеша. Хоть робот и пытался поначалу меня подгонять, но быстро сдался. Сделав энергичную мелодию неизвестной мне песни чуть громче, он довольный шагал рядом. Обратная дорога заняла около получаса. Пусть и медленно, но на своих двоих я передвигался гораздо увереннее, чем на тележке. Уже подходя к жилищу робота и его хозяйки, я обратил внимание на взгляды некоторых из их соседей. Те выглядели ошарашенно, видимо, разительная перемена в моём состоянии вгоняла их в ступор. Улыбаясь на такую их реакцию, я даже немного повеселел. Пройдя в первую комнату, положил оружие на свою кровать, которая почему-то была расправлена, и вслед загомонящим роботом прошёл в комнату Калли. «Хозяйка! Хозяйка! Мы вернуться! Справиться! Успеть и вернуться! Хозяйка, просыпаться! Смотреть на новой нога!» Робот выплясывал, кружась по комнате и покачиваясь в такт музыки. А я стоял не в силах произнести ни слова. «Спай!» — тихо проговорил я, когда комок, подкативши к горлу, отступил. «Спай! Успокойся! Человечика не любить музыка! Давай танцевать со мной! Хозяйка, просыпайся, хозяйка!» «Спай! Она не спит! Она мертва!» — проговорил я и уселся на пороге комнаты. Опустив лицо, я закрыл его ладонями. Робот, замерший после произнесённых слов, мгновенно отрубил музыку и бросился к девушке. Радость, сопровождающую нас всю дорогу до дома, как волной смыла. Вскарабкавшись по одеяло, он взбежал на кровать и приблизился к лицу Калли. Девушка лежала с открытыми глазами и гримасой страха и отвращения на лице. А на её груди расплывалось, пропитывая одежду и постельное бельё, кровавое пятно. «Человечика! Помогать! Лечить! Будить!» — практически прокричал робот, повернувшись ко мне. «Хозяйка! Хозяйка!» «Мне жаль, дружище, но я ничем не могу помочь. Ей уже ничем не помочь!» «Кто? Кто убивать её?» — подскочил на кровати робот. Спрыгнув с кровати, он за секунду оказался вплотную ко мне. «Что делать, Лино?» — спросил робот, всматриваясь в моё лицо. А я не знал, что ему ответить. «Не знаю, друг», — ответил я. «Я не знаю». Робот начал метаться по комнате, явно пребывая в истерике. Случайно стукнувшись о кровать корпусом, робот разозлился ещё сильнее и начал уже целенаправленно врезаться в край кровати. И непонятно было, чего больше в этом поступке — намерение отомстить препятствию, преградившему ему путь, или желание разбить себе голову, чтобы не сходить с ума. «Спай! Спай! Успокойся!» — прикрикнул я на робота. «Хозяйка! Убили! Спай не защищать! Уходить! Нападать, когда Спай работать! Убить! Спай их всех убить!» «Эй, дружище, остановись! Убить! Всех убить!» Робот, казалось, не слышал ничего вокруг. «Спай! Спай!» — по весь голос крикнул я, хватая робота за лапы. «Успокойся, я тебе говорю!» Схватив упирающегося робота обеими руками за лапы, притянул его к себе и прижал, не давая вырваться. «Лино, помоги! Мстить! Надо мстить!» «Помогу, дружище, конечно, помогу!» — сквозь бегущие по лицу слёзы проговорил я. «Они ответят нам за то, что сделали!» Робот, наконец, найдя опору в новом знакомом, немного успокоился и принялся думать. Он отомстит всем, кто причастен к её гибели. Но торопиться не следует. Нельзя, чтобы виновный смог избежать наказания. Осталось только выяснить, кто причастен к её смерти. «Лино, иди отдыхать! Спай собирать улики!» — после недолгих раздумий проговорил робот. «Уверен? А Калли? Её ведь надо похоронить!» «Лино, уходить, отдыхать! Возвращаться вечером! Спай всё осмотреть, найти улики! Вечером хоронить хозяйка!» «Возможно, ты и прав. Я вечером обязательно зайду, слышишь? Жди меня к восьми часам!» «Хорошо, друг Лино! Восемь часов!» Признаться, поначалу я боялся оставлять робота одного. Переживал больше за то, что тот пойдёт учинять кровавую резню по соседям, убивая всех без разбора. Но, понаблюдав за ним некоторое время, удостоверился в том, что тот успокоился. И, как и обещал, принялся осматривать жилище на предмет оставленных убийцами следов. Не желая отвлекать или мешать ему, я, стараясь не делать лишних движений, улёгся на уже осмотренную им кровать и вышел из игры. Настроение было ужасным, и никакие доводы не убедили бы меня в том, что умерший человек был ненастоящим. Калли была НПС, но она была живой. Не важно, что скажут другие, не важно, как к ней отнесётся кто-то ещё. Для меня она была человеком, со своей историей, со своей судьбой, мыслями, переживаниями, характером, планами и мечтами. Этот персонаж мечтал, думал, строил планы, которым теперь не суждено было осуществиться. Да она во всём этом грёбанном мире была единственной, кто отнёсся ко мне по-человечески. Приютил, вылечил и отдал последнее, находясь при смерти. Поднявшись из капсулы, я всё ещё погружённый в свои мысли прошёл на кухню, набрал себе стакан воды и вернулся в комнату. Спустя некоторое время я вынырнул из своих мыслей из-за голосов, настойчиво зовущих меня. Осознал я себя сидящим на постели, в одной руке был коммуникатор, во второй всё ещё полный стакан воды. Из трубки доносился голос Марка, который пытался до меня докричаться. «Да, да, я здесь», — ответил я и отпил воды, постепенно приходя в себя. «Ты чего там, уснул? Как успехи твои?» «Всё в порядке», — на автомате ответил я. «Развиваюсь потихоньку». «Может, помощь какая-нибудь нужна? Подсказать чего? Посоветовать?» «Нет, всё в порядке. У вас как дела?» «Да мы минут двадцать уже обсуждаем, как у нас дела. Ты не слушал, что ли?» — услышал я голос Кары. «Простите, ребят, очень устал. Пойду я отсыпаться», — проговорил я и нажал отбой. Не помню, как я взял трубку. Видимо, на автомате ответил на вызов. Чего мне сейчас точно не хотелось, так это обсуждать произошедшее и делиться впечатлениями об игре. Часть из их разговоров всё-таки смогла пробиться сквозь барьер, нахлынувший на меня апатией. Ребята с таким энтузиазмом обсуждали какие-то свои незначительные успехи и сокрушались над чем-то совершенно, на мой взгляд, несущественным. Рассказывать или даже упоминать о трагедии, произошедшей в моём мире, было бы кощунством. Не хотелось мне делиться своими эмоциями или переживаниями. Сейчас мне нужно было поскорее лечь, чтобы быстрее вернуться к спаю, оставшемуся в одиночестве, в том враждебном мире. Допив остатки воды, я поставил стакан на тумбочку и лёг на кровать. «Отдых, сейчас мне нужен отдых», проговорил я, уже погружаясь в сон. В игру я зашёл чуть раньше оговорённого срока. Умывшись и плотно поев, не теряя времени, забрался в капсулу так, что уже в 7.30 открыл глаза в жилище Калли. «Спай!» — позвал я робота. Робот не ответил. Прислушавшись, понял, что его здесь нет. Сев на кровать, осмотрел ногу с протезом. Никаких воспалений, дискомфорта или неприятных ощущений не было. «Уже легче», — произнёс я, поправляя штанину. Не зная, чем себя занять в отсутствии робота, решил последовать его примеру и осмотреть помещение. Каких-либо следов я не обнаружил, но общее состояние помещения говорило о том, что здесь явно кто-то рылся и что-то искал. Пройдя в комнату Калли, заметил, что и там неизвестные навели беспорядок. Девушка всё так же находилась на том же месте, только теперь была укрыта простынями, на которых и лежала. Все личные вещи девушки были разбросаны, а потайное отделение в кровати убийцы обнаружили и выпотрошили. Только сейчас я вспомнил о том, что именно там хранился обещанный мне имплант. «Чёрт!» — выругался я, когда понял, что лишился ещё и его. А ведь все накопленные кредиты, в том числе и те, что были у девушки, мы с роботом потратили на протез. Спай появился минут через десять. К тому времени я уже вернулся в свою комнату. «Лину пришёл!» — обрадовался моему появлению робот. «Да, дружище, я же обещал. Как ты?» «Спай искать следы, проверять вещи, убийцу украсть вещи хозяйки». «Да, я тоже заметил, что они обнаружили тайник. С соседями не разговаривал?» «Все сосед плохой, не понимать ничего. А травы кушать и смотреть, как больной». «Так это что, те, кто со стеклянными глазами, они не чокнутые? Они под какими-то наркотиками?» «Да, человечек Лину, на свалка таких много». «Да, я когда умываться ходил, много таких видел», — проговорил я. И тут меня осенила догадка. «Слушай, я же вчера перед твоим уходом ходил к источнику воды, и там случился конфликт с одним типом». «Какой тип? Примятый?» — тут же сделал стойку робот. «Сейчас», — постарался вспомнить я, как выглядел приставший ко мне мужик. «Про рост-то не скажу, я тогда на него снизу смотрел, но вряд ли выше среднего. Тёмные волосы, упитанный, в тёмно-серых штанах и чёрной безрукавки был. Он стоял недалеко от крана, когда я подъехал. А когда умылся, начал требовать с меня плату за воду». «И ты платить?» «Нет, конечно». Сказал ему, что денег у меня нет. Тогда он потребовал отдать ему мою одежду. Ну, я достал меч и предложил попробовать забрать у меня вещи. «Он следит за тобой, да дом-хозяйка? Откуда он знать про дом?» — задал резонный вопрос робот. «Э-э-э, нет. Но я в разговоре упомянул Калли. Сказал, что та велела в случае чего обращаться с претензиями к ней. Он её точно знал, я уверен. Но мне сказал, что нет. Вот только на местного он не сильно походил. Слишком хорошо был одет. И не такой истощённый, как местные. Я тебя понять, человечек. Возможно, один из банды Сайдека», — проговорил робот, о чём-то размышляя. «Ты, кстати, с Мартой не разговаривал? Может, она что-нибудь видела? Нет, ходить к ней. Но Марта нет дома». «Давно ходил?» «Три час назад ходил», — ответил паук. «Может быть, ещё раз сходим? Вдруг она вернулась?» «Хорошо, идём», — согласился робот. Дом Марты, как оказалось, находился на противоположной стороне улицы, совсем близко от нас. Дорога не заняла и пары минут. Людей на улицах поубавилось. Лишь несколько, как я теперь уже понимал, обдолбанных местных жителей сидели у своих домов и пялились в пространство. Соседка и подруга Калли была у себя. Когда мы появились у неё на пороге, то застали ту за сбором вещей. «Марта?» — спросил я, входя в помещение. «Ой!» — женщина вскрикнула и даже подпрыгнула на месте от неожиданности. «Прости, не хотел тебя напугать. Ты чего это? Собираешься куда-то?» «Да», — через пару секунд ответила так, когда оглядела нас. Женщина была явно напугана и не ожидала нас увидеть. «Ты в порядке?» — спросил я. «Да, всё хорошо». «Так куда ты? Не помню, чтобы ты говорила о том, что планируешь переезд». Робот, пока не вмешивающийся в ход беседы, прошёл в комнату и остановился в углу, посматривая вокруг. «Уезжаю. Не могу тут больше находиться». «Ты видела что-то, не так ли?» «Ты о чём?» — резко повернулась она ко мне, всё ещё сжимая в руках свою одежду. «Я об убийстве Калли. Ты же знаешь, кто это сделал?» Девушка побледнела и, немного помедлив, присела на шаткий стул. Убранство в её доме выглядело в разы хуже, чем у Калли. Дом, который я посчитал за ночлежку бомжей при первом моём появлении у них. Если у Калли был спай, который каждую ночь работал и приносил неплохую прибыль, то у Марты такого помощника не было. Думаю, это и стало основной причиной, почему Калли тут не взлюбили. Банальная зависть. Никто ведь не знал, что большую часть кредитов, что зарабатывал робот, они тратили на лекарства. И каждый, пусть и не в открытую, пытался учинить какую-нибудь пакость богатенькой соседки. Почему с Марты у них всё-таки сложились приятельские отношения, я не знаю. Но она была единственной, кого Калли допускала к себе. Сейчас же она была единственным свидетелем произошедшего, которому мы могли доверять. А я уверен, Марта знает, кто именно побывал в доме у подруги. «Марта, кого ты видела? Говори!» Чуть настойчивее проговорил я. «Марта, нам сказать! Мы мстить за хозяйка!» — подал голос спай. «Это были люди Сайдока», — после недолгих раздумий всё же призналась женщина. «Опиши их, пожалуйста, сколько их было». Их было трое. Я как раз вышла из дома, собиралась сходить за водой, когда увидела, что они заходят в дом Калли. Не знаю, из-за чего произошёл конфликт, но Сайдок давно точил зуб на Калли из-за того, что та не платила ему за проживание здесь. Но я уже подумала, что он с этим смирился. А тут нагрянули. Я слышала ругань, доносившуюся из дома. «Так её убили?» «Да, они её зарезали», — мрачно проговорил я. «Ты не знала?» «Нет, я слышала, что они ругались. Слышала крики, доносившиеся из её дома, но зайти после их ухода побоялась». «Так ты видела, как они уходили?» «Да, но не думала, что они её убили. Значит, тем более надо отсюда уезжать». «Погоди, ты не рассказала, как они выглядели? Или как их звали? Ты видела их раньше?» «Как зовут, не знаю, но один из них вечно околачивался у источника. Приставать ко мне пытался мразь». «В чём он был?» «Опиши его». Среднего роста, тёмные волосы в безрукавке. Второй — неприметный, худощавый, в какой-то робе. И третьим был лысый, самый крепкий из них. «Я тебя понял. Спасибо. Ты не в курсе, где их можно найти?» «Лино, правильно. Тебя ведь Лино зовут. Не стоит тебе в это дело вмешиваться. Они и тебя убьют». «Марта, просто скажи, где их можно найти». «Ну, один, как я и говорила, вечно ошивался у источника. А вообще база Сайдека находится в верхнем городе. Об этом все местные знают». «Спай, в курсе, где это?» Обратился я к роботу. «Найдём!» Уверенно проговорил робот. «Ещё раз спасибо, Марта». «Так куда ты теперь?» «Не знаю, но подальше отсюда». Девушка поднялась и пошла в нашу сторону. И я понял, что нам пора. Не став задерживаться и злоупотреблять гостеприимством, ещё раз попрощался и вышел. «Идти мстить?» Просил робот, когда мы отошли от дома Марты. «Нет, Спай, боюсь, мы пока не готовы. Так с наскока их не взять». «Убить мужику источник воды», сказал робот, чуть обогнав меня и встав на пути. «Давай зайдём в дом и поговорим». «Хорошо, а?» Подходя к дому, я осматривал окрестности, но никого подозрительного не заметил. Вот только это ещё ничего не значило. Я был уверен, что задерживаться тут бесполезно. Когда мы зашли в дом, паук занял угол комнаты и в ожидании уставился на меня. «Говорить?» То ли потребовал, то ли предложил Спай. «Ну, давай говорить», — вздохнул я. «Слушай, я тоже хочу отомстить, и не нужно смотреть на меня, как на врага народа». «Тогда идти мстить!» «Помолчи, ладно?» «Давай я закончу, а потом ты будешь вставлять свои ценные фразы». Наверное, больше от нервов вспылил я. «Говорить», — опять произнёс робот, и пристальнее уставился на меня. «Если, как говорит Марта, у них там целая банда, то нам не справиться. Во всяком случае, сейчас. У нас нет ни оружия, ни брони, и по одной жизни на брата. Я ведь до сих пор не обзавёлся имплантом». «Понимать?» «Дальше», — кивнул робот. «Второй момент. Я задумался, действительно ли хочу этого, и понял, что да, хочу. Ограничиваться этими тремя я не хочу. Нужно избавляться сразу ото всех. Всю их банду нужно убивать. Так будет правильно. И по отношению к тому, что они сделали, и так мы избавимся от проблем в будущем. Думаю, главарь банды не оставит без внимания смерть троих своих бойцов в трущобах. А нам с тобой не нужен хвост из озлобленных бандитов, желающих поквитаться за своих подельников. Ведь так? Так, убивать всех, — согласился со мной спай. «И ещё. В первую очередь нужно похоронить Калли и уходить отсюда. Оставаться здесь небезопасно». «Согласный. Человечек Лино, ты умный». «Спасибо, железяка», — улыбнулся я такой похвале. «Я знать, где хоронить хозяйка». «Хорошо. Далеко это отсюда. Двадцать минут топать человечку». «Тогда пойдём, а то скоро уже стемнеет». «Так как ценных вещей, обшарившие тут всё бандиты, нам не оставили, большого количества вещей при нас и не было. Взяв свои немногочисленные пожитки и тело Калли, мы двинулись на выбранное роботом место. Шли по большей части молча. Не знаю, о чём думал шедший впереди робот, а я не мог отделаться от ощущения реальности происходящего. Слишком по-человечески вели себя НПС. Слишком правдоподобно всё это выглядело. Когда мы добрались до места, я понял, что робот не ошибся. Пусть на дорогу ушло необещанное паукам двадцать минут, а все сорок, но место того стоило. Участок земли, на котором мы находились, возвышался над землёй по меньшей мере на тридцать метров. Пологий скат с одной стороны и резкий, практически вертикальный обрыв с другой. Вид, открывающийся с возвышенности, мне понравился. И пусть всю площадь, стелившись у подножия холма, занимала свалка, в вечернее время это было красиво. Выкопав яму, мы уложили тело Калли и присыпали землёй. А у изголовья установили валун, найденный неподалёку. Пусть и сделали мы немного, но последние почести сильной и доброй девушке мы отдали. Слегка запыхавшись, я сел спиной к могиле, свесив ноги с обрыва. Свалку медленно накрывала ночь, с каждой минуты становилось всё тише и тише. Местные жители разбредались по своим домам, рабочие прекращали шуметь, а на небе начали проявляться звёзды. Робот подошёл ко мне и присел рядом. Протянув руку, я погладил своего приятеля по голове и прижал к себе. Мы сидели и молча смотрели вниз, смотрели на то, как постепенно начинают зажигаться огоньки в тех местах, где жили люди, как корабли, летающие по ночному небу, сбрасывают на свалку новые порции мусора. Смотрели и молчали, каждый думая о своём. Глава седьмая. Новая жизнь. Утро началось с уже ставшей обязательной конференцией. Ребята звонили каждый день и обменивались новостями. Немного придя в себя после случившегося, я уже с большим интересом слушал рассказы ребят о том, чего они успели добиться. Марк похвалился тем, что был принят в служение к одному, пусть не самому зажиточному, но благородному рыцарю, вооруженосце, и уже успел обзавестись личным оружием. Немногословный Фазир, до десятой процента вычисливший свой шанс на попадание в Академию магии, заверил, что всё у него идёт по плану. Кара, с которой отношения у нас до сих пор были натянуты, долго рассказывала о прелестях жизни во дворце, но пожаловалась на большое количество работы, что навалилось на неё. Ребята развивались. Все трое уже выбрали оговорённые ранее классы. Марк, взявший четвёртый уровень, пока лидировал по этому показателю. Фазир и Кара добрались пока до третьего. «У тебя как успехи, Лино?» – спросил Марк, и ребята замолчали в ожидании ответа. «Сложный вопрос», – задумался я. Рассказывать от начала и до конца пережитое мной не хотелось. Почему-то история знакомства с Калли казалась мне чем-то личным. А успехов, как таковых, и не было. Мало того, я ещё даже интерфейсом не обзавёлся, и, по сути, в игру не вступил. Собственно, достижений у меня всего два. Мне удалось восстановить утраченную ногу и не сдохнуть. «Какой уровень у тебя?» – спросила Кара. «Пока никакой. Были сложности в начале игры. Как оказалось, получить интерфейс в этом мире – дело непростое». «Да», – проговорила девушка. Но надо отдать ей должное, больше ничего не сказала. «Говорю же, сложный вопрос». «Дружище», – после паузы проговорил Марк. «Ты же говорил, что у тебя всё в порядке». «Так и есть», – не зная, что ответить сказал я. «Я всё понимаю, но прошло уже столько времени, и совсем ничего не добиться. Может, выбрать и другой мир, раз в этом так сложно?» «Нет, всё будет нормально. Я как раз встаю на ноги. Дальше будет легче». «И всё-таки», – продолжил Марк. «Я и Кару уже успели встретиться. Фазик в соседней деревне живёт, но скоро прибудет к нам в столицу, учится с магией. Появится возможность фармить. Нам нужен будет Хилл или Барт, а тебя нет». «Да, может, тебе всё-таки в наш мир вернуться и начинать тут?» – спросил Фазир. «Кем? С Венопасом? Я прям вижу, как иду во дворец и подхожу к страже, спрашиваю, дома ли Фрейлина, и выйдет ли она пофармить. Как думаешь, меня сразу зарубят? Или сначала в темнице подержат пару недель?» «Да, ну, не знаю. Тебе там в твоём мире виднее, есть ли перспективы», – решил Марк. «Кстати, я, когда в ваш мир попаду, то буду свободен от начальников, сюзеренов и прочего. А как вы собираетесь от них отделываться? Или будете отпрашиваться каждый раз, как соберёмся на квесты или пофармить?» «Ты сначала доберись», – ответила Кара. «И правда, Лино, рано пока загадывать. Но ты прав. Этот момент нужно обдумать. Хотя сейчас мы от этих начальников и сюзеренов, как ты сказал, получаем огромную пользу. Игроки со свободными ролями развиваются очень медленно». Игроком со свободной ролью считаются те, к кому досталась роль горожанина или путешественника, не привязанные к определённому месту или человеку игроки. Таких, по словам Фазира, было больше 70%. Тех же, кто, как и ребята, получали приписку к персонажу игры, считали счастливчиками. «Так что о нас не переживай. Что там за мир у тебя хотя бы?» «Я пока мало где был. Но, судя по тому, что слышал от знакомых, мир серьёзно развит. Будущее с космическими кораблями, межпланетными перелётами и прочим. На моей планете большая часть жители люди, но существует множество других рас». «Хм, прикольно», – произнёс Фазир. «Не люблю космическую тему. Но на пришельцев бы глянул. Как выглядят-то?» «Сам пока не видел», – признался я. «Как получу интерфейс, и появятся возможности для съёмки фотографий, покажу. Вы, кстати, насчёт видеотрансляций не думали?» «Кар, возможно, займётся», – сказал Марк. «Я ничего не обещала. Не хватало мне ещё монтажом заниматься целыми днями. Вон пусть Фазик записывает. Я торгую в лавке. Ничего интересного не происходит. Да и покупки своих клиентов снимать не стоит. Разбегутся все». «Это да», – проговорил Марк. «В общем, это не главное сейчас. Ладно, времени уже много, мне пора в вирт. Да и вам советую заняться тем же. Лино, ждём от тебя результатов». «Ага», – подтвердил я. «Удачи вам». Сегодня главной задачей для нас со спаем было найти укромное место, которое подошло бы для строительства нашей новой базы. Уже около часа мы шли, исследуя свалку на предмет чего-либо подходящего под наши запросы. «Не устал, человечек?» – спросил робот. «Нет, спай. Всё в порядке. Идём». «Что делать, когда найдём место?» «Пока не знаю. Надо будет подумать, что делать. В любом случае, как найдём подходящее место и обоснуемся там, придётся отправляться на заработки. Мне нужен имплант. Без интерфейса опасно». «Опасно», – согласился робот. «С интерфейс убивать нельзя». «Почему нельзя?» – удивился я. «Убить, стать преступник. Полицейский дрон тебя находить и убивать». «Вот это новости. Тогда дело становится ещё более рискованным, чем я рассчитывал». «Кожаный испугаться?» «Нет, железяка, не испугаться я», – передразнил я паука. «Я думать, что стать сложно. Нужна хорошая защита, хороший оружий». «Не смешно», – обиделся робот. «Почему же? Иногда очень смешно». Спай замолчал и даже отошёл от меня чуть в сторону, продолжая, тем не менее, двигаться в нужном направлении. «Да ладно тебе, не дуйся, железный. Как будет возможность, купим тебе новый голосовой модуль». «Правда?» – обрадовался робот и подбежал ко мне, заинтересованно глядя снизу вверх. «Правда, правда. Кстати, что ещё можно тебе купить? Какие есть улучшения для роботов?» «Разный», – снова принялся коверкать слова паук. «Улучшенные сервоприводы, оружейные модули со всякими пушками. Процессор у меня хороший, потянуть разный модуль». «Хм, значит, будем улучшать тебя по возможности. Ну, а мне в любом случае нужно будет приобрести какое-нибудь стрелковое оружие. Ближний бой – штука хорошая, но не хочется мне подставляться». «Огнестрел дорого, много кредит стоит. Плазменное и грави оружие очень дорого, много кредит нужно. Давай сейчас решим вопрос с базой, а вечером сходим к терминалу, посмотрим на цены. Броню какую-нибудь купить тоже не помешало бы. Днём, кстати, можно прошерстить свалку. Может, удастся найти что-нибудь ценное». «Хорошо, я наверх», – сказал Спай и указал лапкой на возвышающийся впереди мусорный холм. «Давай, жду тут». Оставшись внизу, я смотрел на то, как робот, старательно работая тремя парами конечностей, взбирается на очередную мусорную кучу. Остановившись на самом верху, он, медленно вращая башни, высматривал перспективные места и проверял округу на наличие опасности. «О полицейских дронах я услышал сегодня в первый раз, но кроме них были и другие враждебные нам существа. Всевозможные свихнувшиеся роботы, дикие животные и, конечно, люди. Не в наших интересах было попадаться сейчас к кому-либо из них на глаза. Пусть я уже не тот, практически беззащитный калека, что был раньше, теперь я могу ходить, но и серьёзным бойцом я себя назвать не могу. А справиться с 16-летним подростком для многих живущих тут задача не самая сложная. Основная ударная сила нашего отряда сейчас – это Спай. Робот поддержки, который без соответствующих модулей тоже не тянет на серьёзного бойца. Правда, паук мог устроить проблем для любых представителей кожаной фауны. С роботами же сталкиваться вообще было противопоказано. «Есть интересное место, Лино!» – спустившись, сказал Спай. «Рассказывай», – немедленно попросил я. «Звездолёт, неисправный, старый, давно лежит». «И что, рядом нет никого? Просто бесхозный звездолёт?» – недоверчиво проговорил я. «Сильно сломанный, рядом никого. Идти смотреть!» «Ну, хорошо, идём», – согласился я. К увиденному роботам месту мы шли не меньше получаса. Находился тот в центре огромного котлована и по самую середину врос в землю. Видимо, робот был прав, когда говорил, что он старый. Пролежал он на дне не один год. Что же касается поломок, тут Спай даже приукрасил. Сильно сломанный – это слабо сказано. Искорёженный так, что я не сразу опознал в нём некогда сигарообразный летательный аппарат, представляющий собой жалкое зрелище. Больше половины корпуса, начиная от капитанской рубки, было сплющено и изъяло десятками пробоин. Восстановлению это чудо научной мысли уже точно не подлежало. «Идём смотреть, человечек!» – радостно предложил Спай и первым побежал к кораблю. «Осторожней там, Спай!» – крикнул я роботу, тоже ускоряясь. Стараясь не навернуться на валяющемся в беспорядке мусоре, я пробрался к открытому грузовому шлюзу корабля. Вряд ли это был боевой корабль. Скорее, разведчик какой-нибудь. Слишком скромный, имел размеры. Да и вооружение я не заметил, хотя его, конечно, могли демонтировать. «Закрыт!» – с явно довольным видом сообщил Паук. «Жилой отсек для команды закрыт!» «Чего ты радуешься-то?» – проговорил я, глядя на покорёженную, но крепко держащуюся дверь. «Спай сможет открыть!» Дверь заклинила. Сомневаюсь, что получится. Даже имеемый код доступа. «Не нужно код, нужно резак! Только батарея слабый. Купить новый батарей для Спай!» «У тебя батарейки садятся?» – удивился я, не задумываясь о том, где берёт энергию для жизни робот. «Да, долго резать. Старый, но крепкий металл». «Купим, конечно», – пообещал я. «Давай только проверим. Может быть, есть дыра в корпусе, через которую можно забраться в него снаружи?» «Спай проверить! Но батарею надо купить всё равно!» «Хорошо, хорошо, я же уже пообещал!» Услышав устроивший его ответ, робот отправился на поиски подходящей пробоины. Я, не придумав ничего лучше, решил осмотреть окрестности на предмет ценностей. Большей частью мусора, валяющейся в непосредственной близости к кораблю, были пластиковые бутылки различной формы и размера. У самого корабля они спеклись в однородную массу, что делало поверхность вполне пригодной для свободной ходьбы. А вот по краям котлована творился настоящий беспредел. Полоса препятствий, для преодоления которой мне пришлось задействовать всю свою силу и ловкость. Напороться на что-нибудь острое было легче лёгкого. С одной стороны, это затрудняло вход и выход для нас самих. А с другой, такой забор с насколько не преодолеть. Появись тут хищники, у нас будет достаточно времени, чтобы приготовиться к их встрече. В общем, место мне понравилось. Вернувшись к кораблю, хотел найти проводку, которая должна быть тут. Вот только всё свидетельствовало о том, что побывавшие тут до нас люди поснимали всё, что вообще можно было снять. Об этом говорила и отодранная от стен обшивка и пустые каналы, в которых раньше находились кобеля. Жаль, что не удалось разжиться цветметом. Зато, уверен, многие уже в курсе, что брать здесь нечего. И, следовательно, можно было не так опасаться незваных гостей. Заслышав шум, доносящийся откуда-то из внутренности корабля, я решил пойти глянуть, чем там занят мой напарник. «Спай, ты чего там шумишь?» — крикнул я в одну из пробоин, вглядываясь в её тёмный зёв. Шум прекратился, и послышался перестук металлических ножек паука. Вынырнул спай из соседней пробоины. «Спай, найти хорошая дырка!» — сообщил он радостно. «Теперь резать проход в каюты!» «А как же батарея? Не сядет?» «Нет, тонкий металл и обшивка. Справляться!» «Ну, хорошо. Скажешь, как можно будет посмотреть». «Пойти со мной, если хочешь смотреть!» — позвал меня робот, и, призывно махнув лапкой, снова скрылся в хорошей дырка. Пробоина находилась почти у самой земли, так что мне пришлось встать на четвереньки, чтобы начать протискиваться сквозь отверстия. Неровные рваные края, пробитого вражескими снарядами корпуса, были загнуты вовнутрь и не представляли опасности. Если получится пробиться в жилой отсек, нужно будет озадачить робота выгибанием острых частей наружу или вообще приладить к отверстию дверцу. Протискиваясь внутрь, с уважением глянул на толщину металла. Интересно, удастся ли скормить его терминалу? Думается, что вряд ли для этих целей использовалось что-то дешёвое. Надо будет поискать, вдруг где завалялся оторванный кусок. Спай потратил половину оставшегося заряда батареи на то, чтобы пробиться в жилой отсек. Вот только мне пришлось спешно выбираться наружу, так как запах, вырвавшийся из жилого помещения, был омерзительным. Развернувшись, я пополз на выход и, оказавшись на свежем воздухе, начал усиленно дышать, пытаясь провентилировать свои лёгкие от того смрада, который успел вдохнуть. Дожил, воздух свалки называть свежим. Но по сравнению с тем, что мне пришлось вдохнуть там, он был действительно таким. «Труп!» — известил меня Спай, выбравшись наружу. «Понятно теперь. Что же они даже людей не извлекли из корабля?» «Не людей! Это корабль ксенов и труп их!» «Что за ксены?» — заинтересовался я. «Сейчас покажу!» — сказал робот и вернулся в корабль. Спустя десять минут робот показался в отверстии, с тяжёлой для его размеров ношей в передних манипуляторах. «Лино, помогать?» — с надеждой обратился он ко мне. «Конечно, дружище! Сейчас!» Подойдя к пауку, я сдвинул того чуть в сторону и, ухватившись за куртку, помог вытащить тело инопланетянина наружу. «Ну, что я могу сказать по поводу внешнего вида этого существа?» «Зрелища впечатляющие!» «Не знаю, как они выглядят при жизни, но полуразложившийся труп вызывал омерзение. Гуманоид примерно моего роста, судя по отверстиям, в почти лишённом кожи и мышц черепе трёхглазый. Имел ли инопланетянин волосяной покров при жизни — неизвестно, но нос, судя по всему, отсутствовал, так как отверстий, как на человеческом черепе, не было». «Страшный какой!» — проговорил я, отойдя в сторону, чтобы не дышать жутким ароматом разложения. «Да, человечек, как и ты!» — кивнул робот. «Сволочь ты, спай!» — усмехнулся я. «Я по сравнению с ним красавец!» «Да, да, кожаный!» — пробубнил себе под нос паук и принялся снимать с трупа одежду. «Ты чего это?» «Одежда тебе носить!» — указал на труп спай. «Она ж воняет, да и грязная вся! Я эту гадость не одену!» «Отмыть грязь, подождать — и запах уйдёт!» «Чёрт, ты, конечно, прав, но после трупа...» «Блин, был бы он хотя бы свежий!» — пожаловался я, уже понимая, что отказываться от одежды инопланетного трупа было бы глупо. «Хорошая одежда! Сильная защита! Этот Ксен был доктор!» «Доктор? А какого-нибудь капитана там нет? У него-то одежда получше будет. Ну или бойца какого-нибудь!» «Нет, один труп! Если команда не извлекать, то остальные быть на мостике, управлять корабль!» «А до них проход открыт?» «Нет, Лино! Сильно-сильно помят корпус! Много энергии надо, и опасно!» «Почему опасно?» «Если резать перегородку, может прижимать сверху!» «Понял, тогда не нужно!» «Что будем делать с запахом внутри помещения? И чем отмывать костюм? У нас столько воды нет!» «Есть! Или кожаный хочет её пить?» «Железяка, сколько раз тебе говорить, чтобы называл меня по имени!» «Психанул я!» «Хорошо, человечек, Лино! Не злиться! Спай шутить!» «Шутник, блин!» «Да, воды мало! Ту, что есть, тратить на костюм я не хочу!» «Хорошо! Найти ещё вода и мыть! Вода можно купить в терминале!» «Слушай, а ты сможешь поджечь что-нибудь внутри помещения, чтобы перебить запах мертвечины?» «Я там находиться не смогу, слишком сильно там смердит!» «Кого поджечь?» «Нельзя поджечь! Опасно!» «У тебя кофейных зёрен нет, случайно?» Читал я в одном детективном романе про следователей, работающих на месте преступления. Так вот, они жарили на сковородке кофейные зёрна, чтобы перебить трупный запах. «Кофе нет! Можно купить в терминале!» «Всё можно купить в терминале! Где только на всё денег взять!» «Лино ныть!» «Есть немного!» Не стал я спорить. «Ладно, давай хотя бы очистим его костюм от внутренностей!» «Да и труп неплохо было бы закопать!» «Не хватало ещё падальщиков этим запахом привлечь!» Следующие полчаса мы рыли могилу, отойдя подальше от корабля. Часть выкопанного грунта я засыпал в костюм медика, чтобы тот впитал оставшуюся после трупа влагу. Застегнул комбинезонный и хорошенько потряс, а после вывалил всю эту массу в могилу. Погрузив в неё же тело мёртвого лекаря, засыпали того землёй и закидали сверху тяжёлым мусором. Костюм, а это был тёмно-серого цвета комбинезон с плотными вставками на локтях и коленях, как мне показалось, особенно защиты он не имел. Во всяком случае, пока возился с ним, никаких тяжёлых пластин брони в грудном отделе или ещё где я не заметил. Отсутствие интерфейса напрягало всё больше. «Спай, ты же видишь его характеристики? Прочитай, пожалуйста, что мы нашли?» «Сейчас», — согласился робот, и подбежал к костюму, взяв его в руки. «Стандартный лётный костюм первого поколения. Характеристики? Защита плюс пятнадцать». «Лётчика? Ты же сказал, что он врач. И что за защита плюс пятнадцать? Это всё? А что ещё хотел человечек? Ловкость плюс тысяча? Сила плюс тысяча?» — возмутился паук. «Защита плюс пятнадцать — это очень хорошо». «Хм, ну раз хорошо, значит хорошо», — не стал я спорить. Спай был прав. Не стоило ждать легендарных сетов с уберплюхами в каждой мусорной куче. Но это ведь космический корабль. Там в любом случае найдётся чем поживиться. Хотя, как бы ни пытался я ясно рассуждать, от какой-нибудь легендарки я бы всё же не отказался. Да и помнится, найденный мной башмак имел несколько характеристик по заверениям робота. А тут целый костюм лётчика, у которого только защита. «Кстати», — задал я давно интересующий меня вопрос, «а из монстров, обитающих тут, можно выбить полезные вещи?» «Если есть имплант, да». «А тебе не падает лут? У тебя же есть связь с терминалом, и вещи системные ты видишь». «Нет, Лино, помнишь собака на тебя нападать? Один убить ты, я убить три. Лута нет, и до этого не был». «Печально. А имплант ставить нельзя, пока не отомстим, иначе загремем за решётку», — вздохнул я. «Да», — подтвердил робот. «Слушай, а на тебя распространяются местные законы?» — задумался я. «Спай — робот поддержки. Если спай убить, то вся ответственность на хозяина. Хозяин — следить и отдавать приказы». «Ну, а сейчас?» — настороженно спросил я. «Тема ведь не самая приятная». «Сейчас, когда у тебя нет хозяина, кто будет нести ответственность?» «Такой, как спай, без хозяина называют дикий робот. Если такой робот нарушить закон, его уничтожат». «Да, сложно всё. Если у бандит нет имплант, то их можно убивать. Если есть имплант, тогда преступление». «Давай убить тех, кто нет имплант», — посмотрел на меня робот. «Знать бы ещё, как их различать. Но ты прав. Нужно же с чего-то начинать. Только нам потребуется оружие». «Я видеть тех, кто в Система. Убить их, потом убить остальные». «Договорились. Ну что, пойдём работать?» «Работать», — согласился робот. Оставив наше новое убежище проветриваться, мы отправились на поиски того, что ночью можно будет продать в терминале. Это был первый раз, когда я занимался поиском ценного при свете дня, и результат меня порадовал. Мало того, что было отчётливо видно, в чём именно ты копаешься, так ещё и перспективность той или иной кучи можно было оценить заранее. Впрочем, не только время суток послужило тому, что наш улов был в разы лучше, чем в предыдущие дни. Я ведь теперь мог нормально передвигаться и переносить гораздо больший вес. Несколько раз за этот день я возвращался к кораблю и принюхивался. Что я могу сказать? Если хоть какие-то изменения и были, то разницы особой я не почувствовал. Проделать ещё одну дыру в корпусе или жилом отсеке для создания сквозняка мы не могли, а значит, оставалось только ждать. Работали мы в этот день до самой ночи и с наступлением темноты отправились к терминалу. У меня были опасения, что тот шорох, который мы навели у него днём ранее, заметят и предпримут какие-либо меры. Но всё было спокойно. Нас никто не караулил. Охрану рабочие не выставили, и нам удалось распродаться. Комбинезон пилота мы тоже продали, выручив за него больше двух сотен кредитов. Как бы ни мечтал я о полётах в космос, но я здесь не для этого, а расхаживать в столь приметной одёжке, и уж тем более заниматься устранением банды, было безумием. Во-первых, столь необычных вещей я ни на ком из местных не видел, а значит, мы будем привлекать внимание. А во-вторых, отдельными вещами можно набрать больше бонусов, чем просто 15 защиты, чтобы там робот не говорил. Следующие три дня также прошли в работе. Утром робот охранял меня, пока я отсыпался в реале, а вечером мы с ним работали мусорщиками. За эти дни несколько раз натыкались на местную живность, благо это были всё те же собаки, так что особенных проблем они нам не доставили. Робота им было не одолеть, а я уже настолько привык к протезу, что даже забыл о том, что он вообще есть. Робот в эти дни занимался моим просвещением и рассказывал об этом мире. Мне повезло очутиться не в самом лучшем мире, но и не в самом худшем. По сути, вся эта планета была большой свалкой отходов. С трёх соседних обитаемых планет отходы свозили именно сюда. За счёт свалки и работы на ней и жило местное население. Единственный здесь город назывался Мадиус, и был он разделён на несколько частей. В самом центре города, имевшего форму круга, находились офисные здания и жилые дома руководства города. В кольце, опоясывающем центр, проживала основная масса работяг. Там же располагались всевозможные увеселительные заведения, больницы, магазины и прочее. Его и называли Верхним городом. Следом шло второе кольцо, которое было отведено под промзону, где и располагались всевозможные фабрики по переработке, фасовке и утилизации мусора. Ну а дальше шла та самая свалка, на которой мы и находились. В общем, чем дальше ты от центра, тем хуже у тебя дела. «Спай, а что там?» — указал я рукой в противоположную сторону от города. «Дикие земли!» — ответил робот. «И?» — неудовлетворился я ответом. «Давно, давно тут был заселённый мир. Потом случилась война, и мир стал необитаем. Война к кого с кем?» «Спай не знать. Это быть давно. Там!» — указал он в сторону диких земель. «Опасно! Дикий мутант, чокнутый робот и много-много вредных излучений». «Хм, что за мутанты?» — заинтересовался я. «Разный! Лину уже видеть бешеный собака. Там такие тоже есть. Собака — самая слабая из них. Есть большой опасный тварь и огромные мощные роботы. Развалены городов. Там кожаного Лину ждёт смерть». «Понял тебя, железяка. Значит, соваться туда нельзя. Во всяком случае, без хорошей защиты и хорошего оружия. А также без импланта, которые позволят убивать дробь из обитающих там тварей и возрождаться. Додумал я уже про себя. Меня немного волновало отсутствие игроков. Но Спай заверил, что такие тут попадаются. Робот, в отличие от местных НПС, осознавал, что я игрок, так что мне не приходилось выдумывать истории, почему я сплю как убитый и не реагирую ни на что. Что, конечно, облегчало мне игру и не создавало неудобств в общении. Следующую неделю мы занимались зарабатыванием кредитов и проверкой аукциона. Нам уже один раз повезло заполучить отличный протез за приемлемую цену. И теперь я не торопился с покупкой оружия. Не хотелось потратить все имеющиеся у нас кредиты на что-нибудь несерьезное. Сегодня же мы планировали заняться разведкой. Необходимо было составить общее представление о противнике. Численность вооружения, точки дислокации и перечень их интересов. Я был настолько далеко от этого всего, так что даже не знаю, что бы делал без своего нового помощника. Именно Спай обрисовал мне ситуацию и то, как принято действовать в подобных случаях. Как думаешь, Спай, у лидера имплант стоит? Уверен, что да. Они иметь много, много кредит с местный сброд. Думаешь, как вообще зарабатывают местные? А как мы зарабатывать, так же и они. Что-то не видел я их на площадке для переработки. Человечек не знать, тут не один терминал. Местные работают на западной площадке, когда они под пыльца. Понял. А доступ к терминалу? Им доступ не надо. У кожаных сайдока есть доступ. Всё, теперь всё понятно. А это пыльца. Откуда они её берут? Спай не знать, где берут, но в трущобах почти все применять пыльца. Ещё и наркоторговцы. Замахнулись мы с тобой на слишком сильных противников. Лино боится? спросил робот. Конечно, боюсь. Даже не представляю, что там за сила. Но они нам явно не по зубам, спай. Во всяком случае, сейчас. Значит, Лино не будет помогать? Не говори ерунды, ответил я роботу, пытаясь понять, в какую задницу мы попали. Просто нужно действовать осторожно, но быстро. Как только мы нанесём первый удар, за нами начнётся охота. Как думаешь, долго они будут думать, чьих это рук дело? И манипуляторов, сказал спай, показывая мне свои передние конечности. Их тоже, согласился я, улыбаясь. Думаю, нас и сейчас ищут, просто не так активно. Так что действуем с максимальной осторожностью. Сегодня мы решили понаблюдать за трущобами и залегли недалеко от источника воды. Спустя пару часов спай доложил, что у источника появились люди. Хоть расстояние и было приличное, но мне удалось разглядеть старого знакомого. «Вон тот, в чёрной куртке, видишь?» спросил я у паука. «Это он тогда ко мне цеплялся». «Да, спай видеть это кожаная погонь. Запомнить его». «Как насчёт проследить, где он живёт? Справишься?» «Конечно справится. Найти дом и убить его в дом?» «Нет, конечно. Не торопись. За устранение примемся, когда всё будет готово. Просто узнай, где он живёт и запоминай людей, которые будут рядом с ним крутиться. Хорошо, я б проследить. Что будет делать Лино? Хочу ещё раз к Марте сходить, узнать, как она и не искал ли нас кто-нибудь». «Ок, тогда спай пошёл», сказал робот и направился ближе к своей цели. Сделав серьёзный круг, я обошёл трущобы так, чтобы выйти к дому Марты с противоположной стороны от источника. Постепенно начинало вечереть, так что я надеялся, что мой сегодняшний визит сюда останется никем не замеченный. Подходя к знакомой улице, я начал вглядываться в людей, что были на ней. На первый взгляд, никого подозрительного не было, вот только мне от этого спокойнее не становилось. От напряжения ладони стали влажными, а на лбу выступила испарина. Остановившись за очередным нагромождением хлама, решил немного отдышаться. Глянул на себя и попытался представить, как я выгляжу со стороны. Чуть пригнувшийся, тяжело дышащий и сжимающий меч в руке крадусь по улице. Конспиратор уровень бог, блин. Если сейчас кто-то наблюдает за этим местом издалека, то лучшего способа для привлечения внимания, чем выбрал я, просто нет. Собравшись, сделал над собой усилие, отправил меч в кольцо на поясе. Тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу пот и, глубоко вздохнув, попытался успокоиться. Ещё пара глубоких вдохов и я готов. Выйдя из укрытия и уже не скрываясь, спокойным, насколько это было в моём состоянии вообще возможно шагом, направился к дому соседки. Встреченные по пути люди не обращали на меня внимания, да и большая часть из них опять была с выпученными мутными глазами. Подойдя ко входу, осмотрелся, но никого подозрительного так и не появилось. «Марта!» позвал я тихо. Всё-таки вламываться в дом без разрешения мне не хотелось. «Марта, ты дома?» Никто не ответил, а в её жилище стояла тишина. Решив не маячить лишний раз на улице, отодвинул полок, прикрывающий вход и прошёл внутрь. Осмотревшись, понял, что Марта, как и говорила, съехала. В доме не осталось ничего. Всё, что имело хоть какую-то ценность, она забрала с собой. Женщину можно было понять. Мало того, что это не лучшее место для жизни, так ещё и смерть Калли. На её месте я бы тоже не захотел здесь задерживаться. Ещё некоторое время я провёл, наблюдая за домом Калли. Благо, он находился через дорогу, и отсюда открывался неплохой обзор. Если нас кто и искал, то они, видимо, убедились, что мы с роботом не намерены возвращаться. А может, не считали, что мы представляем для них опасность. Что ж, для нас так даже лучше. Решив больше не тратить время, выбрался и тем же маршрутом отправился на выход из жилого района. Спай, как закончит, должен был вернуться к нашей базе. Идти напрямик я не стал. Если вдруг за мной есть слежка, то стоит попытаться запутать их. А ещё лучше оторваться от возможных преследователей. Теперь, когда я могу нормально перемещаться, это не составит труда. К нашей новой базе я двигался практически всю дорогу бегом. Лишь сейчас, когда оставалось пройти около километра, перешёл на шаг. Выдерживать хороший темп продолжительное время оказалось гораздо сложнее, чем я себе представлял. Мало того, что приходилось всё время смотреть под ноги, чтобы не напороться голой ступнёй на что-нибудь острое, так ещё и меч всё время норовил воткнуться в бедро или пропороть штанину. В итоге пришлось извлечь его и бежать, держа оружие в руке. Наверное, это и спасло меня, так как стоило мне сбавить темп и начать идти пешком, как тут же объявились желающие полакомиться человечиной. Прыгнувшего на меня пса я заметил в последний момент, но успел отреагировать. Сделав шаг в сторону, зажатым в руке мечом полоснул того по лысому боку. Вырвавшийся из оскаленной, обрамлённой, пузырящейся пеной пасти злобный рык пробрал и заставил собраться. Быстро оглядевшись, заметил и второго пса, который подбирался с другой стороны. Перехватив поудобнее меч и не выпуская из виду нападающих, я начал смещаться спиной вперёд. Отступая, я двигался таким образом, чтобы псы, вознамеревшиеся полакомиться мной, оказались с одной стороны. Пару раз, быстро взглянув по сторонам, убедился, что их всего двое, и приготовился к драке. «Ну что, нападайте?» предложил я противникам. Снова в критический момент начинаю говорить вслух. Хорошо, хоть ноги трястись перестали после пары стычек с этими тварями. Только в прошлой нашей встрече со мной был спай. Сейчас же я один и преимущество в численности на их стороне. А это значит что? Правильно. «Получи, тварь!» выкрикнул я, полоснув вырвавшегося вперёд хищника. Мне хватило прошлого раза, когда потом неделю пришлось отлёживаться после их нападения. Теперь я буду нападать первый. Ударом меча удалось попасть твари прямо по морде и повредить глаз и верхнюю губу. Кровь, начавшая заливать и без того отвратительную морду, сделала спину ещё более жуткой. Твари не собиралась отступать, скалясь и делая быстрые выпады в мою сторону, каждый раз щёлкая челюстями в опасной близости от моих ног. Приходилось отскакивать назад и махать мечом, отгоняя нападающую. Первая псина, решившая напасть на меня неожиданно и получившая рану на боку, не спешила помогать напарнице, оставаясь чуть в стороне. И это был ещё один довод, чтобы начать действовать. В очередной раз, когда монстр попытался ухватить мою ногу, я вспомнил, что именно находится у меня под штаниной и нанёс сокрушительной силы удар ему в челюсть. Тварь, получившая удар чудом инженерной мысли будущего, подлетела на полметра над землёй. Сделав оборот, приземлилась на лапы, но не удержалась и упала, проехав по земле. «Рааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа и увидел, как она, развернувшись, улепётывает со всех ног. Тяжело дыша, проводил взглядом бегущего по куче мусора подранка и повернулся проверить первую. Псина была мертва. Обтерев лезвие меча, а не самую густую шерсть, смог очистить лезвие от крови и бросил меч в кольцо. Тело потихоньку начинало бить мелкой дрожью, а адреналин, впрыснутый в кровь, давал о себе знать. Ещё немного постояв, приходя в себя, дождался, пока организм успокоится, и отправился к базе. Да уж, это тебе не старые игры-гринделки, где часами приходится убивать сотни и тысячи монстров. Тут каждое сражение вызывает столько эмоций и требует столько сил, что мысль о том, чтобы отправиться на поиски следующего противника, даже не возникает. Хочется забиться в безопасное место и не отсвечивать. Не знаю, может, это я такой впечатлительный, но что-то мне подсказывает, что для того, чтобы заниматься систематическим истреблением мутантов, нужно быть отмороженным на голову. Дальнейший путь до базы прошёл без происшествий. Никто из местной фауны не покусился на мою жизнь. Кстати, повезло, что здесь появлялись только собаки. Спай успел рассказать о том, какие твари тут водятся, и вот с ними я не готов был сталкиваться ни за что. Робот не уточнял, когда вернётся, так что я решил не тратить время, дожидаясь его, а наконец-то обследовать жилые помещения корабля. С тех пор, как роботу удалось прорезать вход в каюту команды, я в нём так и не появлялся. За эти дни концентрация запахов должна была снизиться, во всяком случае, я очень на это надеялся. Найдя среди наших вещей обрезок плотной материи, я смочил его водой из стратегического запаса и повязал на лицо, какая-никакая, но защита. Стараясь не пораниться, пролез через отверстие в корпусе и начал осторожно пробираться вглубь. В помещении было темно, лишь небольшой участок комнаты был освещен теми лучами, которым удавалось пробиться сквозь дыру в обшивке. Пройдя вовнутрь, я распрямился и сдвинулся в сторону, чтобы не загораживать едва проступающий здесь свет. Каюта больше всего напоминала купе в поезде — четыре кровати по обеим сторонам комнаты, расположенные одна над другой. Под двумя нижними были отсеки, предназначенные, судя по всему, для хранения вещей. Вот только нижние полки не откидывались, как в том самом поезде. Так что я решил не применять силу, дабы не сломать здесь всё, что можно, а дождаться робота. Может быть, он знает, каким образом они убираются? Также тут имелась небольшая тумбочка с четырьмя одинакового размера дверцами. Видимо, каждая из полок предназначалась для одного из проживающих тут членов команды. Дверцы также не поддавались, и их я предпочёл тоже до поры до времени не трогать. Не найдя больше ничего интересного в этой комнате, я шагнул через открытые двери в коридор. Видимость тут была практически нулевой, и, не желая навернуться о возможные препятствия, я вернулся обратно. «Обследовал корабль, называется», – проговорил я, усаживаясь на одной из кроватей. Если честно, то, идя сюда, планировал, как следует порыться в вещах команды. Перед глазами уже маячили сотни полезных вещей, что удастся найти, начиная от ИРП и заканчивая личным оружием и экзоскелетами. Ещё раз подумав, решил выбросить из головы идею взлома шкафов и завалился отдыхать. Учитывая моё везение, заниматься сомнительной деятельностью было страшновато. Я бы ни разу не удивился, если бы там, в темноте коридора, реши я его обследовать, мне бы оторвало вторую ногу, или обе руки сразу. Так что, ну его к чёрту, буду ждать робота. Спай прибыл спустя пару часов. К тому времени в жилом отсеке была уже полная темнота, так как на дворе стояла ночь. «Лино!» — позвал робот. «Я тут, спай!» — крикнул я в отверстие в стене. Спустя пару секунд послышался стук, и в каюту протиснулся робот с фонариком в манипуляторе. «Что у тебя там ещё есть?» — поинтересовался я, показывая роботу на передний манипулятор. «А что надо? Много есть, как мультитул, даже открывалка есть!» — пошутил робот. «Только открывать пока нечего. Но рассказывай, как успехи. И чего так долго?» «Спай за лысой башка проследить. Где тот живёт, узнать! Можно лысой кончать!» «Кончать тебе!» — вздохнул я. Честно говоря, первое впечатление от смерти Калли затупилось. И теперь выпаленное на эмоциях обещание помочь роботу расправиться с бандой не радовало. «Да, мне всё так же было жаль девушку, пусть и не настоящую. Я прекрасно понимал, что это далеко не самые лучшие люди, и большинство из них заслуживают смерти. Вот только у меня есть своя цель, и расправа над бандой может поставить крест на ней. Если вдруг мы окажемся вне закона, то путь до других миров для меня будет закрыт. И это при условии, что нам удастся избавиться от банды вооружённых преступников. Да, рядовые быки, такие как этот лысый, не имеют при себе огнестрела или любого другого стрелкового оружия. Да, возможно, они не самые опасные противники, но если говорить даже не о верхушке, а о тех людях, что стоят на одну ступень выше, то там картина совсем другая». Проговорив всё это про себя, понял, как это звучит, как попытка подростка найти поводы для того, чтобы не выполнять данные обещания. И не потому, что считаю устранение банды чем-то неправильным, а потому, что просто боюсь. И от этого сначала стало стыдно, а потом откуда-то из глубины начала подниматься злость. Злость на робота, который отчаянно звал меня туда, куда я не хочу. Злость на себя, за то, что ищу виноватых вокруг, за то, что испугался ненастоящих бандитов. Злость на игру, которая не дала возможности сразу появиться в одном с друзьями мире в нормальной роли. И, наконец, злость на подонков, убивших беззащитную девушку, воспользовавшихся нашим отсутствием и хладнокровно прирезав ту. «Хорошо, спай, рассказывай», — произнёс я, закипая. «Лысый жить один, я следить. Лысый ходить по улицам, собирать деньги, раздавать пыльца, потом идти домой, пить и тоже пыльца дышать». «Он сейчас дома?» «Да», — кивнул робот. «Хорошо, тогда его прикончим сегодня. Но для начала допросим. Как долго действует эта отрава?» «Четыре-пять часов». «Ну, значит, будет время выкрасть эту тушу и оттащить куда-нибудь подальше, чтобы основательно с ним побеседовать». «Когда будем выходить?» «Ты еды не покупал?» «Нет», — замялся робот. «Спай забыть». «Забыть он». «Ага. Сам не ешь, значит, и мне не нужно», — укоризненно посмотрел я на робота. «Ладно, давай тогда через терминал. Там перекушу и двинем». «Отлично!» «Мстить!» «Спай» будет «Мстить!» «Двигай давай, мститель!» Глава восьмая. Банда. Выкрасть Лысого оказалось несложно. Никакой охраны у него, естественно, не было, а двери в его жилище запирались на скорее декоративную щеколду. Вот тащить неадекватную тушу по мусорным кучам было сложно. «Очухивайся!» — сказал я и влепил бандиту по щечину. «А-а-а! Чё?» — промычал тот, всё ещё находясь под действием наркотика. «И как вас таких ещё в банде держат? Интересно, его босс знает, что он тоже пыльцой балуется? Спай не знать! Спай хотеть прикончить кожаной тварь!» «Ну, давай, мразь, приходи в себя!» — проорал я, тряся Лысого за ворот куртки. Я не боялся привлечь чьё-либо внимание. Местом для допроса мы выбрали тот самый холм, где похоронили Калли. Тут было безлюдно, да и местность вокруг мы немного знали. «Чё? Вы кто вообще?» — оглядел всё ещё мутным взглядом он нас. «А ты уже забыл, урод? Ну что, пришёл в себя?» Непривычно было так вести себя, но я раз за разом прокручивал в голове картину с зарезанной девушкой, лежащей в своей постели, и это помогало держать концентрацию. «Ты! Я тебя помню! Ты тот одноногий!» — наконец-то связанным проговорил бандит. «Значит, очухался! А теперь заткнись и слушай! Будешь говорить, когда я тебе скажу, понял?» «Да ты чё, сопляк! Ты знаешь, кто я!» «Хэ-хэ-хэ!» — начал буловозбухать тот. Вот только Спай, рвущийся отомстить, решил, что Лысому пора заткнуться, и двинул тому манипулятором солнечное сплетение. «Знаю, знаю, не переживай! Я вас всех мразей перебью, не сомневайся! А теперь скажи мне...» — сделал я паузу, чтобы проверить, слушает ли он меня. Лысый слушал. «Это была твоя инициатива прийти к Калли? Или тебя послал кто-то из твоих начальников?» «Чего? Чего тебе надо вообще? Отвалите от меня!» Рано я решил, что бандит до конца уяснил своё положение. Он уже попытался дёрнуться и понял, что руки его связаны за спиной. Вот только всю серьёзность наших намерений не осознал. «Хватит! Хватит!» — заорал тот, когда Спай начал лупить его по голове, а я нанёс два удара протезом ему по рёбрам. «Суки! Чего вам от меня надо вообще?» «Я повторяю вопрос. Ты сам решил заявиться к Калли? Или это кто-то из банды тебе приказал, но...» «Сам!» — зло выпалил он. «Тебя, гадёныши, искали!» «Ну, значит, я был прав. А теперь, лысый кожаный мешок!» — ухмыльнулся я. «Ты нам расскажешь о вашей банде. Кто, сколько вас, где вы обитаете и чем занимаетесь. Понял меня?» «Да пошёл ты! Ты себе проблем нажил, пацан! Ты даже не представляешь, каких!» «Спай!» Он не понял. Вернулся я к роботу. «Сейчас Спай объяснит!» — проговорил робот с наслаждением в голосе. Объяснял Спай ему минут пятнадцать. И до лысого наконец дошло, что ни моя молодость, ни небольшой размер паука не отменяют того факта, что настроены мы очень серьёзно. Вначале медленно, но с каждой минутой всё сильнее распаляясь, тот начал говорить. При этом жалуясь на несправедливость верхушки, которая не замечает такого крутого пацана, как он. Попутно, не стесняясь сдавать всех и каждого, с кем он когда-либо имел контакты. «Как думаешь, Спай, не соврал?» «Не похоже. А есть разница?» «Наверное, нет», — проговорил я. И кивнул роботу. Поднесённый к лысой голове манипулятор исторг из себя мощный поток энергии, которая, сверкнув в ночной темноте, через мгновение пропала. Тушу с ополовиненным черепом я за ворот куртки подтащил к обрыву и, чуть поднатужившись, скинул вниз. «Будет местным тварям хороший завтрак». Получив от убийцы всё, что могли, мы с чистой совестью направились к кораблю. Мне необходимо было хорошенько выспаться и обдумать план действий. По всему выходило, что если мы кого и сможем достать тут, на свалке, то только рядовых членов банды. Верхушка, тем более их лидер Сайдок, появлялись тут крайне редко, занимаясь более важными делами в верхнем городе. Также мне удалось разжиться нормальной обувью. Не самой новой, но это было уже что-то. Серые, чуть потрёпанные кроссовки, правда, размер был слегка большеват, но я был рад и этому. Ещё у бандита имелся нож, откровенно дерьмового качества, в стиле Джона Рэмбо, с зазубринами на обухе. Даже мне в моей 16 было понятно, что такое оружие покупается не для использования в бою, а для того, чтобы покрасоваться перед такими же недалёкими, как и его хозяин, ценителями. Спай мои предположения подтвердил, сказав, что это несистемное барахло с металлом низкого качества и предложил вообще его выкинуть. Но я решил оставить. Мало ли, вдруг и он пригодится. «Выбирать-то мне всё равно не из чего». Пока шли с роботом к нашему убежищу, не раз слышали звуки, издаваемые местными хищниками, вышедшими на ночную охоту. Я тут же напомнил роботу об обещании приделать ко входу в наш корабль дверцу, которую мы сможем запирать изнутри. Кстати, запах, заставивший меня ночевать всю неделю в багажном отделении, благополучно выветрился. Главной причиной этому послужило то, что труп медика был в комбинезоне, и разлагающаяся плоть не въелась в пол каюты. Нельзя сказать, что там чудесно пахло, но теперь было терпимо. Если удастся найти где-нибудь освежитель воздуха, то вполне возможно, что тошнотворный запах, который я почуял тогда, перестанет сниться мне по ночам. Добравшись до нашего укрытия, ещё несколько часов провели в разговорах, планируя наши дальнейшие шаги. Пленённый бандит выболтал всё, что знал. Оставалось правильно воспользоваться полученной информацией и не подставиться. «Лино, вернулся?» — поприветствовал меня робот, когда я вошёл в игру. «Да, дружище, привет. Как тут у тебя? Всё спокойно?» «Полный порядок», — ответил робот. «Ну и отлично. Как ночью прошло? Что узнал?» «Познал, что не только лысый пользоваться пыльцой. Пасти все сборщики дышать пыльцу. Нам же лучше. Место, где они живут, запомнил?» «Спай всё запомнить. У меня новый план». «Слушаю», — ответил я. «Мы не убивать их в доме. Мы убивать их на мусорка. Так, как и лысый. Тащить на свалку и убивать тут». Хм, я задумался. Вчера, обговаривая, что и как будем делать, пришли к выводу, что надо проникать в дома к распространителям и умерщвлять тех, пока они спят. «Может, ты прав», — согласился я. «Учитывая, что они, как и лысый, частенько бывают под действием их же продукции, можно и выкрадывать их. Человек, обдолбавшийся этой дрянью, вообще не соображает, что с ним происходит. И это даёт нам возможность хоть ненадолго оттянуть момент, когда бандиты поймут, что их начали устранять. Ты глянул, сколько их там? Как и говорить, лысая башка, пять бандитов жить в одном доме? Опасно шнырять по пусте ночным улицам с овощем на плечах, вытаскивая каждого по отдельности. Очень опасно. Есть шанс нарваться на свидетелей. Согласный. Но зато кожаные трупы долго искать. Пусть думать, что они сбежать, или обдолбаться где-то ещё. Ладно, согласен. Когда приступаем? Пойдём ночью. До ночи идти работать. Кстати, вспомнил я. Помоги открыть полки. Видишь, тут закрыто всё. Спай открывать, согласился робот и, подбежав к шкафчику, выломал первую дверцу. Да, так бы и я смог. Я надеялся, у тебя получится взломать замок, а не выдирать дверцу с мясом. — Спай открывать! — недовольно отозвался робот. — Ладно, ладно, и так пойдёт. Ты прав. — Вот, Спай прав. — Ну, посмотрим, что тут у нас. Ничем особенно ценным разжиться не получилось. Судя по тому, что предметы личной гигиены и системная гражданская одежда и прочее было в единственном экземпляре, медик в этом отсеке жил один. Часть из предметов, что мне не понадобится, мы решили продать в терминале, а часть припрятали до лучших времён. До вечера, как и договаривались, работали, готовя вещи к транспортировке. А когда у работников закончилась смена, и те улетели, отправились к терминалу, прихватив то, что удалось найти. — Спай! — Что? — А почему они работают только днём? Кучу денег ведь теряют. — Ночью работать опасно. — Правда? И ты только сейчас мне об этом говоришь? — удивился я. И в чём опасность? Хищники. Их привлекать шум. А почему не поставить какие-нибудь турели? Пусть стоят и отстреливают всех, кто приближается. Человечек Лино, ты не видеть пока местный хищник. Только пляшивый собака. Настоящий хищник никакой турель не остановит. Только сильные бойцы могут убить такой тварь, если им сильно повезёт. Да, интересно, конечно, что тут за тварей обитают. Но я бы предпочёл с ними не сталкиваться. — Тогда не шуметь! — посоветовал Спай и принялся распродавать привезённое сюда барахло. — Ок, как избавишься от всего этого? — указал я на принесённую нами кучу. — Проверь, нет ли в продаже чего-либо интересного. — Что искать? — спросил робот. — Оружие, конечно. Ну и импланты посмотри, вдруг продаёт кто. — Хорошо, — согласился Спай. Спустя два часа, когда я сел отдохнуть, робот тоже подошёл ко мне, видимо, хотел что-то обсудить. — Говори, чего ты? — подбодрил я паука. — Оружие для человечек только стандартное в магазин. Никакой мощной пушка по маленькой цене на аукционе нет. — Печально. А насчёт имплантов? — Только стандарт от магазин. — Короче, ты пришёл, чтобы меня расстроить? — усмехнулся я. — Но... — Роботу явно что-то хотелось сказать, но он не решался. — Ну, чего ты мнёшься? Рассказывай, что случилось? — удивился я такому поведению робота. — На аукцион есть хороший пушка для Спай, — выпалил тот. — О как! Что за пушка? Сколько стоит? — Дорогой пушка, но хороший, — слегка оживился тот. — Плазменные орудия для роботов поддержки КХ-1 второго поколения, уровень 15-17, скорострельность — 45 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы — 200 метров. Как и всегда, когда дело касалось товаров из терминала, робот прекращал коверкать слова и выдавал информацию на нормальном языке. — Второго поколения — это зелёное, верно? Урон 15-17 — это много? Пока у самого не было интерфейса, сложно было оценить предмет, даже зная его ТТХ. — Зелёный пушка — да, урон хороший. Пляшевый псина — застрелить два-три выстрел. — Кожаный — бессистемная защита. Убить важный орган или голова — один выстрел. — Цена? — тут же решил узнать я. Если всё так, как говорит робот, то это и правда неплохое оружие. — Две тысячи кредитов, — паник робот. И даже слегка опустил своё тельце ниже, на секунду расслабив лапки. — А у нас сколько есть? — Две тысячи и три кредита, — ответил робот. — Тогда с тебя три батончика, чтобы я не умер с голоду, — усмехнулся я. — Иди, покупай, пока кто-нибудь другой не перехватил. Чего стоишь? — Спай, быстро, — ответил робот, подскочив, и пулей метнулся к терминалу. Обратно он возвращался совсем другим. Медленно переставляя механические лапки, паук шёл, явно красуясь. Второй его манипулятор, который раньше имел лишь клешню для захвата, теперь заменяла мощный пушка. Небольшая сигарообразная, чёрного матового цвета, со светящимися прожилками. Выглядело, конечно, впечатляюще. Во второй руке мультитуле робот удерживал обещанные мне батончики. — Спай, хорош выделываться. Иди сюда быстрее, — улыбнулся я. — Друг Лино, смотри! Смотри, какой мощный пушка у меня теперь! Спай всех победить! — Победить, победить! — согласился я. — Выглядит круто! Поздравляю! — Спасибо, друг Лино! Лино, не пожалеть кредит для Спай! Спай сильно дружить с Лино! И всегда помогать! — Да ладно тебе! — слегка засмущался я. — Это же нам обоим на пользу! Мы же одна команда! — Дрим Тим! Команда мечты! — подтвердил робот. Впервые со смерти хозяйки робот был в хорошем настроении. Смерть Калли изменила Спая. Он стал крайне серьезен. На многие вещи начал остро реагировать. И это был первый раз с тех пор, когда он позволил себе пошутить. Музыки, которую он так любил, я не слышал от него с тех самых пор, когда мы, счастливые, шли обрадовать Калли приобретенным для меня протезом. Были у меня опасения, что робот не станет прежним, но все-таки еще остались вещи, которые могут его порадовать. И это давало надежду, что когда-нибудь вернется прежний Спай. — Ну что, еще поработаем или хватит на сегодня? — спросил я у робота. — Спай думает, что хватит. Человечек Лино устать, а ему еще носить бандиты до свалка. — Тоже верно, — согласился я. — Ну, тогда веди, где там они живут. Распространители пыльцы жили или скорее базировались в одном из зданий, прилегающем к промзоне. Небольшое одноэтажное, но высокое здание использовалось раньше для хранения товаров. Сейчас же это была база или небольшой притон, в котором обитало, если судить по рассказу Лысого и словам Спая, пять человек. Мы с роботом, который не прекращал разглядывать свой большой пушка и тыкать ему в направлении потенциальных противников, разложились на крыше небольшого заброшенного строения. На дворе стояла ночь, а вокруг было безлюдно, так что мы не опасались быть замеченными, но все же соблюдали осторожность. — Там никакой системы охраны нет? — спросил я, разглядывая здание, в котором укрылись бандиты. — Нет, им некого бояться. Как Спай думать, тут давно отлаженный систем. Власть, бандиты, наркоманы, работники — все про все знают. Новые люди приходить редко, конфликт почти нет. Только между собой, но редко. — Хорошо, если так, — сказал я, не разделяя оптимизма робота. Заходить внутрь и пытаться похитить, пусть и неспособных ничего понять бандитов, мне не хотелось совсем. Только и отступать я не собирался. — А это кто? — прошипел я, прижимаясь к крыше. — Вон там, справа, видишь? — Патруль, — тихо ответил Спай. — Какой еще патруль? Полиция, что ли? — Почему я ничего об этом не знаю? — зашипел я на робота. — Никакой не полиция. Это охрана, тоже бандит. Патрулировать, чтобы не прошел хищник. — Здорово. И как часто они тут круги наворачивают? — спросил я, разглядывая три идущие по дороге фигуры. — Не часто, раз в час проходить. Сейчас они уходить, и мы идти. — Спай, о таких вещах нужно говорить заранее. — Хорошо, Лино. Спай принял. — Ладно, ждем. Когда патруль удалился на приличное расстояние, мы выдвинулись к цели. Быстро спустившись, я прыгнулся и перебежками направился в сторону ворот. Робот, семенивший и прикрывавший меня сзади, не отставал. Ворота, перекрывающие вход в помещение, оказались не заперты. Так что уже спустя пару минут мы были внутри. Судя по тому, что не все из тех, кто обитал тут, находились в наркотическом угаре, планы следовало пересмотреть. — Спай, видишь тех двоих? — Да, — коротко и по-деловому ответил робот. — Надо их валить, — принял я решение. — Они, судя по всему, не собираются присоединяться к этой тройке, — указал я на уже выпучивших глаза бандитов. — Спай сделает, — ответил робот и показал свою новую пушку. — Нет, ни в кого не стрелять. Сделаем по-другому. А пушку свою прибереги на тот случай, если нас заметят, и придется отбиваться или отступать. — Ок, — не стал спорить паук. Определившись с тем, кому какой из бандитов достанется, мы разделились. Спай направился за своим, я же подошел к тем троим, что находились в прострации. Рядом с диваном, на котором они расположились, я приметил биту и решил ею воспользоваться. Мои опасения, что кто-нибудь из этой троицы очухается, оказались напрасными. Все так же, чуть пригнувшись, я добрался до оружия одного из них и без проблем смог им завладеть. Спай уже скрылся с глаз, и я не видел, где он сейчас находится. Поэтому сфокусировался на тех двух, что, видимо, решили подышать свежим воздухом, и двигались к выходу из здания. Робот напал в тот момент, когда я, обогнув бандитов, обогнал их и пристроился за ящиками у выхода. Кроссовки Лысого неплохо справлялись с тем, чтобы не производить особенного шума при ходьбе. Спай налетел сзади на того, кто двигался справа, и проткнул мужику икроножную мышцу. Бандит, не ожидавший этого, заорал от боли и присел, схватившись за раненную ногу. Тут-то ему и прилетел удар мощной пушкой по голове. Спай лупил ею, как дубиной, и после третьего удара бандит повалился на бок, потеряв сознание. Я отправил в царство снов своего еще в тот момент, когда он обернулся на внезапно закричавшего друга. Один размашистый удар бейсбольной биты по затылку, и мужик кулем рухнул на пол. «Я вас всех перебить!» — еле слышно твердил Спай, раз за разом нанося удары по голове бандиту. «Спай! Завязывай!» — прикрикнул я на робота, и тот отстранился. «Разошелся, блин! Ты что, решил свою пушку сломать?» «Пушка не сломаться, а кожаный мешок! Крепкий пушка!» — вытянул он манипулятор, предлагая проверить на крепость свое новое оружие. «И все равно надо осторожнее!» «Так, ты иди, проверь, не слышал ли нас кто-нибудь? Вдруг патруль или просто кто-нибудь левый шлялся рядом?» «Принял!» — ответил робот, и побежал в сторону выхода. «Я, оставшись рядом с двумя вырубленными телами и тремя неадекватами, усиленно думал. С одной стороны, оставлять здесь трупы — не лучшая идея. А с другой — могло и сработать. Перехватив биту покрепче, я нанес первый удар, добивая того, кому досталось от робота. Мужик и так был не жилец, так что никаких угрызений совести я не испытывал. Просто нужно внушить себе, что поступаешь правильно, и постоянно прокручивать в голове образы того, что эти уроды сделали. Со вторым прошло хуже, но в конце концов и его голова лопнула от очередного удара битой. «Ну а вы трое пойдете с нами гулять», — сообщил я все так же находящимся в своих грезах наркоманам. «Сбай все смотреть! Патруль далеко, никто не слышит». «Отлично! Тогда я взял биту и вытер свои отпечатки. Мало ли. Хватаем первого и погнали отсюда!» Взял я того, к кому, как я считал, принадлежала бита. Во всяком случае, находилась она ближе всего к нему. Также, обыскав остальных бандитов, забрал все маломальски ценное. Ну и, конечно, всю имевшуюся у подельников наркоту. Получится ли у нас подстроить так, будто бы эти придурки что-то не поделили между собой, я не знал. Но попытаться стоило, тем более, что времени это отняло не так, чтобы очень много. Схватив тело, забросил его себе на плечо и скомандовал роботу идти вперед. Спай, не задавая лишних вопросов, рванул ко входу и, удостоверившись, что рядом никого нет, махнул лапкой, завяз за собой. Тело бандита мы отнесли недалеко за пределы жилой зоны, связав ему руки и ноги. Лишняя предосторожность никогда не помешает. Вот только выкрасть остальных, как мы хотели, у нас не вышло. Даже не добравшись до той точки, от которой было бы видно здание, мы услышали крики и шум начинающейся тревоги. Не собираясь рисковать и выяснять, а точно ли нас там ищут, мы с роботом развернулись и дали дёру в сторону пленника. Далеко тащить его не стали. Отбежали на пару километров в сторону от заселённого участка свалки и опробовали новое оружие паука. Что я могу сказать об увиденном? Не сильно эффектно, но весьма эффективно. Наверное, эта фраза лучше всего подходит к увиденному. Кровожадный робот делает выстрел, и в голове у бандита появляются прожжённые плазмой отверстия. Небольшое, в полсантиметра диаметром, но любому кожаному, как и говорил спай, этого хватает с лихвой. Бандит умер, не приходя в себя, а мы двинулись в сторону нашего убежища, обсуждая произошедшее. Если нам и удастся своей не самой лучшей постановкой убедить бандитов в том, что это их внутренняя разборка, в чём у меня были сомнения, то нам всё равно лучше на некоторое время затаиться. «Что делать будем?» — спросил я у робота. «Спай не думать. Работать?» — спросил он. «Можно и поработать. Деньги никогда лишними не будут», — согласился я. «Значит, работать». «Спай?» — спросил я, задумавшись. «Что хотеть, Лино?» «А что бы ты хотел делать? Чем заняться?» «Мстить. Спай надо мстить за хозяйка». «Это понятно. А после? Чем бы хотел заниматься?» Робот долго молчал, следуя рядом со мной и обдумывая вопрос. Затем, когда я уже не ждал ответа, начал медленно говорить. «Спай всегда любить космос. Космос — музыка и хозяйка. Когда перебить все бандит, Спай хотел бы идти в космос. Я любить долгий полёт к звёздам. Тишина, покой и бесконечный путь в миллион световых лет. Разные планеты, астероиды, чёрные дыры и много-много разных вещей, которых никто ещё не знать и не видеть. Спай хотел бы летать». Я шёл и слушал, удивляясь тому, как мало я знаю об этом существе. Если разработчики игры действительно хотели сделать робота, то что-то у них пошло не так. Но, если честно, то я был даже рад этому. Такой попутчик нравился мне гораздо больше. И правда, звучит интригующе. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем отправиться в космос вместе. «Человечек, Лино, не уходить к своим друзьям в другой мир?» — спросил робот. «Расставаться очень бы не хотелось, но ты прав. Меня там действительно ждут. Но кто знает, может, однажды мы сможем ещё встретиться?» — спросил я у остановившегося робота. «Было бы хорошо, друг Лино, было бы хорошо», — кивнул паук и продолжил идти рядом. До самого рассвета мы просидели на крыше звездолёта, любуясь ночным небом и негромко разговаривая. Не знаю, кто отвечал за создание этого мира, но один или несколько из них определённо были гениями. Сотни звёзд, что сплетались в созвездия, медленно двигающиеся по своей орбите планеты, сгорающие от собственного стремления достичь одной им известной цели кометы, зрелище завораживало и манило. «Блин, да если бы не друзья, я бы не стал менять этот мир ни на какой другой, и остался бы тут и отправился с роботом в путешествие. Жаль, капитан, роль которого была выделена мне игрой, терпел крушение и имел три десятых процента вероятности на то, чтобы спастись. Как знать, может, начни я играть в том мире, сейчас был бы возле одной из тех звёзд, что светит в этом небе». Уже под утро, забравшись в спальный отсек, я попрощался с пауком и вышел из игры. Глава 9. Верхний город Следующие несколько дней мы занимались увеличением количества имеющихся в нашем распоряжении кредитов. Всё тем же давно испробованным нами способом. Часть дня и начало вечера, собирая всё ценное, что попадалось нам рядом с кораблём, и ночью обшаривая свежие кучи у терминала. Обсудив с роботом вопрос, пришли к одинаковому выводу. Нужен перерыв. Сейчас вся банда на взводе, и вполне возможно, что готова отразить нападение. Так что нашу деятельность по устранению этих товарищей следует пока приостановить, тем более, что нам было чем заняться. Я до сих пор ходил в найденных на помойке штанах и кофте, да кроссовках на размер больше, которые снял с Лысого. Робот продолжал коверкать падежи, и за эти недели единственными нашими приобретениями стали мой протез и пушка робота. Даже если учесть, что некоторая часть кредитов уходила на еду для меня и подзарядку батареи для паука, то всё равно как-то слишком слабенько. Если мы собираемся воевать с целой группировкой, при этом не имея возможности обезопасить хотя бы мою жизнь покупкой и вживлением импланта, то озаботиться защитой — наша основная задача. По-хорошему, надо было вообще с этого и начинать. Сейчас я понимаю, насколько глупо и рискованно было то, что мы с пауком провернули. Хорошо, что в этот раз фортуне было не до меня, и всё прошло более-менее нормально. День за днём наш виртуальный счёт пополнялся, а спай, обожавший подводить итоги каждого рабочего дня, продолжал радовать всё увеличивающейся цифрой. Друзья, конференции с которыми всё так же проходили практически в ежедневном режиме, слегка сбавили давление. Теперь я даже радовался, когда раздавался звонок коммуникатора. Ребята сейчас готовились к рыцарскому турниру. Кара будет там присутствовать как зритель. Марку посчастливится принять участие, не как полноценному претенденту на победу, но как оруженосцу своего рыцаря. Как утверждал сам Марк, нередки случаи, когда и оруженосец имел возможность проявить себя, так что он на этот турнир возлагал большие надежды. Фазик тоже был в предвкушении, только в отличие от остальных он собирался на этом турнире заработать. Алхимик, чьим учеником был наш аналитик, уже сейчас целыми днями только тем и занимался, что готовил разнообразные зелья для участников. Послужил тому факту, что от меня немного отстали и дали развиваться. Намечающийся турнир, или ребята просто поняли, что давить на меня не стоит, я не знаю. Но самому факту того, что теперь не вздрагиваю от звонка и не иду на разговор как на эшафот, я был рад. Да и собственные успехи нет-нет да заставляли наползать на моё лицо довольную ухмылку. За эти пару недель, что мы дали бандитам на передышку, удалось скопить неплохое состояние. «Десятка человечек, Лино! Десять тысяч и семь кредит!» — радовался робот, когда мы возвращались в убежище после очередной рабочей ночи. «Неплохо, напарник. Очень неплохо. Мы с тобой молодцы. Да, кожаный Лино удивлять. Спай думать, ты сдаваться на второй день, плакать и скулить, что таскать железяка тяжело для такой слабой кожаной человечек». «Ну, спасибо», — поблагодарил я за такую похвалу. «Спать знать, почему так». «И почему?» «Потому что Лино не совсем кожаный. Весь секрет в новой нога. Ты серьёзно сейчас?» — усмехнулся я. «Очень серьёзно. Все кожаный слабый, а Лино не совсем слабый. И всё из-за кого? «Правильно. Это Спай сделать Лину сильной, когда отпилить ему нога», — резюмировал робот. «Я сейчас этой новой ногой тебе по заднице как дам, будешь знать». Помог он мне. «Вот же, гад. Ещё совести хватает вспоминать это». «Какой задница? У Спай нет никакой задницы», — возмутился робот, но всё же предпочёл отойти чуть подальше от меня. «Договоришься у меня. Дождусь, когда у тебя батарея разрядится, откручу половину лапок и приклею мягкую задницу от пляшевой псины, чтобы ты тоже потом со временем стал сильнее». «Лино так не сделать», — ошарашенно проговорил робот, остановившись и повернувшись ко мне. «Ещё как сделать. Вот увидишь». «Это... Это очень плохо так. Коварный, кожаный Лино. Спай теперь никогда не допустит, чтобы батарея у него разрядилась. Слышать меня? Посмотрим ещё. Я вот, кстати, планировал дальнейшие путешествия в Дикие Земли. Правда, там нет терминалов для подзарядки. Но должно быть очень интересно. Пойдёшь со мной?» «Никогда», — замахал лапками паук. «Спай не так прост, как ты думать, кожаный обезьянка. Тебе не обхитрить меня. Ни в какую путешествию я с тобой не пойти». «А что так? Спай не хочет стать сильнее?» «Спай и так очень сильный. Ему хватит этот сила». «Но там же можно заработать кучу денег, вернуться и купить новый мощный пушка», — решил я соблазнить робота его слабостью к оружию. «У Спай уже есть один пушка. Этого хватит», — проговорил робот, всё так же пристально наблюдая за мной. «Ну, вот и хорошо. Тогда все заработанные кредиты потратим на меня, раз ты такой сильный, и новое оружие тебе без надобности», — подытожил я. Спай ничего не ответил, а ещё десяток шагов шёл, обдумывая наш разговор, и только спустя минут пять до меня донеслось. «Коварный, хитрый, кожаный обезьяна». Тут уже я не смог сдерживать рвущийся наружу смех и, согнувшись, начал ржать, оседая на землю. «Чего смеяться, кожаный? Твой голова перегреться на солнце?» «Есть немного», — потихоньку успокаиваясь, ответил я. «Ладно, дружище, не переживай, я просто шучу». «Шутить он, конечно», — недоверчиво проговорил робот, но всё же подошёл ближе и помог мне подняться. «Ну что, двинули на базу?» — ответил я, уже придя в себя. «Давно пора», — согласился Спай. В следующий день мы посвятили отдыху и проработке плана наших дальнейших действий. «Ты не думаешь, что стоит посмотреть, что вообще представляет собой этот верхний город?» «Опасно», — настаивал на своём робот. «Да с чего ты взял?» «Да даже если так, нам в любом случае до верхушки не добраться, сидя тут». «И что Лино предлагает?» «Я предлагаю зайти в город, посмотреть, что там к чему, найти базу, где скрывается этот сайдок, и посмотреть, сможем ли мы что-нибудь с ним сделать. Сам же говорил, что всех, кого мы убрали, уже заменили». Дело было в том, что робот, выбравшийся днём на разведку, вернулся с новостями. Лысого и его подельников, которых мы убили, уже заменили на новеньких. То есть, по сути, мы ничего не изменили. Банда не понесла никаких потерь и всё так же продолжает эксплуатировать местных и распространять среди них отраву. «И ты хотеть вломиться к нему на базы и всех убить?» — скептически отнёсся к моей идее робот. «Никуда врываться я не собираюсь, но оценить масштабы задачи стоит. Будем хотя бы знать, к чему нам готовиться». «Ладно, спай не против», — сдался робот после недолгого размышления. «Но это всё равно опасно». «Кто ж спорит?» «Конечно опасно, но необходимо», — вынужден был согласиться и я. Выход был назначен на завтра, а сегодня ночью мы решили отправиться за покупками. В город мы входили напряжённые. Спай шёл по правую сторону от меня, то и дело всматриваясь в прохожих. Робот за эту ночь изменился. На аукционе удалось приобрести для него усиление, применив которое, я пару минут не знал, что сказать обновившемуся пауку. Усиление каркаса для робота поддержки Spider-V3. Когда спай применил обновку, его корпус покрылся слоем чешуйчатой брони, а видеосенсоры закрыло дополнительное бронестекло. Вот только самые сильные изменения коснулись конечностей и узлов, отвечающих за сгибание и разгибание многосуставных конечностей. Если раньше робот отдалённо напоминал домашнего паучка на тонких ножках, что иногда встречаются в квартирах и вызывают у людей улыбку своей несуразностью, то сейчас... Сейчас моего напарника можно было сравнить скорее с тарантулом, прибавившее за счёт брони в объёмах тела хоть и стало больше, но не так явно, как усиленное дополнительным покрытием лапы. Если в первую нашу встречу робот сумел напугать меня, то сейчас я бы ему с радостью и вторую ногу отдал, лишь бы это чудовище убралось от меня подальше. Причём возросла не только защита робота, но и его физические параметры. Теперь спай был сильнее, если не в два, то в полтора раза точно. Что касается меня, то я щеголял в новеньком с иголочки костюме новичка. Тратиться на нечто дорогое я не захотел, рассчитывая выбить себе хорошее снаряжение с местных монстров. Так что это снаряжение бралось с тем расчётом, что оно первым пойдёт под замену, так только у меня появится возможность фармить. Защитный комплект новичка включал в себя тактические перчатки NG-1, характеристики защита плюс два, тактические берсы NG-1, характеристики защита плюс три, тактический доспех NG-1, характеристики защита плюс четыре. От шлема я отказался, так как не видел пока ни одного человека, носившего шлем. Выделяться из общей массы мне не хотелось, поэтому ограничился покупкой банданы песочно-серого цвета. Что сказать о моём снаряжении? Обычные перчатки, правда системные, дающие бонус к защите. Тёмно-серые, почти чёрные, с уплотнёнными вставками на наружной стороне и язычком с липучкой, позволяющим крепко фиксировать их на запястье. Берсы были стандартными, ничего отличного от наших аналогов я не нашёл. Доспех оказался набором из куртки и штанов камуфляжной расцветки с преобладанием тех же тёмно-серых и песочных цветов. Почему каждый из предметов одежды имел приписку «тактические» я не знал. Возможно, вещи давали скрытый бонус к тактике, но что-то я себя великим тактиком и стратегом не ощущал. Снаряжение действительно было качественным. Пощупав материал, я убедился в том, что потраченные кредиты ушли не зря. Так что я решил не обращать внимания на неясную приписку, списав её на маркетинговый ход. Что удивительно, никакого КПП на входе в город не было. Лично я опасался того, что стоит нам подойти к воротам, как выбежат десяток бойцов, ощетинятся оружием и потребуют предъявить пропуск или ещё что-нибудь в этом духе. В реальности же всё прошло гораздо прозаичнее. Мы с роботом беспрепятственно прошли сквозь массивные металлические ворота города без всяких проблем. Лишь пара бойцов, всё-таки находившихся неподалёку, лениво мазнула по мне взглядом, немного задержав тот на роботе. И, потеряв к нам интерес, вернулась к своим делам. Сейчас было около десяти часов утра, так что основная масса людей находилась на работе. Но на улицах народу хватало. К своему удивлению, я обнаружил здесь и несколько игроков. Если честно, то, проведя столько времени на свалке, решил, что я единственный, кого не отпугнул этот мир. Мы шли и жадно всматривались в вывески на зданиях. Я и не думал, что так соскучился по чему-то новому. Так привык к однообразию свалки, с её вечными кучами мусора и заставляющим слезиться глаза запахом, что не первой свежести двухэтажные здания и одетые в обычную одежду люди вызывали восторг. Немного прогулявшись и осмотрев местные достопримечательности, мы двинулись в святая святых любого города — таверну. Любой игрок вам скажет, что это самое важное место. Место, которое приличный игрок посещает в первую очередь, оказавшись в городе. Я с этим делом немного припоздал, так что теперь собирался наверстывать. Столовая, табличку которой я приметил ещё в первые минуты нашего здесь нахождения, оказалась самым подходящим под определение таверным местом. Подойдя к двери, я вынужден был постраниться, так как дверь распахнулась, и из неё вышли, выплыли два не совсем трезвых персонажа. Увлечённые начатые внутри беседой, они, не заметив нас, двинулись по улице, поддерживая друг друга. Ещё раз скептически оглядев облупившуюся вывеску, я всё же решил зайти. Небольшое помещение, примерно на сорок квадратов, четвёртая часть которого была огорожена барной стойкой и имела проход вглубь здания. У стен по периметру стояли крепкие на вид деревянные столики, на шесть человек каждый. Обведя взглядом комнату, постарался не задерживаться взглядом на нескольких компаниях, что сидели ближе к дальнему от входа углу, и направился к стойке. Ни бармена, ни продавщицы за стойкой не было. Дабы не тратить время, принялся вчитываться в меню, приклеенное липкой лентой к засаленной поверхности стола, облокачиваться на которой я побрезговал. Спай находился рядом и вёл себя пассивно, как и положено питомцу. От чтения немного отвлекла расшумевшаяся компания мужиков. Они явно были навеселе и неестественно громко и даже надрывно ржали. Разнообразие меню не впечатлило, да и место, выбранное просто потому, что находилось ближе всего ко входу в город, начинало напрягать. Но не так я себе представлял ту самую таверну, что являлось кладезем полезной информации. Местом, где серьёзные люди проворачивают тёмные делишки, и бармен раздаёт эпические квесты, ведущие игрока к могуществу и славе. Устав ждать так и не появившегося бармена, я обратился к двум синякам, что сидели справа от веселящейся компании. «Извините, не подскажете, как тут бармена позвать? Или кто тут за приём заказов отвечает?» — спросил я, сделав пару шагов к их столику. Мужики, просидевшие тут явно не один час, при звуках моего голоса странно на меня глянули, а при упоминании бармена слегка напряглись и покосились на шумевшую неподалёку компанию. Компания, кстати, перестала шуметь и с интересом посмотрела на меня. Под столькими направленными на меня взглядами я слегка поёжился. Блеснувший в их глазах алчный интерес не укрылся от меня, и я внутренне приготовился к неприятностям. Тем временем грузный, коротко стриженный мужик, сидевший ко мне спиной, с кряхтеньем поднялся. Каждое его нарочито медленное движение давало понять, насколько он недоволен тем, что ему пришлось подняться. Отодвинув кресло от стола, он развернулся и, вытерев жирные руки о грязную футболку, медленно побрёл за барную стойку, огибая меня и паука. «Здравствуйте, молодой человек. Чем я могу вам помочь?» — почти искренне произнёс он. Честно говоря, я ожидал, что мужик сразу начнёт грубить, и поэтому на секунду растерялся. Кто-то из его компании не смог сдержать смешок и прыснул в кулак. «Добрый день. Можно кофе?» «Да, конечно. Какой кофе предпочитает юный военный? Вы ведь боец, я не ошибся?» — спросил он нарочит и вежливо. «Просто чёрный кофе. Почему боец?» «Такая серьёзная экипировка. Да и выглядите вы внушительно. Я легко могу отличить хлюпика от серьёзного бойца. Знаешь как?» — хитро прищурился он. «Стать. Вот что отличает людей. Вот в тебе она есть, парень. Ну так что ещё?» Проговорив всё это, он повернулся к своим собутыльникам и, не стесняясь того, что я вижу, подмигнул тем, чем вызвал у них новый приступ смеха. Я поморщился. Эхо от лошадиного ржания неприятно било по ушам. «Больше ничего не нужно. Спасибо. Только чёрный кофе», — проговорил я, когда стало чуть тише. «Ты прикалываешься, малой? Я что, поднимался, чтобы тебе кофе налить? Заказывай!» «Да я больше ничего не хочу», — растерялся я. «Честно говоря, поесть нормальной пищи хотелось. Я пока что ничего, кроме батончиков, из терминала не пробовал. И не отказался бы от нормальной еды. Вот только дело как раз в том, что хотелось нормальной еды, а не того, что мне может состряпать жирный уволень в засаленной футболке и грязью под частично обгрызенными ногтями». «Раз ты не хочешь, значит, робота своего жрать заставь!» — уже неблагоухая напускной любезностью зло процедил он. Робот не голоден. Решив не обострять, как можно мягче проговорил я с улыбкой, показывая, что оценил шутку. «Нам только кофе». «А ты у него спросил? А? Вот видишь, нехорошо получается». Мужики за столом одобрительно загудели, всем видом показывая, что я действительно очень нехорошо поступил. «Спай, ты чего-нибудь хочешь?» — решил я удовлетворить их желание и всё-таки задал вопрос роботу. «Уйти из этот свинарник!» — отозвался лишённый толерантности робот. «Или сделать пару дырков в башке наглый кожаный бармен!» — закончил он, когда бармен дёрнулся в мою сторону. Напоровшийся одновременно сразу на несколько вещей, бармен задумался и, кивнув на терминал, произнёс. «В терминале себе кофе купи и проваливай отсюда!» Не знаю, что именно остановило его от намерения врезать наглому подростку, жирные пузо, врезавшиеся в разделявшую нас барную стойку, слова робота о паре дырок в его голове или большая пушка паука, упершаяся ему в висок. Получивший неслабое усиление, Спай теперь двигался так, что даже я, дравшийся с ним в паре, не заметил, как он успел взлететь на барную стойку и оказаться рядом с толстяком. Под внимательными взглядами друзей бармена мы с роботом действительно подошли к терминалу и, заказав в нём кофе, за двадцать пять кредитов вышли из этого милого места. «Ну ты выдал!» — обернулся я к роботу, отпевая из одноразового стаканчика горячий и вкусный кофе. «Лино, надо быть жёсткий! Всякий жирный бармен должен трястись от страха, когда-то заходить, а этот — кивнул он на дверь в столовую — смеяться над тобой!» «Может, ты и прав, дружище, может, ты и прав, но не хочется мне сильно отсвечивать тут и устраивать разборку в этом гадюшнике я б посчитал лишним. Только разборка всё равно случилась, и если бы не Спай, Лино получать по голове и остался без кредитов». «Твоя правда», — вынужден был согласиться я. «Ну ладно, попытаюсь последовать твоему совету». Мы успели отойти от столовой метров на сорок, когда нас догнал и окликнул мужичок, что тоже находился в столовой. Сидел он там в одиночестве и, в отличие от прочих, был трезв. «Да, что такое?» — обернулся я к нему. «Ты ведь искал место, где можно перекусить? Допустим. Ты знаешь, где такое найти?» «Знаю. Пройдёшь прямо по улице метров пятьсот и по правой стороне увидишь вывеску у Зенти. Там можно и поесть хорошенько, и остановиться на ночлег, если кредитами располагаешь, и хозяйке приглянёшься. Спасибо, загляну. А сам почему не там, а у этого Борова сидишь? Тут цены не такие высокие и в долг отпускают», — скривился мужичок. Я ещё раз оглядел его. Около сорока, чуть ниже меня ростом, худощавый. На лице трёхдневная щетина и наливающиеся синяки под глазами. То ли от усталости, то ли от недосыпа. Лицо простое, я бы даже сказал располагающее. «Ясно. Ну, спасибо ещё раз», — кивнул я мужику, и мы с роботом развернулись, чтобы продолжить путь. «Тут... это...» — чуть замялся мужик, когда я снова к нему обернулся. «Ты... извини, что докучаю. Не подкинешь кредитов немного». «Тебе зачем? На бутылку не хватает?» «Нет, не подкину, извини», — ответил я и вновь продолжил маршрут. «Да мне бы пожрать», — тихо произнёс тот, и, развернувшись, побрёл в сторону. На секунду задумавшись, я остановился и окликнул медленно удаляющегося мужика. «Эй, как там тебя? Постой!» «Да», — обернулся он. «Идём, догоняй», — позвал я. Мужик поравнялся с нами спустя пару секунд, изредка поглядывая на меня, но ничего больше не говоря, принялся идти рядом. «Если тебе действительно поесть, то предлагаю следующее», — начал я. «Сейчас идём в то место, как там, у Зэти?» «Зэнти», — тут же поправил он. «Точно. Ну, так вот, с меня обед, а с тебя информация. Расскажешь мне про ваш город, чем тут люди живут, что в городе есть и так далее. Годится?» «Добро», — согласился мужчина и чуть увереннее зашагал рядом. «Ну и отлично», — закончил я и продолжил осматриваться. «Тут парикмахерская, стригут неплохо и недорого», — включился мужик, заметив мой интерес к вывескам. «Девчат все приветливые, хорошее место». Я шёл и запоминал, пытаясь составить собственное представление о городе. А то, по словам Лысого, тут кроме наркобаронов, бандитов и рабочих больше никого и нет. «Вон справа видишь большое здание?» — кивком головы указал наш сопровождающий. «Это банк. Если потребуется взять ссуду, то тебе сюда. Процент-то дикий, но кредиты всегда в наличии». «Это что за место?» — спросил я, увидев большой двухэтажный дом, рядом с которым тёрлись люди с оружием. «Это...» — на секунду замялся мужик и, зло сплюнув в сторону, процедил. «Охранное агентство». «Даже так?» — удивился я. Здание было приличных размеров. Имело два этажа, восемь выходящих на улицу окон. Вход в здание был в середине фасада и делил его на две равные части. В тот момент, когда мы поравнялись с ним, ко входу как раз подлетела платформа с двумя бойцами и водителем. Заметив мой интерес, мужики с оружием напряглись и набычились в мою сторону, так что я поспешил отвести взгляд и принялся разглядывать другие здания. «Серьёзные ребята. Что охраняют?» — «Да бандиты это! Охраняют всё, что сами ограбить не могут! Те ещё твари! Ну да мы уже пришли! Сейчас пожрём!» Лицо мужичка чуть разгладилось, когда разговор переключился на еду. «Заходи!» Пройдя в вежливо распахнутую передо мной дверь, я также, не сходя с порога, огляделся. Габаритами чуть больше столовой того Борова, те же столики по периметру зала. Из отличий — длинный стол с двумя рядами стульев в центре помещения, чистота и приятный запах еды. Втянув носом в воздух, я на секунду закрыл глаза, чтобы насладиться ароматом свежей выпечки и чего-то мясного. Мужик, сопровождающий нас, к тому времени уже заскочил внутрь и о чём-то беседовал с хозяйкой заведения. Людей было немного, но их внешний вид разительно отличался от тех, кого я увидел в столовой у Борова. Чистые, трезвые, некоторые очень неплохо одетые. Видно было, что люди пришли хорошенько поесть и поболтать. Некоторые читали что-то вроде газет, другие всматривались в свои гаджеты, третьи вели беседу. Удовлетворённо кивнув, я прошёл к стойке. «Добрый день!» — поздоровался я. «Добрый, добрый!» — хмуро оглядела меня хозяйка заведения. «Вы в курсе, что этот хмырь мне должен?» «Очень, может быть», — слегка растерялся я. «Только это ваши с ним дела. Я же пришёл сюда, чтобы вкусно поесть. Этот, как вы говорите, хмырь как раз посоветовал ваше заведение. Кредиты есть?» — всё ещё насупившись, смотрела на меня хозяйка. «Найдутся?» — улыбнулся я. «Тогда присаживайтесь, где вам будет удобнее. Я сейчас подойду». Уже нормально закончила она. «Хорошо», — кивнул я и направился в сторону дальнего столика у окна. Пройдя между рядов, я усёлся на лавку у стены в самом углу, так, чтобы видеть весь зал, вход и барную стойку. Указав на место напротив новому знакомому, принялся ждать женщину. Хозяйка заведения, имевшая, как я успел убедиться, вспыльчивый характер и железный стержень, была до неприличия маленького роста. Сейчас, когда я увидел её, семеняющую к нашему столику, держащую меню в руках, на лицо непроизвольно наползла улыбка. Положив меню передо мной, она продолжила сверлить взглядом мужика. «Простите, может быть, вы посоветуете что-то? Хотелось бы чего-нибудь мясного», — обратился я к ней. «Жаркое из треппов с картофелем», — тут же откликнулась женщина. «Простите, а кто такие треппы?» — спросил я. «Бери, не думай. Треппы — очень вкусная животинка. Одна из немногих съедобных, что водятся у нас». Женщина сдержанно кивнула. «Недавно у нас?» — спросила она. «Да, буквально пару дней», — сказал я. «Ну, давайте попробуем треппов. И чайник чая, если можно. Ты чего будешь?» «Не, тоже жаркое. И пару булочек», — скорее спрашивая, произнёс мужчина. Я кивнул. Приняв заказ, Зэнти направилась обратно. «Серьёзная дама», — кивнул я в сторону удаляющейся хозяйки. «Ты даже не представляешь, насколько. Помнишь тех парней, о которых ты спрашивал? Так вот, она одна из немногих, кто работает и не платит им за крышу. Так они ещё и крышуют тут всех. Но не всех, конечно. Так, мелких лавочников, предпринимателей, ну и простой люд кошмарят. А если кто посерьёзнее, типа научников или наши Зэнти, то пасуют». «Что за научники?» — удивился я. «Лысый, чтоб его. Ни о чём таком не рассказывал». «Мы с тобой у восточного входа пересеклись, а их база у западного находится. Крутые ребята. Прибыли сюда года четыре назад. Занимаются исследованием диких земель, живность режут, изучают. И ещё бог знает что». Так вот, когда они только появились, Сайдок со своими к ним и нагрянул. Я удержался от того, чтобы не вскрикнуть от произнесённого имени, за что мысленно себя тут же похвалил и принялся впитывать информацию. Да только вместо щуплых очкариков в белых халатах напоролся на закованных в суперсовременную броню амбалов и свалил, пока кости целы. Видимо, прочитав недоумение на моём лице, мужик поспешил поправиться. «Нет, у них, конечно, есть и те, кто в халатах, да по кабинетам. Только и охрана своя, собственно, имеется. Поговаривают даже, что из бывших военных», — чуть понизив голос, закончил он. «Тут нам принесли заказ, и мы с жаром накинулись на жаркое. Мясо оказалось очень вкусным, чуть напоминающим говядину. А картофель был стандартным». Разговор продолжили только тогда, когда дело дошло до чая. «Ладно, с учёными я понял. А как Зенти смогла от них отбиться? Тоже охрана из военных?» «Почти», — улыбнулся мужик. «Сын у неё служит в спецвойсках и при каждой возможности навещает маму, иногда с боевыми товарищами». «Понял», — улыбнулся я. «Нормально». Мы ещё около часа просидели за разговорами. Расспрашивал я про местную жизнь, про то, чем в городе занимаются люди, и чем мог бы заняться я. Выходило так, что если не имеешь собственного дела, то дорог у тебя не так, чтобы очень много. Основным вариантом шло несколько видов заводов по переработке отходов. Наш новый знакомый оказался одним из тех, кто как раз и работал на одном из них. Перерабатывал пластик около десяти лет, но в прошлом году был уволен по состоянию здоровья. Уточнять, где именно он это здоровье потерял, думаю, будет излишним. Проблему с лёгкими можно было решить, но на это нужны были немалые деньги, которых у мужчины, естественно, не оказалось. Так что уже около года он перебивался то одним, то другим. Хорошо, хоть семьи к своим сорока годам так и не завёл, иначе было бы совсем худо. В бандиты, ещё одну из перспективных отраслей, он идти не захотел. А может, просто не взяли. Так что теперь сидел и за тарелку еды рассказывал подростку о прелестях жизни в его родном городе. «Многие из тех, кто закончил как он, сейчас находились в том месте, где я начал свою игру. На свалке». Почему мужик там не оказался, он не ответил, лишь с грустью глянул на стоявшую за стойкой зенти. Существовал ещё один способ заработка, но для этого необходимо было иметь имплант. Как оказалось, любая организация в городе или любой местный житель, имеющий доступ к терминалу, мог разместить там свой заказ. По жилью было сложнее. Купить полноценное жильё здесь было нереально. Любое строение, находящееся в черте города, за исключением базы научников, принадлежало городу. Максимум того, что светило человеку, пусть и с большими деньгами, — аренда, стоило которое очень серьёзных денег. И всё это только для местных. О том, чтобы пришлый сунулся в администрацию с вопросами покупки жилья, не могло быть и речи. С ценами вообще было странно. Сколько бы я не пытался вникнуть, так пока и не понял, как именно происходит ценообразование. К примеру, наш обед, который оплатил всё время просидевший под столом спай, обошёлся нам в 45 кредитов. Кофе, купленное в терминале, влетело мне в 25. А постылившие за эти дни батончики шли по кредиту за штуку. Вот и пойми, что тут к чему. Единственное, что я понял, — кофе я больше брать не буду. А вот к Зенте можно будет временами наведываться. Поблагодарив мужика за беседу, я перечислил ему ещё 50 кредитов на странного вида штуковину, оказавшуюся накопителем. Поднялся, пожелал хорошего дня хозяйке заведения и пошёл дальше. «Ну, что скажешь, спай? Как тебе городок?» — спросил я, когда мы шли к западному выходу. «Интересно. Про наш друзья?» — выразительно посмотрел робот на меня. «Тоже интересно». «Да, продуктивно пообщались», — согласился я. «А про мужика что скажешь?» «Обычный, кожаный. А что?» «Нет, на всякий случай решил спросить. Вдруг ты заметил что-нибудь странное». «Нет, спай не заметить». «Понял. Ну что, пошли посмотрим на базу этих научников». «Идём», — согласился робот. Базу учёных мы заприметили издалека. Здание, если его можно было так назвать, не вписывалось в общую архитектуру города. Тут скорее подходило слово «комплекс». Комплекс куполов, соединённых между собой трубами-коридорами. Крупный центральный купол, от которого отходило три рукава, заканчивающиеся куполами поменьше, образовывали огромную букву «Т». А вот возле левого, малого купола сейчас царил ажиотаж. Множество людей, как простых зевак, так и работников научного комплекса, растянулись в линию, провожая залетающую от входа в город платформу. Зеваки занимались своими непосредственными обязанностями, а именно глазели, в то время как вооружённые люди в униформе удерживали тех на расстоянии. И я отлично понимал людей с оружием. На платформе, которую сопровождало человек десять изрядно потрёпанных бойцов, лежал невообразимых размеров монстр. Представив это существо в естественном для него положении, понял, что рост его как минимум метра два в холке. По форме тела существо больше всего напоминало земного носорога. Вот только голову ему присобачили непонятно от кого. Я смог глянуть на неё только мельком, но меня аж передёрнуло от красоты его неописуемой. Как будто наросты, присоски, рога и клыки смешали в блендере, приправив суперклеем, и вылили ему на морду, где всё тут же присохло. Я подошёл и аккуратно вклинился между любопытствующих. Платформа двигалась медленно, и сейчас чудовище проплывало как раз мимо меня. В какой-то момент из-под моей левой руки вынырнул пацанёнок и ломанулся прямо к монстру. «Куда?» — ошарашенно возопил неуспевающий охранник. «Я тоже дёрнулся слишком поздно и не успел ухватить паренька за шиворот. Всех нас, включая мальчишку, спас мой робот». Спай пулей метнулся к мелкому и, обхватив одной из лап, выдернул того из-под занесённого для удара хвоста. Монстр был в сознании, и каким-то из своих органов чувств смог засечь приближающегося к нему со спины мальчонку. Секунда, и Спай стоит рядом со мной, прижимая к себе ребёнка, от которого так и прёт счастьем. А от платформы доносится грохот от долбанувшего по ней хвоста. «Ты чего, парень? Жить надоело?» — подошёл к мальцу охранник. «Чудище!» — заворожённо проговорил тот. «Крутое чудище!» «Сейчас я родителей твоих найду, будет тебе чудище!» — сведя брови, произнёс охранник. Малец при упоминании родителей чуть пришёл в себя. «А? Нет, не надо родителей! Я всё! Давайте я пойду, мне пора!» Мы с охранником понимающе переглянулись. Кто не вытворял в детстве глупостей? Улыбнувшись мне украдкой, тот махнул рукой. «Чтобы я больше тебя тут не видел!» — нарочито грозно проговорил охранник. «Спай, отнеси его вон к тем мелким и отпусти», — попросил я робота. Чуть в отдалении, выпучив перепуганные глаза, за нами наблюдала стайка детишек. Спай, качнул корпусом и пошёл в указанном направлении. «Твой робот», — уточнил охранник. «Мой», — кивнул я. «Хороший спайдер, сам такого всегда хотел. Это какое поколение?» «Третье», — на автомате выпалил я. «Неслабо», — чуть отстранившись, вновь оглядел меня охранник. «Ладно, в любом случае спасибо тебе. Влетел бы я, если б не твой робот». «Да не за что», — пожалая плечами. «Удачи», — кивнул охранник. И пошёл дальше, сопровождая платформу и чуть внимательнее приглядываясь к людям. Я же, заметив, что Спайк так и стоит рядом с детишками, направился к нему. «Опасно! Маленький кожаный человечек мог умереть! Больше так не делать!» — нравоучительно вещал Спай о шалевшем от робота детишкам. Я подошёл и присёл на корточки, опершись о голову моего металлического напарника, и взглянул на детишек. «Мой друг прав. Ты», — указал я пальцем на паренька, — «мог только что умереть. И сделал глупость, когда решил подойти к опасной твари поближе. А вы потеряли бы друга, и завтра вас стало бы на одного меньше. Подумайте над этим. Идём, Спай!» Робот ещё секунду посверлил детей окулярами, а потом двинул вслед за мной. «Для одного дня впечатлений достаточно. Пора домой». Глава десятая. Ночной кошмар. «Ты вообще видеть, какой броня и пушка у их бойцов!» — донёсся голос робота откуда-то из глубин корабля. «Видел? Выглядит серьёзно», — подтвердил я. «Вчера мы с роботом сделали перерыв. Но как мы? Я не заходил в игру, а занялся домашними делами. Пообщался с родителями. Те переживали за меня, но успокоились и даже обрадовались, когда я рассказал о своих успехах. Мама, давным-давно попробовавшая себя ещё в первых «вертмирах», отказалась от этой затеи и предпочла постоянным убийствам и смертям обычную работу. Отец же? Тот оказался из числа тех 30%, кому не повезло. Доступа ни в один мир он так и не смог получить. Так что теперь они с любопытством и радостью слушали мои рассказы о том, что я тут делаю и чем занимаюсь. Конечно, пришлось отфильтровывать множество вещей и кое-где сглаживать углы. Но в целом рассказ всё равно вышел отличным. Приятно было поделиться успехами, особенно когда видишь, что это кому-то действительно небезразлично. Так что, отдохнув и получив заряд поддержки от родных, я снова натянул шкуру мусорщика и полез на свалку, где меня уже заждался спай. «Конечно, выглядеть серьёзно! Это же учёные! У них новые образцы! Новые броня, пушки, импланты! Самый современный! Последняя разработка!» «Спай, да завязывай!» — улыбнулся я. «Я разве отказываюсь?» «Конечно, нужно на них поработать. Причём серьёзно. Мало того, что можно будет хорошими штуками разжиться, так есть и ещё один момент. Думается мне, что они либо подскажут, где находится портал в другие миры, либо смогут предоставить мне доступ к нему. Конечно, если мы добьёмся нужного уровня во взаимоотношениях». «Тогда чего Лину сидит? Вставать и идти в город!» — обрадовался паук. «Зачем в город?» — не понял я. «Как зачем? Знакомиться? Наводить контакт? Брать задания? Получать уважение? Покупать мощный пушка? Ты куда разогнался, фанат оружейный? Мы с тобой не бессмертные, если ты не забыл. Видел ту тварь, что они в город волокли? Как предлагаешь её брать? Ты подставишь под ножку, и как только тварь споткнётся, я бросаюсь со спины и беру её на удушающий?» Не оценивший моего юмора, робот посмотрел на меня как на идиота, а потом сел, чуть пригорюнившись. «Ну и чего ты? Куда весь запал делся?» — улыбнулся я. «С таким напарником никакой запал не помогать. Хана обоим!» — с безнадёгой в голосе ответил робот. «Ладно, ладно. Если серьёзно, то я тоже думал о работе на них. Помнишь, что мужик в кафе говорил? Тот кожаный? И что? Про задания, которые можно брать через терминал. Точно! Лину молодец! Спай тогда бежать брать задания? Куда бежать? День на дворе. Там сейчас рабочих полная площадка. Ты совсем что ли? Давай тебе масло купим, шестерёнки смажем. Не надо масла, просто спай сильно хотеть хороший голосовой модуль и прочий крутой наворот. «Понимаю тебя», — кивнул я. «Я тоже не хочу, чтобы у меня напарник был машиной для убийства. Мне было бы жить спокойнее. Тем более, если мне предстоит уйти из этого мира, то я должен быть спокоен за тебя. Так что в первую очередь будем усиливать именно тебя». «Хорошо, друг Лино. Что делать до вечера?» «Как обычно», — улыбнулся я. «Работать». В очередной раз, распродавшись, мы стояли у терминала. На счёт упали 217 кредитов, увеличив его до полутора тысяч. «Ну что, смотри, чего там они предлагают», — сказал я роботу. «Сейчас посмотрим», — проговорил робот, вставляя передний манипулятор в отверстие терминала. «Заодно и зарядка поднабрать». Я улыбнулся и откинулся спиной на стенку терминала. «И глянь, не появилось ли интересных имплантов по нормальной цене?» «Уже глянуть, только шлак». «Печально», — вздохнул я. «Так, задание от головастик, слушай. Первое — доставить живые образцы мутантов. Второе — доставить образцы технологий. Третье — доставить образцы полезной ископаемой. Ну, давай по технологиям. Что там им нужно? И что за технологии вообще?» — спросил я. «Спай читать». «Так, так». «Всё, я понимать, это не для нашей команды». «Что так?» — удивился я. «Учёные хотят образцы технологий местной расы. Такие сохранятся в глубине диких земель». «Понял. И правда не наш случай». «Ну, а что по мутантам?» «Доставить яйца дикого червя. Не то. Так, так. О, принести блохастый псина. Это как раз для нашей команды мечты. Доставить до их комплекса живой псина». «Что по оплате?» «150 кредит за каждый блохастый». «Хм, а неплохо. Там количество указано». «Нет, можно тащить сколько хочешь блохастый. Как ловить будем? Стрелять нельзя». «Придумаем чего-нибудь». «Так, спай, посмотри, там для меня пистолет попроще, но с бесшумной стрельбой. Ещё нужно будет метров двадцать крепкого шнура, компаса и часы». Спустя 15 минут я был обладателем интересного пистолета. Чем-то отдалённо он напоминал «Кольт М-1911». Разве что ствол был чуть толще. Я небольшой знаток оружия, но из известного мне, этот был больше всего похож на наше новое приобретение. Новые часы показывали половину второго ночи, а если судить по компасу, то двигались мы строго на юг. В общем, тактика такая. Раз из нас двоих только я был во всём тактическом, то решил предложить свой план действий. Ты нападаешь, по возможности обездвиживаешь псину, прижав её к земле, а я связываю ей лапы и пасть. Когда робот узнал, зачем мне верёвка, то предложил мне воспользоваться хомутами. А уже через минуту я получил небольшую бухту паракорда. И узнал, что терминал жадный скотина, который продаёт хомуты по нереальным ценам. Около часа мы бродили по свалке в поисках собак, но пока больших успехов не достигли. Нет, мы слышали вои и рычания, доносившиеся издалека, но всякий раз, добираясь до нужного места, никого там не находили. «Что-то не так мы с тобой делаем, дружище», — проговорил я и задумался. Не помогали ни тактические перчатки, ни точно такие же берцы. Решив, что проблема не в тактике, а в стратегии, я выдвинул новое предложение. «Спай, помнишь, где мы оставили последнего нашего друга?» — спросил я. «Да», — чуть подумав, кивнул робот. «Дорогу туда найти сможешь?» «Конечно, человечек! Спай всё сможет!» «Ну и отлично, тогда двигаем туда!» Ночь была звёздной, так что особенных проблем с передвижением не возникало, ни у меня, ни тем более у робота. Спай, как я понял, мог ориентироваться и в полной темноте, практически не теряя в скорости и манёвренности. Надо будет попросить у учёных буклетик с подробными ТТХ моего напарника. Слишком уж большим набором способностей он обладал, и это только те, о которых мне было известно. К нужному месту добирались минут сорок. Такими темпами ночь скоро закончится, а мы пока так никого и не поймали. Интуиция меня не подвела. На месте, где мы оставили последний труп бандита, действительно нашлась псина, да не одна. В данный момент одна обгладывала рёбра давно умершего человека, а две другие бегали рядом, принюхиваясь к земле. «Спай», — проговорил я еле слышно, когда робот подполз ко мне. «Сможешь вырубить тех двоих? Ну или вырубить одну, а вторую задержать, как и договаривались. А третий блохастый?» — тут же тихо спросил друг. «Её я возьму на себя и попытаюсь связать». «Уверен?» «Ну, в крайнем случае, если пойму, что не справляюсь, то застрелю её. Но хотелось бы взять троих». «Давай пробовать. Кто начинать?» «Как я прыгну на неё? Можешь атаковать этих двоих?» Скажу сразу, троих взять не удалось. Воспользовавшись тем, что две находившиеся поодаль псины что-то не поделили и принялись шуметь, я подкрался к жрущей на максимально близкую дистанцию и прыгнул. Не ожидавшая такой подставы, собака лишь хлопнула челюстями, когда я приземлился ей на спину. Схватив тварь одной рукой за морду, сжал её сомкнувшиеся челюсти. Пальцы правой руки, защищённые перчатками новичка, впились в мягкую плоть между челюстей. Большой палец прижимал верхнюю, находясь чуть выше носа псины. Второй рукой хватаю за холку и изо всех сил вжимаю в землю. Краем глаза отмечаю, что спай уже ринулся в атаку, назаметивших моё появление монстров. Оседлав животное сверху, сжимаю ноги и упираюсь коленями ей в позвоночник. На секунду убираю левую руку, достаю верёвку, и тут тварь окончательно приходит в себя. Первые её рывки удаётся сдержать. С зажатым в руке куском паракорда я снова упираюсь ей в спину. И как раньше люди на волков ходили, проносится в голове ненужная сейчас мысль, а схватка продолжается. Тварь уже вовсю разбушевалась, и я на секунду растерялся и на самом деле принялся проводить псине удушающий. Заведя левую руку за шею, обхватываю её ногами и переворачиваю на спину, в надежде растянуть её тело и дождаться, пока тварь отключится без доступа воздуха. Вот только эта помесь волка с собакой куда как ловчее и дурнее, чем человек. Дёрнувшись, она проворачивается в моих объятиях, и вот уже оскаленная пасть собаки упирается мне в грудь. В следующее мгновение тварь лязгает челюстями, пытаясь схватить меня за горло. Прекращаю идиотские попытки задушить её и отталкиваю от себя. Секунда, и мы уже стоим друг напротив друга, ожидая, кто бросится первый. Я начинаю подумывать о том, чтобы достать пистолет. Почти решаюсь, и тут собака не выдерживает и бросается на меня. Но непонятно откуда взявшихся рефлексах, встречаю её правым прямым. Удар приходится псине прямо в нос, и та, взвизгнув, отлетает на метр. Бросаюсь следом и наваливаюсь сверху. Переворачиваю псину на бок и наступаю коленом ей на шею, фиксируя голову. Верёвка с подготовленной петлёй до сих пор в руке. Одной рукой сжимаю передние лапы и накидываю петлю. Рывок, и передние конечности бешеного пса стянуты. Дальше прошло легче. Тварь всё ещё пыталась извернуться и укусить меня, но я давил коленом на грани. Чуть сильнее, и её шея бы не выдержала, но обошлось. Со связанными лапами псину уже не представляло особой угрозы. Главное было не зевать. Минута, и первая подопытная для учёных надёжно упакована. Поворачиваюсь к напарнику. Тот, как и договаривались, вырубил одну и удерживает вторую, наблюдая за моим неуклюжим поединком. Сначала бегу к той, которую паук огрел своей плазменной пушкой. Связываю лапы и челюсти. Дальше дело техники. Отваливаюсь от трети и тяжело дыша пытаюсь прийти в себя. Вот это повоевали, блин. «Лино, ты целый?» — спрашивает спай. Открываю глаза и осматриваю себя. Мало ли, вдруг в горячке битвы не заметил. Но нет, ранений на себе не нахожу, даже одежда вся целая. Измазался, конечно. Кое-где видны следы от собачьих когтей. Да и в шерсти весь, но в целом порядок. Вот тут-то всё и началось. Связанные псины не переставали скулить и рычать даже со связанными мордами. Видимо, на эти звуки и явилась остальная часть стаи. Хорошо хоть не все разом, иначе пришлось бы отступать. Пересчитывая их после боя, поняли, что смогли одолеть стаю в 15 голов, 9 из которых всё-таки пришлось застрелить. Причём стрелял не только робот, мне тоже удалось протестировать своё оружие. В город входили с рассветом. Злые, уставшие и потрёпанные. В сжатых руке и манипуляторе огромный кусок брезента, на котором с комфортом уместились шесть связанных трофеев. Не знаю, как робот, а я перестреляю тут всех, если мне откажутся платить. Не отказали. Охранник на входе долго нас осматривал, но всё же попросил подождать и вызвал по рации некоего господина Эрриана. Фим оказался вышедший спустя десять минут среднего возраста мужчина в сером комбинезоне, поверх которого был накинут халат. «Господа», — обратился он к нам, — «вы, я как понимаю, хотите сдать добычу. Что у вас там?» «Спай, покажи», — попросил я напарника. Робот отпустил всё ещё сжимаемый в лапе угол брезентового полотна, подошёл к ноше и откинул материю, демонстрируя шесть связанных монстров. «Неплохо», — прокомментировал учёный. «Как хотите получить оплату?» «А есть варианты?» — заинтересовался я. «Конечно. Но давайте обсудим это внутри. Заодно и познакомимся». «Я не против», — согласился я. «Оружие придётся сдать», — сделал шаг вперёд охранник. «Не вопрос», — не стал спорить я, и, вытащив пистолет из кобуры, протянул ему. «Железяка тоже останется тут», — кивнул он на робота. «Железяка сейчас тебе башку прострелят, если продолжишь так её называть», — выпалил я. Не знаю, что на меня нашло. То ли «Тяжёлая ночь» сыграла роль, то ли морда этого охранника мне не понравилась. Но почему-то в этот раз сглаживать углы не хотелось абсолютно. «Чего? Ты совсем сопляк?» — выпитив нижнюю челюсть, взревел бугай. «Спай!» — рявкнул я. И охранника снесло. Получив неслабый удар в оттопыренную челюсть, мужик отлетел к стене бункера, где и затих. Дёрнувшемуся в сторону робота второму охраннику, я упёр ствол в висок. Тот самый, что добровольно хотел сдать в начале нашего разговора. «Впечатляет», — улыбнулся учёный, не испугавшись ни на секунду. «А теперь, может, не будем обострять конфликт? Думаю, ему это будет полезным уроком. Да и нам стоит подумать над эффективностью нашей охраны. Пара турели не помешает», — согласился я. И опустил оружие. Второй охранник дёргаться не стал, хотя были у меня опасения. Показав учёному на свой ствол, мотнул головой, мол, чего с оружием-то? На что Эрриан поморщился и махнул рукой, приглашая нас следовать за ним. Пройдя за учёным в небольшой отсек, все трое подверглись тройной очистке. Сначала с потолка обдало тонкими, но мощными струями воды, затем воздух нагрелся так, что дышать стало тяжело. Последний шлюз принёс расслабление и облегчение, обдав нежными воздушными потоками, остужая и до конца высушивая нашу одежду. За нашей добычей были отправлены трое помощников доктора, а мы по лестнице, идущей по периметру купола, поднялись на самый верх. Здесь, под самым потолком, прозрачного с этой стороны купола, находилось кафе. Чистое, приятное, с необычным видом на свалку и окрестности. Доктор предложил нам присаживаться, предварительно уточнив, чего бы нам хотелось. Я попросил кофе. После бурной ночи глаза слепались, и необходимо было взбодриться перед важным разговором. Эрриан вернулся спустя пять минут с двумя стаканами бодрящего и ароматного напитка. С благодарностью приняв от него один из них, принюхался и сделал небольшой глоток. Вкус был интересный, но необычный. «С шоколадом», — пояснил учёный. «Помогает, знаете ли, при нашей работе». «Очень вкусно. Спасибо», — поблагодарил я. «Давайте знакомиться. Меня зовут Эрриан. Я являюсь...» — он на секунду замялся. «Младшим научным сотрудником этого научного комплекса». «Я Лино, а это Спай», — представил я нас. «Рад познакомиться», — улыбнулся мужчина. «Давайте я немного расскажу о том, чем мы тут, собственно, занимаемся». «С радостью послушаю», — кивнул я. А Спай подошёл чуть ближе, не собираясь пропускать интересный разговор. «Этот научный комплекс создан около трёх лет назад. Основной целью и задачей для нас является изучение этой планеты. Местная флора и фауна представляет большой интерес и открывает невероятный простор для экспериментов. Вот взять хотя бы тех собачек, что вы нам принесли. Вы, я думаю, как никто другой, должны были заметить, что они слегка бешеные». Я кивнул. «На самом деле это не бешенство. Бешенство — это инфекционная вирусная болезнь. Эти животные не заражены никакой инфекцией. Итог, какими вы их видели, их нормальное состояние». «Интересно», — улыбнулся я, вспоминая брыжущую слюной пасть у своей шеи. «Так вот», — продолжил он. «Уже сейчас на основе выделяемой ими пены разработаны несколько видов стимуляторов для военных». «Круто», — кивнул я. «Я всё это рассказываю для того, чтобы вы поняли, что даже самая непрезентабельная на вид тварь этого мира может быть крайне полезна для сотен и тысяч существ». «Ну и намекнуть, что в случае сотрудничества я смогу рассчитывать на доступ к некоторым вашим разработкам», — улыбнулся я. «Ха, вы не так просты, Лино. Это мне нравится. Тогда давайте не будем тянуть время. Во-первых, что вы хотите получить за доставленные образцы? Если есть возможность убирать, то я предпочёл бы информацию в качестве оплаты». «Принято. С этим определимся позже. Теперь по существу. Нам требуются люди, способные добывать необходимые для наших исследований вещи. Как насчёт того, чтобы поработать на нас за хорошую оплату?» «Я, собственно, на это и рассчитывал», — улыбнулся я. «Вот и отлично. С подобным списком заданий вы всегда сможете ознакомиться на нижнем этаже этого купола. Видели, мы проходили информационный стенд?» «Да, помню. Но не проще воспользоваться терминалом. Задание о собаках я нашёл именно там. Задание в терминалах служит как раз для того, чтобы привлечь перспективных работников и отсеять тех соискателей, что не в состоянии справиться с предстоящей работой». «Понял», — кивнул я, представляя себе останки тел тех, кто не смог трудоустроиться. «Пропуск в этот купол для вас будет готов уже сегодня. На этот счёт можете не переживать. К работе сможете приступить, когда вам будет удобно. По поводу оплаты за сегодня, что именно вас интересует?» «Если честно, то всё. Я мало что знаю об этом мире». Подумав, я решил рискнуть. «Но основной мой интерес представляет портал. Вам о таком известно?» «Что именно вы имеете в виду?» — спросил учёный. «Я знаю, что на этой планете существует портал, способный перенести меня в другие миры». «Интересно. Так вы из тех, кто называет себя игроками?» — удивился учёный. «Он самый», — кивнул я, внутренне напрягшись. «Ясно». «Ну, что я могу вам сказать?» — задумался он. «Вы не первый, кто интересуется данной темой. О точном местонахождении портала нам доподлинно неизвестно. Точно могу сказать, что ни в верхнем городе, ни в центре его нет. Некоторые полагают, что он может находиться в диких землях. Опять же, повторюсь доподлинно, о его местонахождении мне неизвестно. «Большое спасибо», — кивнул я, впитывая новую информацию. «Рад был помочь. А теперь прошу меня извинить. Мне уже пора. Это кафе и весь первый этаж в вашем распоряжении в любое время. Не спешите. Осмотритесь. Думаю, вам понравится. И да, оплату за эти образцы в кредитах я вам всё-таки выдам. Считайте это премией за успешное выполнение задания». Я привстал, пожал протянутую руку учёного и опустился на стул. Эрриан перекинул роботу 900 кредитов, увеличив наш счёт до 1600. «Лино!» — позвал меня Спай. Я наклонился к роботу, сделал страшные глаза и едва заметно качнул головой. Нет, обсуждать тут дальнейшие свои планы будет ошибкой. Сейчас торопиться нельзя. Следует обдумать услышанное и прикинуть, насколько всему этому вообще можно доверять. Идём, дружище. Посмотрим, что там за доска объявлений. И чем нас порадует первый этаж. Когда поднимались наверх, я мало что успел рассмотреть внизу. Нет, я, конечно, окинул взглядом большое помещение с десятком информационных панелей и множеством снующих по своим делам людей. Но это было не то. Спустившись вниз, отметил, что народу прибавилось. Среди учёной-братьей, облачённые в серые костюмы, с накинутыми поверх белыми халатами, мелькали люди в разномастной одежде. Остановившись, начал разглядывать их. Судя по всему, это были как раз те, кто сумел пройти первичную аттестацию. И не сдохнуть от зубов хищников или яда местной флоры. А может, наоборот, яды хищников и клыков флоры. Кто знает, что за тварьи тут водятся. Мне, к счастью, никто, кроме бешеных псов, пока не попадался. Был бы у меня интерфейс, я бы с уверенностью мог сказать, что многие из тех, кого я сейчас вижу, игроки. Но даже сейчас было понятно, что они тут есть. Насколько не был бы совершенным этот виртуальный мир, а живые люди всё же отличались от НПС. В первую очередь тем, что вели себя несоответственно месту, ситуации и собственной роли. Взять хотя бы вон тех двух. Одетая в боевое снаряжение симпатичная блондинка, украдкой лупит ладошкой по груди парня, яростно споря и что-то доказывая. Всё бы ничего, но он, как и остальные учёные, одет в стандартный набор – серый костюм плюс халат. Вряд ли представители центра из числа НПС стали бы терпеть подобные отношения, пусть и от столь симпатичного наёмного работника. Интересно, парень дослужился до халата или ему при старте выдали роль? «Не знаю, но тот факт, что рядом есть игроки, а я до сих пор не имею возможности воскреснуть, напрягал». Решив отложить экскурсию на другое время, я отправился на выход. Нужно было подкрепиться и обсудить кое-какие моменты с роботом. Не думаю, что кафе в научном комплексе, где сто процентов есть прослушка, подходит для этого. Так что я направился в уже знакомое мне место. «Добрый день», – поздоровался я с хозяйкой заведения. «Надеюсь, ваше замечательное жаркое ещё есть?» «Добрый. Съели давно. Но кто же меня остановит? Опять приготовила», – улыбнулась она. «Замечательно. Тогда мне одну порцию и чай, будьте добры», – попросил я. «Конечно, присаживайтесь», – предложила она. Сегодня хозяйка была явно в хорошем расположении духа. И так и лучилась с довольством. Заняв тот же столик, благо людей было немного, я уставился в окно и принялся думать. Не сразу сообразил, что обращаются ко мне, и отвлёкся от своих мыслей, только когда спай треснул мне по ноге. «Ай!» – потёр я ушибленное место. «Да? Простите, задумался». «Ничего страшного», – улыбнулась хозяйка, глядя на робота. «Ваш заказ готов. Приятного аппетита». «Тут Юдин забегал. Просил передать, что он нашёл для вас то, что вы просили. Обещал быть к обёду тут. Просил его дождаться, если вы появитесь». «Простите, а кто такой Юдин?» – не понял я. «Но как же», – опешила хозяйка. «В прошлый раз вы были у меня с ним. За этим же столом сидели». «А, точно. Простите. В обед говорите?» «Хорошо. Спасибо большое. Приятного аппетита», – пожелала она и засеменила к себе застойку. Взяв вилку, закинул в рот пару аппетитных кусочков картошки и небольшой кубик источающего умопомрачительный аромат мяса. Глубоко вдохнув через нос, принялся жевать и думать. «По всему выходило, что учёному незачем меня дурить. Слишком я мелкая сошка и не представляю для них интереса. А из этого следует, что портала в городе нет. Верить ли его словам о том, что он находится в диких землях? Вот это вопрос. Что потребуется человеку, решившемуся отправиться в дикие земли? Снаряжение, оружие, доспехи, медикаменты и прочее, прочее, прочее. Где всё это взять? Правильно, у учёных. А для этого что? Для этого нужно батрачить на них с утра до ночи, принося так необходимые им образцы. Вот тут и может скрываться их интерес. Втянется человек, понравится работа или хорошая оплата, предложат перспективную должность и о перемещении в другие миры даже думать не захочется. С другой стороны, даже при условии, что всё так, я ничего не теряю, а значит вопрос решённый. Сотрудничеству с головастиками быть. Но ухо с ними нужно держать востро, мало ли что у них на уме. Вдруг весь этот комплекс стоит на самом портале. И вся эта шайка только и занимается, что изучением перемещения в другие миры. Теория абсурдная, но чем чёрт не шутит? Ладно, теперь о Юдине. И мечка-то какое. Чего я там такого у него просил добыть? Что-то не помню такого. Странно. Ладно, дождёмся обеда. Там видно будет. Поправив на всякий пожарный кобуру, примерился, удобно ли будет выхватывать пистолет, и убедившись, что да, вновь взялся за вилку. Жаркое было прекрасным. В прошлый раз, слушая рассказы мужика, не мог уделить должного внимания блюду. «Что думаешь по поводу учёных, спай?» — обратился я к напарнику, когда с едой было покончено, и я взялся за чай. «Сотрудничать надо, но доверять совсем нельзя», — важно выдал напарник. «Тоже к этому выводу пришёл», — улыбнувшись прозорливости робота, кивнул я. «Когда браться за задание?» — поинтересовался робот. «Не знаю. Можно завтра начать. Неплохо было бы всё-таки глянуть, что там у них на первом этаже. Не зря же там игроки тусуются. Хорошо. Лино думать про имплант?» «Думал, конечно. Ты прав, надо брать. Без него я больше на охоту не пойду. Слишком опасно». «Наконец-то кожаный Лино начать соображать!» — противным голосом отозвался робот из-под стола. Вернув должок, пнул его протезом. «Не сильно. Так, чтобы почувствовал гад. Мог же, когда подошла Зенти, постучать по протезу. Нет, он мне по нормальной ноге шибанул. Вредная железяка». «Что делать с нашими друзяшками?» — спросил робот. А я чуть не поперхнулся. Так бандитов он ещё не называл. Но молодец, конспирацию блюдёт. «Не знаю, спай. Вроде всё мы правильно делаем. Но что-то меня грызёт, покоя не даёт. Спать хотеть. Приходить к друзяшкам в гости по ночам. Друзяшки боятся выходить гулять по ночам. «Называть, спай, ночной кошмар!» — зловещим голосом пробормотал робот. На нас покосилась парочка посетителей, и я снова был вынужден пнуть паучка. «Конспиратор чёртов! Можно потише?» — зашипел я, чуть склонившись к столу. «Ночной кошмар он! Посмотрим, спай. Давай ещё пару дней подождём, и тогда продолжим наши встречи». «Хорошо, спай, подождать! Бу-га-га!» — не удержался этот готы, зловеще рассмеялся из-под стола. Я прыснул. Народ снова недовольно на нас покосился. «Если честно, мне было плевать. Пускай смотрят». Спай оживал. А это для меня было главное. К нему всё чаще возвращалось хорошее настроение, утерянное после смерти Калли. Он временами шутил и снова подтрунивал надо мной, и это мне нравилось. Честно говоря, я опасался, что после убийства тех четверых у робота снесёт крышу, и он превратится в кровавого маньяка. Так что такие моменты очень поднимали настроение. Юдин прибыл даже раньше, чем обещал. «О, ты здесь! Хорошо, что дождался! Привет!» — протянул он руку. Я пожал её и пригласил мужика к нам за стол. «Чай будешь?» «Откажусь, спасибо!» — кивнул он. «Зэнте сказала, что ты меня искал. Что случилось?» «Да, да. Помнишь, ты говорил, что ищешь имплант, желательно подешевле. Так вот, есть такой». «Тише!» — попросил я, поморщившись. Покопавшись в памяти, действительно вспомнил, что задавал такой вопрос вскользь, но внимание на нём не акцентировал. Не надеялся я, что у безработного найдётся пара-тройка свободных имплантов на продажу. «Прости!» «Так вот, ты когда ушёл, я начал думать. Вертелось что-то в голове по поводу этих имплантов, а вспомнить никак не мог. Вышел, значит, отсюда и пошёл в столовку, где тебя встретил. Захожу, значит, дверь открываю, и тут до меня дошло». Что дошло? Дошло, откуда эта мысль о том, что я что-то такое слышал. «Ну давай уже не тяни! Что-то я не знаю. Рассказывай!» Снова поморщился я, не разделяя энтузиазма рассказчика. Короче, вспомнил я, что Боров как-то упоминал, что подружка его новая продаёт парочку имплантов. Он ещё у меня спрашивал, не желаю ли я приобрести. Знает же, падла, что кредитов нет. Но суть в том, что цену он не ломит, а имплант у неё один стандартный, а второй боевой, что ли. Какой-то крутой, в общем. «Ну так как? Стоило меня подождать?» «Стоило, стоило. Ты мне расскажи, что делал после того, как вспомнил». «Как что? Обратно ломанулся, по городу пробежался, но тебя уже не поймал». «С Боровом не общался? С подружкой его?» «Нет. Думал, у тебя сначала узнать. Вдруг ты дел с ним иметь не захочешь?» «Это ты молодец. Это молодец», повторил я, перебирая мысли в голове. «Ну так что, будешь брать?» глядел на меня мужик. «Конечно буду», ответил я. «Значит так, долю с этой сделки хочешь?» «Эм, какую?» Сразу навострил уши мужик. «Малую», улыбнулся я. «За посредничество. Да не боись, не обижу. Если всё сделаешь как надо, с меня пять сотен кредитов. Годится?» У мужика глаза чуть из орбит не выпали. А я сидел и удивлялся себе. Сидит молодой пацан и выделывается перед взрослым мужиком. «Но это всё-таки игра, и отыгрываю я роль искателя приключений, который за словом в карман не полезет, а ствол у него и так всегда наготове. Пытаюсь во всяком случае». «Конечно, годится. Что делать?» «Вот это уже разговор». «Для начала успокоиться и хлебнуть чаю, а дальше слушать». Есть несколько инструментов для ведения жёстких переговоров. Среди этих инструментов выделяются следующие. Цель, аргументы, информация об оппоненте, уступки и время. Что касается первого пункта, то их было сразу несколько. Получить имплант, наказать виновных, восстановить справедливость, отомстить. Аргументы? Ха, их есть у меня. Двенадцать зарядов в стволе бесшумного инопланетного кольта и бешеный робот-паук с большой плазменной пушкой, называющей себя ночным кошмаром. С уступками было сложнее. На них я идти не собирался. Не в этот раз. Время? Когда я подходил к назначенному месту встречи, на грязном неприветливом небе свалки начинали проступать звёзды. Что меня вполне устраивало. А уж о своём оппоненте я знал всё. «Ну, здравствуй, Марта. Как ты? Как переезд? Хорошо устроилась на новом месте?» «Ты кто?» — ответила слегка дрожавшая женщина. Она до сих пор не могла прийти в себя. Только что она стояла в компании таких сильных и смелых мужчин, и вот они лежат. С пробитыми черепами. А некоторые, как и её новый друг, вообще без головы. И теперь непонятный псих, которого они хотели кинуть, стоит над ней и, улыбаясь, называет её по имени. «Я? Лино? Разве ты меня не узнала? Долго жить буду?» — улыбнулся я. «Чего?» — изумилась она. Девушка была не вполне в себе. Она сильно изменилась с тех пор, как я её в последний раз видел. Яркий и даже чуть вульгарный макияж, новая одежда и еле заметные частицы пыльцы под носом. Нет, она не была из тех, кто пялился в небо, вообще не осознавая, что творится вокруг. Марта считала, что знает меру, как, впрочем, и все те, кто гниёт на свалке, в какой-то момент перебрав отравы. «Разве ты не рада меня видеть? А смотри, кто ещё со мной». «Привет, кожаная!» — медленно подошёл спай. «П-привет», — кивнула женщина. «Ну, давай торговать, раз уж мы тут все за этим собрались». «Что делать?» — всё ещё слабо соображая, спросила она. «Импланты гони, мразь!» — рявкнул я. «Что ещё из вещей, Калли, у тебя есть?» «Ничего. Больше ничего нет. Ли, но я...» — замялась она. «Можешь мне ничего не объяснять. Мне неинтересно. Я и так всё знаю». Женщина достала из сумочки два небольших кусочка металла и протянула мне. «Отлично. А теперь, раз уж ты решила что-то рассказать, можешь сделать это для него», — указал я кивком головы на робота. «Спай, она твоя». Робот не спешил. Он медленно двинулся в сторону женщины. Та, округлив ещё больше выпученные от этого глаза, начала медленно отползать от него, опираясь о землю руками и помогая себе ногами. Спай не спешил. Хотел, чтобы она прочувствовала момент. Когда робот схватил её за шиворот и поволок в сторону, я предпочёл отвернуться. Я не испытывал никаких угрызений совести. Она получит то, чего заслуживает. И кому, как не потерявшему свою любимую хозяйку-роботу, знать, каким именно должно быть наказание. «Это что сейчас было?» — подошёл ко мне Юдин, который тоже присутствовал здесь. «Долгая история, дружище», — отозвался я. «Я бы послушал», — попросил он, с опаской глядя в то место, откуда доносились крики Марты. «Ну, пойдём, пройдёмся тогда», — согласился я. «Хорошенько поужинать будет не лишним». Мы сидели в отдельной комнате, которую для нас выделила Зенти, так как основной зал был забит народом. Я, не рассчитывавший на такой сервис, намеревался уйти. Но Юдин остановил меня и сумел каким-то чудом договориться с хозяйкой заведения. Так что теперь, не боясь быть услышанными, мы, набив животы, пили чай и разговаривали. «И всё равно не пойму, как ты понял, что это не…» — мужчина замялся, подбирая слово. «Мы их друзьяшками называем», — улыбнулся я, поняв, о ком речь. «Ладно, как ты понял, что это не они?» Первые сомнения появились, когда не самый волосатый наш друг оставил мне в подарок вот эту штуку. Я положил на стол тесак лысого. И что с ней не так? Кроме того, что он идиотский, ничего. Проблема в ранах Калли, которые я осмотрел. Если бить вот этой штукой, то человека можно насквозь пробить. Я уже не говорю о том, что от зазубрин останутся рваные края. Ранки были совсем небольшие. Как если бы небольшим столовым ножом били. «Понял», — наконец кивнул он. «А когда ты рассказал мне о женщине, которая недавно появилась в городе, да ещё продаёт столь дефицитный товар, то всё встало на места. Стала понятна её реакция, когда мы зашли к ней домой в тот день. Я-то думал, что она удивилась, когда увидела меня не ползающего по полу, а на своих двоих. А она испугалась, что нам всё известно. Вот и стояла, как вкопанная, выпучив глаза. Дальше лысый. Ну, не ожидал он, что мы его пришьём за то, что он поскандалил Скалли и ударил её. Хотя зря, мы бы его и в этом случае прибили бы». «Прибили бы», — подтвердил внимательно слушающий меня робот. «Следующий момент. Мы ведь обыскали как его, так и его дом. И ничего не нашли. А это странно. Даже будь это приказ сверху, и отдай он свои трофеи наверх. Какую-то часть от выручки ему бы подкинули. А он не то чтобы шиковать не начал. Вообще вёл себя, как будто ничего не произошло». «И как всё было на самом деле?» — спросил Юдин. «Практически уверен, что после нашего с ним разговора волосатый отправился учинять разборки к нашей подруге. Слово за слово она его послала». «Хозяйка могла», — подтвердил робот. «Ну и завязался конфликт или драка. Возможно, её даже вырубили. И после этого ушли». Увидев или услышав шум, Марта узнала, кто был в гостях у Калли, и пошла туда. Ну а дальше два варианта. Либо она решила добить её, посчитав, что спишут всё это на бандитов. Либо начала рыться в вещах. А когда Калли очнулась, то напала на неё и убила. Схватила всё ценное и бросилась собираться. Ну а дальше и так всё понятно. «А вам зачем про друзей рассказала?» «Ну, тут она одним выстрелом двух зайцев убила. Не решись мы на них охотиться, так она не при делах. Мы бы так и думали, что это они. А ввяжись мы в серьёзное противостояние, так нас прихлопнули бы. И свидетелей её преступления не осталось бы». «Вот же сука!» — не выдержал Юдин. «Согласен», — кивнул я. «Ну, а ты как дружище?» «Спай в порядке! Спай отомстить!» «Спасибо, Лино! Ты хороший друг!» — сказал робот и прижался ко мне. «Не за что, дружище! Она ведь и моя подруга была». «Лино теперь становится капитан?» — через пару секунд спросил робот. «Нет!» — покачал я головой. «Но это мы обсудим позже. Ладно?» «Принято!» — кивнул робот. «Что насчёт меня?» — выпалил Юдин, видимо, до последнего думавший, что мы и его грохнем. «А что насчёт тебя? Спасибо, что свёл с нужными людьми. Ах, да! Тьфу ты, чуть не забыл. Спай, переведи ему пять сотен кредитов». «Нет-нет, не нужно. Такое дело сделали, какая к чёрту оплата. Я не про то». «Хм, а про что?» «Вы сами дальше чем планируете заниматься? По ночам друзей кошмалить уже ведь не нужно». «Планировали поработать на учёных, а что?» «Да я это, спросить хотел. Вам третий в команду не нужен?» «В какую команду?» «В наша команда мечты!» — треснул меня по ноге робот. «Ты что, забыть?» «Манипуляторы откручу», — пообещал я, потирая ушибленную ногу. «Вот ты, конечно, упырь!» «Спай теперь сильный. Дохлый Лина ничего не сможет сделать!» — тихинно пропищал робот. «Настанет день, когда ты пожалеешь о содеянном», — злобным голосом зашептал я. «Слышишь меня, ночной кошмар? Я отомщу. Так отомщу, что ты на всю жизнь запомнишь». «Робот, спай! Жить вечно!» — возмутился напарник. «Значит, помнить мою месть ты будешь вечно!» — продолжил я. Юдин смотрел на нас, как на двух психов, борясь с желанием свалить от нас подальше. «Юдин, расслабься, мы так шутим. Меня, кстати, Лину зовут», — протянул я руку. Ещё немного посидев втроём, мы попрощались и ушли с роботом домой. Уже сидя у корабля, я протянул напарнику имплант. «Держи, дружище, спрячь его и храни. Пусть будет у тебя на память о хозяйке». Робот протянул манипулятор, взял кусочек металла и посмотрел на него. «Лино не хочет быть капитан?» «Лино хотеть, чтобы у тебя осталось что-нибудь на память о Калли. А мне и обычного импланта вполне хватит. Да и заработаем, но любой другой. Думаю, у учёных можно будет разжиться чем-нибудь интересным». «Спасибо, Лино», — кивнул Спай. Открыв пару бронепластин у себя на брюшке, он бережно вложил имплант и надёжно запечатал его внутри. Первая из целей была достигнута. Пусть впереди ещё множество непростых задач, но рядом с надёжным товарищем любое препятствие преодолеть легче. Мы ещё долго сидели, наслаждаясь звёздным небом и приятной музыкой, которую Спай включил еле слышно. Глава одиннадцатая Да начнётся игра Распал я недолго. Стоило хороводу мыслей приобрести осмысленность, как я тут же подскочил на кровати. Имплант. У меня теперь есть имплант. Нужно срочно в игру. Не осталось поводов и препятствий для того, чтобы наконец-то почувствовать себя полноценным игроком и хоть немного расслабиться. Понимание того, что любая ошибка, приведшая твоего персонажа к смерти, станет окончательной, не давало мне покоя. Спай, позвал я робота, как только открыл глаза. Спай тут, охранять, ответил робот из дыры в обшивке. Как дела? Всё спокойно? Решил я сразу уточнить главное. Порядок, никто на нас не нападать, Спай дежурить. Ты молодец. Ну что, дашь мне полчасика, пока я разберусь со всем этим? Конечно, друг Лино. Занимайся. Спай проследить. Вот и отлично, проговорил я, извлекая имплант из кармана. Ну что, посмотрим, что ты за зверь такой. Съев купленный у Зенти пирожок и запив его водой, установил имплант и поудобнее улёгся на кровать. Внимание, будет произведено сканирование организма. Примите удобное положение и сохраняйте спокойствие. Прозвучал в голове приятный голос. Блин, а я уже успел отвыкнуть за эти дни от всего этого. Перед глазами появилась полупрозрачная шкала загрузки и начала постепенно заполняться. Стараясь не дёргаться, лежал и ждал окончания процедуры. Сканирование завершено, присвоена раса человек, присвоен уровень один. Определены основные характеристики. Сила семь, ловкость семь, интеллект семь. Постепенно перед моими глазами выстраивались шкалы, графики, столбцы и показатели. По какому-то наитию попытался сдвинуть часть интерфейса. И у меня получилось. Понял. Поехали. Спустя 15 минут я сумел навести порядок. Теперь мой интерфейс выглядел так. В верхнем левом углу круг с вписанной в него цифрой, соответствующей моему текущему уровню. Рядом шкала, показывающая, как уже накопленный, так и необходимый для перехода на новый уровень опыт. В правый верхний угол перенёс дату и время. В левый нижний угол определил системные меню, такие как справка, связь с администрацией и прочее. Внизу, по центру, расположил шкалы здоровья и маны. Правый нижний угол был определён под системные уведомления, банк, аукцион и почту. Окно персонажа и инвентарь всплывали по мысленному запросу в том месте, где мне захочется. Да и весь интерфейс полностью или частично можно было как проявить, так и сделать невидимым. Хм, ну, вроде всё. Осталось посмотреть на то, что за персонаж у меня получился. Окно персонажа. Игровой ник — Лино. Уровень 1. Игровая роль — мусорщик. Плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре. Очки жизни — 35. Очки маны — 28. Основные характеристики. Силы — 7. Ловкость — 12. Интеллект — 7. Дополнительные характеристики. Наносимый урон — 3,5. Точность — 18. Уклонение — 24. Защита — 9,5. Шанс критического удара — 3%. Скорость — 6,6. Но с ловкостью я быстро разобрался. Дополнительные 5 единиц этой характеристики шли от протеза. Теперь понимаю, почему робот так торопился выкупить его. Действительно вещь впечатляющая. Если у меня стандартного ловкости было равна 7, то благодаря протезу я поднял эту характеристику практически вдвое. Вызывали опасения низкий уровень здоровья и нереально мизерный уровень атаки. Хотя, если прикинуть, то для того, чтобы мне прикончить точно такого же игрока единичку, потребуется нанести 10 ударов. По сути, более-менее честно. Но всё равно цифры были не так, чтобы очень впечатляющие. Взяв в руки оружие, присмотрелся к нему. О, да. Наконец-то я не беспомощный слепой, а полноценный игрок, который видит характеристики предметов. Пистолет бесшумный КТ-1. Урон 5.7. Калибр 9 мм. Начальная скорость пули 290 метров в секунду. Скорострельность 30 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы 25 метров. Ну, такое. Хотя я ведь просил робота купить самую простую бесшумную пушку. Так что пойдёт. Взглянул на параметры персонажа, и урон вырос с 3.5 до 8.7, 10.7. Значит, мне хватит трёх выстрелов, для того, чтобы откинуться. Интересно, сколько обоим придётся всадить в игрока 50 уровня? А если стрелять в глаз, пробьёт ли? Вопросы, вопросы, вопросы. Ладно, пора начинать. Если честно, то руки так и чесались пойти, завалить очередную псину и посмотреть, что из неё выпадет. Но моргающая надпись в окошке с системными уведомлениями требовала осуществить привязку к месту возрождения. «Спай, я закончил», — обратился я к другу. «Идём в город, привязку сделать нужно». «Лину теперь быть бессмертной?» «Вроде того», — пожал я плечами. «Тогда идти. Лину нельзя умирать. Лину хороший». «Ты тоже ничего, дружище. Ну что, идём?» «Заодно и к головастикам зайдём. Посмотрим, что там за задание у них». Пока шли, общались, я делился впечатлениями от приобретения интерфейса. Робот рассказывал о том, какие модификации хотел бы иметь. Он давно стал самостоятельным, но наши общие деньги без моего одобрения тратить не решался. Да я и не скупился никогда. Из меня вчерашнего боевая единица та ещё. А вот Спай был силой. Силой, с которой многим приходилось считаться. Да и если вспомнить про мой будущий класс, даже с учётом специфики этого мира, я не боец передней линии. Скорее, игрок поддержки. В чистого хиллера я превращаться не хотел. Меня всегда больше тянуло к раздающему бафу и иногда постреливающему барду. А с учётом возможности паука, который пока заменял мне и танка, и основного ДД, прокачивать барда было неплохой идеей. Не будем забывать и про Юдина, который попросился к нам в группу третьим. Надо будет узнать у него, кем он себя видит в нашей команде. Можно будет купить и для него стандартный имплант и отправлять защищать данжи, если такие тут имеются. Интересно, а НПС, имеющие имплант, будут возрождаться? Этот момент следует уточнить, иначе наша команда мечты долго не просуществует. Если робота ещё можно починить, то с человеком всё сложнее. До города добрались без происшествий. Бешеных псин по пути не встретили, на что я втайне надеялся. При входе в город высветилось уведомление. «Внимание, вы входите в город Мадиус. Осуществить привязку персонажа к этому населённому пункту? Да? Нет?» Нажимаю «Да» и выдыхаю. «Наконец-то. Вот теперь можно жить». На лице появляется довольная улыбка и не сходит до самого входа в город. После того, как мы с роботом узнали о западном входе, им и пользовались. Мелькать возле базы Сайдок не хотелось, да и научный комплекс был практически впритык ко входу. Заведение Зенти тоже было на этой стороне города. Разве что парикмахерская, которую я так и не удосужился посетить, находилась ближе к восточной части. В охране сегодня были другие бойцы, так что проблем на входе не было. Спросили, кто такой, попросили глянуть в камеру на входе и без проблем пропустили. Пройдя три этапа очистки, мы с роботом оказались внутри малого купола. Придя сюда утром, надеялся на то, что людей будет меньше, но время суток никак не отразилось на активности как НПС, так и игроков. О да, теперь я мог видеть и отличать одних от других. Единственное, кто сейчас остался бы неопознанным или опознанным ошибочно, стали бы те игроки, кто не успел обзавестись интерфейсом. Немного подумав, решил не соваться в толпу, а понаблюдать за местными со стороны, посмотреть, кто чем занимается. Поднявшись наверх, зашёл в кафе и заказал себе кофе. Среди посетителей заметил вчерашнюю парочку. Интересно, эти хоть на секунду останавливаются? Девушка всё так же продолжала терроризировать парня, не давая тому спокойно позавтракать. Эх, парень, сочувствую. Ну а что поделать? Решил построить отношения с красивой истеричкой, наслаждайся красотой и терпи истерики. Получив свой кофе, поблагодарил официанта и направился на выход. Пройдя на балкон, с которого было видно всех обитателей первого этажа, принялся наблюдать. Первая замеченная мной группа людей тёрлась у терминала. Судя по постоянно появляющимся и вновь пропадающим в их руках предметам, это были торгаши и спекулянты. Странно, другого места не найти, что ли? Хотя тут, скорее всего, безопаснее. Попробуй на улице засветись за таким занятием. Прибьют ещё, пока будешь нужные товары выискивать. Ладно, с ними всё понятно. Это кто? Ага. Рядом с информационным табло тёрлись новички. Одёжка попроще, лица сосредоточенные, изучают какую-то информацию. Соседняя с ними группа была более серьёзно экипирована и находилась у почти такой же панели. Можно было предположить, что это уже тёртые игроки, выбирающие сейчас наиболее жирные задания. Хм, а вот чем занимаются эти ребята? В углу помещения находилось пять кресел, в которые попеременно усаживались как люди в боевой форме, так и местные учёные. Причём вторых было на порядок больше. «Доброе утро», — послышался голос из-за спины. Обернувшись, увидел Эрриана, с точно таким же стаканчиком, как и у меня. «Доброе», — кивнул я. «Чем занимаетесь?» — поинтересовался учёный, пристраиваясь рядом. «Осваиваюсь», — пожал я плечами. «Интересный у вас способ. Обычно люди бегут смотреть, что есть в продаже, какие квесты есть в наличии. А вы мало того, чтоб пропали на несколько дней, так ещё и теперь не торопитесь». «Погодите, вот кофе допью и как ломанусь», — улыбнулся я, и получил в ответ такую же улыбку. «Может, что заинтересовало? Спрашивайте. Подскажу, что тут к чему». «Вон те ребята, чем заняты», — указал я стаканом на группу людей в углу. «Как ни прикидываю, понять пока не могу». «Интересно», — улыбнулся он. «Ведь и правда отсюда не ясно. Все с разным выражением лица выходят. Кто-то взволнованный, кто-то разочарованный». Ещё немного понаблюдав за указанными мной людьми, мужчина всё-таки ответил. «Это тренажёры. Позволяют попробовать себя в той или иной ситуации без риска для себя и окружающих. Испытуемый помещается в виртуальное пространство, где и пытается выполнить поставленную задачу. Это может быть как бой против определённого противника, так и создание или ремонт любой техники». «Интересная штуковина», — кивнул я. «Теперь понятно, почему там и ваших хватает». «Да, мы серьёзно следим за уровнем подготовки наших сотрудников. Впереди очередная аттестация. Вот люди и практикуются». «Понял. Спасибо», — кивнул я. «Эрри!» — послышался звонкий женский голос, когда мы с Эррианом вновь принялись наблюдать за людьми. «О, чёрт!» — еле слышно выругался учёный и с непередаваемым сожалением о том, что задержался тут, прикрыл глаза. «Да, Танира, здравствуйте!» «Эрри! У нас опять не хватает людей! Что это за конвой из трёх бойцов? По всем инструкциям, нас должно быть как минимум четверо, а Брант уперся и говорит, что людей больше не даст». Говорившей была та самая девушка, что только недавно пилила другого научника в кафе. Решив, что в этом разговоре я третий лишний, принял решение удалиться и попробовать свои силы в тренажёре. «Лино!» — услышал я голос учёного за спиной. «Лино, постойте!» Я остановился и обернулся. «Да. Не хотите поучаствовать в небольшой миссии? Необходимо доставить платформу с провизией на один из наших исследовательских пунктов. Вашей задачей будет охрана груза и сопровождение его до пункта назначения». «Он же единичка!» — услышал я голос девушки. «Тани!» — с едва заметным ехидством в голосе отозвался Эрриан. «Вы просили четвёртого человека в охрану? Я считаю, что этот парень отлично подойдёт для этого задания». «Я Танино!» — возмутилась девушка. «А я Эрриан!» — злорадно улыбнулся учёный. «Но это же вас не останавливает!» «Так как, Лино, вы не сильно заняты?» «Что по оплате?» «И когда выход?» — поинтересовался я. Девушка фыркнула, услышав мой вопрос, а учёный улыбнулся. «Выход через...» — он посмотрел на часы. «Час двадцать. Оплата тысячи кредитов. Моей экипировки будет достаточно?» «Вполне!» — кивнул мужчина. «Тогда я согласен. Где сбор?» «Сбор группы у входа в купол. В подробности операции вас посвятит эта милая девушка», — кивнул он на недовольную блондинку. «Ок!» — кивнул я. И поднялся обратно. «Привет! Я Лино!» «Чудесно!» — не пыталась скрыть своего недовольства девушка. «Всё, что тебе нужно знать, ты и так уже знаешь. Твоя задача через час быть у входа и постараться не сдохнуть в дороге. Всё, я пошла. Мне нужно собираться». Ничего не ответив, я посмотрел вслед девушки, хмыкнул и опять направился к тренажёру. Как я успел заметить, люди там надолго не задерживались, так что время у меня есть. Подумав, сначала направился к терминалу, продал тесок лысого. И для чего я вообще его с собой носил. Хорошо, хоть он у меня в ножнах был, меня же по нему вычислить могли. Припомнив половину из существующих ругательств, намекающих на умственные способности, пообещал самому себе впредь быть внимательнее. Зайдя на аукцион, обалдел от количества продаваемых товаров. Выставил фильтр так, чтобы вначале показывали самое дорогое снаряжение. Зашёл в отдел оружия и выбрал пистолеты. Вверху списка отобразилась отливающая золотом иконка оружия. Надпись справа от неё скромно гласила «Аннигилятор». И такая же скромная цена в полтора миллиарда кредитов. Решив, что я ошибся, вновь пересчитал нули. Но нет, именно что миллиарда. Открыв характеристики призадумался. «Аннигилятор. Оружие, созданное по чертежам древних. Наносимый урон 2500-2700. Скорострельность – 45 выстрелов в минуту. Точность – плюс 400. Прицельная дальность стрельбы не ограничена. Требования к использованию. Сила 500, ловкость 800, владение пистолетами шестого уровня». «Ясно, понятно», – пробормотал я и сменил фильтр на противоположный. «Теперь вверху списка находилось самое дешёвое оружие». Прикинув что да как, решил не менять свой кольт. Если вдруг понадобится кого-нибудь тихо убрать, то он пригодится. А в качестве тяжёлой артиллерии у меня есть спай. Закупил два десятка питательных батончиков и пару литров воды. Также приобрёл три пачки патронов для кольта и пару сменных магазинов. Тут хоть и игра, и можно было хранить множество вещей в несуществующем инвентаре, но огнестрел приходилось перезаряжать вручную. «Лино, не хотеть себе большая пушка», – спросил спай, проследив за моими манипуляциями. «Нет, я пока обойдусь и этим. Думаю, насчёт связи. Нам бы она не помешала, мало ли что». «Спай, есть связь», – кивнул робот и, покопавшись в своих внутренностях, извлёк средство связи. Миниатюрный наушник крепился к тонкой, но весьма прочной гарнитуре, на втором конце которой был едва заметный микрофон. Я такие штуковины только у спецслужб в боевиках видел. Одев устройство, посмотрел на робота. «И когда ты собирался мне об этом сообщить, ты понимаешь, как мы рисковали, не используя связь? Да и вообще…» Тут я замялся, чуть не ляпнул о том, что Калли могла бы вызвать нас, и мы бы её спасли. Но робот понял, о чём я. «Рация – работать от отдельный источник питания. Мы экономить, кредит не хватать, и перестали использовать. Чтобы заряжать батарея, нужны ещё кредиты». «Понял, дружище, прости. Сейчас кредитов у тебя хватит?» «Сейчас хватит», – подтвердил робот и принялся подзаряжаться от терминала. «Слушай, тогда давай, пока я тут покопаюсь на аукционе, ты сбегаешь, нужные дела сделаешь, а?» «Что сделать?» «Сходи к Зенти, попроси передать Юдину, чтобы раньше ужина нас не ждал». «Хорошо, Спай, сделать. Только не убей там никого. Веди себя вежливо, ладно? Если вдруг что, сразу вызывай меня. Ок, Лино, Спай на связи». И, подхватившись, робот, лавируя между людьми, двинулся в сторону выхода. «Как слышно?» – спросил я, примиряясь к новому устройству. «Слышно, отлично. Спай почти на месте». «Не напугай там людей, носишься», – улыбнулся я. «Хорошо, Лино, не переживай, всё будет в порядке». «Спай, это точно ты?» – удивился я от чистоте речи робота. «Что, заметил?» – усмехнулся робот. «Связь устроена слегка по-другому. Здесь голосовой модуль не используется. Мне даже не приходится издавать звуков, чтобы общаться сейчас с тобой». «Прикольно», – улыбнулся я. «Ну, давай, занимайся. Я пока на аукционе пошарю». «Ок, спай, заниматься!» – усмехнулся робот и отключился. «Для интереса зашёл в раздел, где продавались всевозможные улучшения для моего напарника. И слегка подвис. Сотни позиций, как улучшения уже имеющихся функций, так десятки новых. При желании можно было проапгрейдить паука так, что даже его создатель не поймёт, что за зверь перед ним находится. Правда, цены на всё это... Иметь такого робота мог позволить себе не каждый. Если в прошлый раз нам удалось приобрести усиление и оружие для паука за 7 тысяч, и я был в шоке от цены, то сейчас понимаю, что спай брал всё самое дешёвое. Цены на действительно крутые образцы начинались от 30 тысяч. Даже продвинутый голосовой модуль, о котором мы не раз говорили, стоил в районе двадцатки. Заметив интересную позицию, вызвал робота на связь. Оказалось, что у него уже было нечто подобное. Медицинский модуль для робота поддержки Spider-V3 штуковина до ужаса полезная. Если кратко, то робот на поле боя мог подлечивать раненых, вкатывая тем дорогущие инъекции. Поборовшись немного с жадностью, решил, что даже если в этом походе нам лечение не пригодится, то всегда можно будет использовать его в будущем. И купил пару инъекций. По 150 кредитов за штуку, между прочим. На счету оставались 112 кредитов. Ещё 250 были у робота. Пока работа на свалке выглядела более перспективной, чем тут. Правда, там мы работали нелегально. Никаких отчислений, комиссий и прочего. По сути, мы воровали чужое имущество и сбагривали его, ничего не понимающему в местных законах, терминалу. Решив не торопиться с выводами, тем более, что теперь, когда у меня появится возможность лутать трупы монстров, ситуация должна измениться. Да и про наращивание уровней забывать не стоит. Я со своей единичкой смотрелся блекло на фоне мелькающих тут игроков. Пока листал предложение на аукционе, понял примерный принцип того, какие вещи считаются ценными и на что нужно обращать внимание. В первую очередь имелась цветовая градация. Белое – обычное, самое дешёвое снаряжение. Зелёное – необычное. Синее – редкое. Фиолетовое – уникальное. Красное – эпическое. Золотое – легендарное. Самое дорогое. Так я понял, что лучший из имеющихся у меня предметов – мой протез. Печальная картина, конечно. Когда единственное, чем ты можешь похвастаться, это то, как чудесно тебе удалось заменить отрубленную ногу. Стоит задуматься над тем, а правильно ли ты играешь. И всё ли у тебя в порядке с головой. Я считал, что всё в порядке. Но на всякий случай решил несколько тщательнее обдумывать те идеи, что приходят мне в голову. Вторым, но менее важным для меня моментом было то, что некоторые из особо ценных предметов имели приписки. Тот же аннигилятор, созданный под чертежом каких-то древних. Кроме этих самых древних, было ещё с десяток разных то ли рас, то ли цивилизаций, которые изготавливали особенно качественные вещи. Такие, судя по ценникам, пользовались повышенным спросом. Да и по характеристикам, частенько превосходили аналоги такого же качества. Радовало отсутствие всяких масштабируемых предметов. Отсутствие возможности дотянуться до желаемого способно свести с ума. Так и я, в ожидании своего шестнадцатилетия, изнывал от невозможности зайти в вертмир. Спасение нашёл как в физической подготовке, так и в чтении книг на эту тематику. Так вот, в большей части из них, главный герой, контуженный отвалящихся на голову роялей, обязательно находил масштабируемый убер-меч. Знай себе, повышай уровни и смотри на то, как твоё оружие улучшается вместе с тобой. Что может быть более идиотским? Ах да, есть кое-что, что бесит больше, чем масштабируемые легендарки. Удача. Вот представьте, в игре, которая заточена на то, чтобы каждый игрок создавал свой собственный билд, где сотни других людей скрупулёзно высчитывают то, как та или иная характеристика повлияет на их способности, появляется уникум. Вооружённый масштабируемой легендаркой, этот, чаще всего недалёкий, вечно жалующийся на судьбу тип, лёгким движением руки вбрасывает все очки характеристик в удачу. И что бы вы думали, конечно, ему везёт. Везучий парень проходит ураганом по остальным игрокам, попутно соблазняя всех, кто попадается на пути. Сила и ловкость, чтобы в ближнем бою противостоять своим врагам с мечом в руках, это не его метод. Щепотка удачи и тренирующиеся, сидящие вечерами с калькуляторами персонажей враги тонут под тяжестью собственных доспехов. Из ледяного озера полного неудачников выходит обнажённая воительница и отдаётся главному герою прямо на берегу реки. Брррр, чур меня. Не знаю, как в остальных мирах, а здесь подобного нет. Я первым делом проверил. Надо будет у Фазика узнать, как в их мире с этим бредом обстоят дела. Не может же быть, чтобы все эти истории взялись на ровном месте. Полагаю, где-то должен быть мир полный таких удачливых парней. И точно уверен в том, что есть отдельный котёл в аду для тех, кто придумывает подобные истории. Пока я, содрогаясь и кривя лицо, предавался воспоминаниям, Спай, выполнив задание, вернулся. Зэнти слегка напугалась, когда робот появился один и заговорил с ней, но послание обещала передать. Спай, оказавшийся прозорливее меня, взял и нормальной еды. Теперь, когда мне доступен инвентарь, вопрос сохранности продуктов не возникал. До сбора группы оставалось ещё 45 минут. И я решил больше не терять времени. Оставив паука охранять моё тело, погрузился в виртуальное пространство. «Ну что, начнём с классики», — проговорил я, выбирая в меню сражение с бешеной собакой. Выбрав в качестве места для боя арену Колизея, я очутился на нагретом солнцем песке. Улыбнувшись, почувствовал себя гладиатором. Для полноты образа медленно наклонился, взял щепотку земли и растёр в руках. Пока я изображал выдающегося героя древности, псином бросилась на меня. Наверное, не видела этот фильм, а может, ей были не близки политические взгляды Максимуса. Решив не ломать голову над этой загадкой, начал спасать свою жизнь. При мне были все мои вещи, включая мясной пирог, принесённый роботом Адзенти. Зарядив особенно удачным пинком в грудь твари, смог отбросить её на пару метров. Блин, и правда всё как в реальности. Хотя какой к чёрту реальности? Что там игра, что тут. Но всё равно круто. Подобный тренажёр мог подготовить к тому, что ждёт людей за пределами города, и выбрать наиболее подходящую для себя систему ведения боя. Не став тратить и так небольшое количество имевшегося в моём распоряжении времени, я достал меч и в три удара закончил бой. Не сказать, что было совсем легко, но и не так, чтобы очень сложно. Одна тварь – это не стая, и в реальности твари поодиночке пока на меня не нападали, стараясь действовать группой. Повторив запрос, снова оказался в том же месте, только на этот раз использовал в качестве оружия пистолет. Не тратя больше времени на показуху и прочую ерунду, быстро вынул из поясной кобуры пистолет и, прицелившись, выстрелил в тварь. Вылетевшие значения нанесённого урона стали для меня сюрпризом. Мечта был не системным, а пистолет очень даже. Снова наводя прицел, нажимаю на курок и в этот раз успеваю заметить вылетевшую в месте попадания девятку. В первый раз, не ожидая чего-то подобного, не успел понять, сколько урона нанёс. Ещё пара выстрелов, и собака умирает, так и не успев добраться до меня. Ну, в общем, понятно. Даже для выработки правильных рефлексов – очень полезная вещь. А значит, тренировком быть. Выйдя из тренировочного режима, бегло просмотрел варианты того, чем тут можно было заниматься, и удовлетворённо хмыкнув, отключился. Вернувшись в кресло, убедился, что мой робот никуда не исчез. И глянул на время. До выхода отряда оставалось ещё полчаса. Решив, что лучшим решением в моём случае будет не опаздывать, дабы не нервировать остальных, сразу направился к выходу. «Спай, ты можешь глянуть заказы и запомнить их?» Обратился я к роботу, вспомнив, что можно выполнять несколько дел одновременно. «Хорошо, сделаю», – отозвался робот в наушнике. «Похоже, теперь я буду скучать по коверкающему слова чуть глуповатому, но милому роботу». Дождавшись, пока робот сгоняет к стенду с заданиями и обратно, я ещё раз прикинул, не нужно ли ещё чего-нибудь. По всему выходило, что нужно и очень много всего. Вот только тогда эта миссия станет убыточной. Да и не было у меня лишних денег на дополнительные покупки. Рассудив, что от первоуровневого новичка вряд ли будут ждать даже того, что я уже набрал, решил не париться и идти на выход. Несмотря на то, что до выхода оставалось ещё приличное количество времени, сборы уже велись, и большая часть группы уже была тут. Не став путаться под ногами, пристроился рядом с платформой, на которую водружали солидного размера ящики. Платформа была небольшой, около четырёх метров в длину и два с половиной в ширину. На весу её держали четыре негромко гудящие, излучающие светло-голубое сияние блина. Наверное, правильнее всего их будет назвать двигателями, но я сомневался. В любом случае, платформа устойчиво левитировала, а под блинами воздух слегка плыл. Такое бывает в особенно жаркие дни, когда кажется, что воздух будто становится влажным. Не знаю, под действием температуры ли, или ещё чего, происходило подобное, но подставляться под эти движки не хотелось абсолютно. Время показывало девять двадцать утра. Не знаю, как далеко нам предстоит идти, но я надеялся вернуться хотя бы к вечеру. Разглядев среди суетящихся тут людей своего знакомого, дождался, пока тот поймает мой взгляд и кивнул ему. Это был охранник, тот самый, с которым мне удалось перекинуться парой слов, после того, как мой робот спас ребёнка. Мужик нахмурился, припоминая меня. Через секунду на лице появилось узнавание, и он, улыбнувшись, кивнул в ответ. Истеричная девушка крутилась рядом, раздавая команды и собирая бойцов в кучу. Кроме самой платформы с провизией, на исследовательский пункт должны были отправиться двое. Знакомый мне уже охранник и один из головастиков. Учёный, даже сменивший белый халат на что-то вроде горки, всё равно на вояку не походил. В сопровождении шло четыре бойца. Девушка, два мужика и я. Причём все из нас были игроками. Сконцентрировавшись на каждом, я сумел глянуть на их ники и заметить уровни. Да, я, конечно, её понимал. В отряде блондинка была самой высокоуровневой. При своих незначительных габаритах она, похоже, была самой сильной из нас. Двое её напарников имели восемнадцатый и девятнадцатый уровни. Девушка же могла похвастаться двадцать первым. Я со своей единичкой смотрелся не то, что блекло, а скорее, как нечто чужеродное. Впрочем, вскоре я ощутил это в полной мере. Распределив бойцов, она осмотрелась и повернулась ко мне ничего не видящими глазами. Видимо, обдумывала что-то. Наконец, её взгляд стал осмысленным, сфокусировался, и она смогла выделить меня из окружения. «Так, ты!» — указала она в меня пальцем. «Опоздал! Слушай внимательно! Сейчас садишься на платформу и не отсвечиваешь до тех пор, пока мы не доберёмся до места. Понял меня?» Опешив от несправедливого обвинения, я на секунду растерялся. Потом быстро прикинул в голове, что спорить и доказывать сейчас что-либо будет глупо. Кивнул и направился к платформе. «Кредиты за выполнение задания платить мне будет учёный. А бежать я буду и отстреливаться, или лежать и не высовываться, лично для меня без разницы. Сумма от этого не изменится. А значит, будем лежать». Улыбнувшись своим мыслям, я забрался на платформу и присел на ящик, пожал протянутую руку охранника и зарылся в интерфейс. Платформа тронулась, чуть качнув сидящих на ней людей, и не спеша полетела к выходу из города. Я рассматривал имевшиеся в моём наличии вкладки с пока ещё пустыми окнами. На своём первом уровне я не успел обзавестись ни достижениями, ни классом, ни умениями. Единственное, что удалось найти, это опять мой протез, указанный как подключённое ко мне устройство. Также разобрался с тем, как снимать и одевать вещи через инвентарь. Не став никого смущать, провёл опыты не на штанах, а на бандане, заставляя ту-то исчезать, то снова появляться у меня на голове. Отвлёкшись от происходящего, не сразу понял, что платформа остановилась, а народ о чём-то спорил. Привёл меня в себя слабый толчок со стороны знакомого охранника. «Эй, парень, ты чего там уснул?» – услышал я его голос. Свернув все окна, огляделся по сторонам. Мы не успели отойти далеко от города, а причиной остановки стал спай, заметив которого, блондинка тормознула платформу и начала выяснять, что это за робот и почему он движется за нами. «Эй, эй, это мой робот!» – отозвался я, стараясь успеть всех успокоить. «Твой?» – вытаращилась на меня Танина. «Почему не доложил? Как я должна была понять, что он твой? А если бы я атаковать приказала?» «А ты у меня спрашивала что-нибудь?» «Был приказ лезть на платформу и не отсвечивать. Вот я и сидел там молча. Отставить разговоры. Короче так, есть для тебя и твоего робота задание». «Отлично», – обрадовался я. «Что нужно сделать?» «Сейчас скомандуешь ему, чтобы шёл вперёд и двигался прямо по дороге, метрах в ста перед нами». «Ок, а дальше? Что ему делать-то? И в чём смысл?» «Много вопросов, единичка», – поморщилась девушка. «Задача у него простая. Если впереди есть кто-нибудь враждебный, то он нападёт на робота. Мы же сможем, избежав засады, открыть огонь по противнику, с удобной для нас позиции и дистанции. Всё понятно. Выполнять». «Да, сейчас». «Это?» – указал я на робота. «Спайдер, робот поддержки. Это не танк, чтобы пускать его в первые линии». «Ты чего, парень?» – загомонили двое других игроков. «Так, отставить», – приказала девушка бойцам. «А ты либо выполни приказы, либо катись отсюда, понял?» «Понял. Спай, идём сюда», – позвал я робота на платформу. Тот, недолго думая, заскочил наверх и присел рядом со мной. «И как это понимать?» – глаза девушки пылали гневом. «Не ты меня нанимала, не тебе и выгонять меня. Не устраивает что-то? Вон город, иди, жалуйся учёным. Если они решат, что я тут лишний, я уйду. А если нет, то оставь свои приказы вон для них», – указал я девушкин и её спутников. «Я из-за тысячи кредитов рисковать своим роботом не намерен. Прикрывать твою задницу своим напарникам? Ты серьёзно думала, что я соглашусь на это?» «Как ты меня достал, Гай!» – обратилась она к учёному. «Свяжитесь, пожалуйста, с Эрианом». «Секунду», – попросил мужчина. И действительно, через недолгое время он наладил связь и передал слово в слово то, что говорила ему блондинка. «Нужно ли говорить, что я был выставлен не в лучшем свете?» Начиная от моего непростительного опоздания и заканчивая полным неподчинением, ставящим под угрозу выполнение всей операции. Интересно, когда она не знала о наличии у меня робота, операция также была под угрозой. Дурдом, одним словом. Спустя десяток секунд учёный заговорил. «Эриан просил передать, что раз вам не нужен четвёртый человек в команду, то Лино будет действовать самостоятельно. Договорённость с вами, Лино, остаётся в силе». Я удовлетворённо кивнул ему в ответ, давая понять, что совсем согласен. На блондинку же старался вообще не смотреть, боялся, что она взорвётся от бешенства. Вместо этого повернулся к прячущему улыбку охраннику и спросил, «Как далеко от доисследовательского пункта?» «Около семи километров», – отозвался охранник. «Понял», – кивнул я. «Спасибо». Дождавшись того момента, когда командирша отдаст команду на начало движения, я негромко заговорил с роботом через гарнитуру. «Спай, слышишь?» – прошептал я. «Да, Лино, говори». «Сейчас пойдёт промзона, потом свалка. Мы, судя по всему, двинемся дальше в сторону диких земель. Как выйдем за территорию свалки, сможешь пробежаться, разведать? Хотелось бы примерно представлять, что там за местность». «Не вопрос, сделаю». «Только аккуратнее, не сагри на себя никого, и сам не нападай. Лучше будет, если никто тебя вообще не заметит». «Принял». «Ну и отлично». Закопавшись в интерфейс, нашёл нужную опцию и вывел миникарту на панель, поместив в правом нижнем углу. Также нашёл возможность открывать и закрывать большую карту мысленным запросом. Потихоньку начал привыкать к тому, что я всё-таки игрок. Пока перестраиваться было сложно. Слишком долго находился в этом мире без интерфейса. Так что сейчас чувствовал себя слегка не в своей тарелке. На всякий случай достал и проверил оружие. Несколько раз сменил обойму. Вроде вышло неплохо. Те двое, что были в команде девушки, презрительно хмыкнули, заметив мои действия. Девушка же старательно делала вид, что меня вообще здесь нет. И меня это полностью устраивало. Платформа двигалась со скоростью торопящегося пешехода. Так что у меня было достаточно времени на то, чтобы рассмотреть всё, что попадалось нам на пути. Минут через двадцать, когда мы вышли за промзону и прошли несколько мусорных куч, которых, кстати говоря, здесь было в разы меньше, чем в нашем направлении, робот отправился выполнять поручение. «Куда?» – кивком головы, указывая на двинувшегося робота, негромко спросил охранник. «На разведку», – ответил я. «Кстати, я Лино», – протянул я руку сначала охраннику, а потом и учёному. «Нельсон», – представился охранник. «Эрик», – ответил учёный, тоже пожав мне руку. «Эрик, если не секрет, не мог бы ты рассказать, что это за исследовательский пункт, в который мы сейчас направляемся? Чем вы там занимаетесь?» «Почему бы и нет», – слегка удивившись моему вопросу, ответил учёный. «В первую очередь отслеживаем уровень излучения на подходах к городу. Ты в курсе, что находится там?» Он указал кивком головы в ту сторону, куда мы направлялись. «Дикие земли. Во всяком случае, так мне сказали. Якобы там раньше находились города тех, кто жил на этой планете раньше». В принципе, всё так и есть. Нам пока достоверно неизвестно, что именно вызвало те разрушения, которым подверглись города, находящиеся там. Кто-то считает, что это была атака извне. Некоторые думают, что конфликт был между самими жителями планеты. Слишком много времени прошло, чтобы можно было найти информацию о случившемся. Да и путь вглубь диких земель слишком опасен. Заметив, что я всё так же внимательно его слушаю, учёный перевёл дух и продолжил. Помимо излучения, о котором я уже упомянул, опасность исходит от обитающих там живых существ, боевых роботов, минных полей и неизвестно ещё от чего. Когда эту территорию впервые решили исследовать, то туда отправили немало отрядов, как учёных-исследователей, так и военных. Сейчас нетрудно догадаться, чем закончилось это предприятие. Немногим посчастливилось вернуться оттуда в целости и сохранности, да я, пожалуй, и не слышал о таких счастливчиках. «Мрак», – кивнул я, соглашаясь. «Это точно. Поэтому руководством было принято решение разместить недалеко от города несколько научных баз, которые, находясь на подступах к диким землям, будут их изучать. Это удобно и с логистической точки зрения, и не так опасно, как экспедиции вглубь территории». «Понял. Интересно», – ни разу не кривя душуя ответил я. «О каком излучении идёт речь? Это радиация или что?» «Что-то вроде того», – усмехнулся учёный. «Для того, чтобы ты понял, о чём идёт речь, необходимо иметь серьёзный объём знаний по этой теме. Но если не вдаваться в подробности, то что-то вроде этого. Вот только есть и отличия. После взрыва ядерного оружия поражённый участок постепенно очищается, то есть уже через несколько лет на этом месте будет земля, вполне пригодная для жизни. А в нашем случае уровень излучения не уменьшается. «Кстати, отслеживанием этой тенденции мы тоже занимаемся. Я, кстати, и курирую это направление». «А кто ещё есть и чем они занимаются?» – спросил я, улыбнувшись. «А ты точно наёмник-охранник?» – улыбнувшись, спросил мужчина. «Ага, только очень любознательный». «Это похвально», – кивнул он. «Ещё на базе помимо меня есть ботаник и биолог. Первый, как ты понимаешь, занимается изучением растений. Второй – местной живностью. В других пунктах также есть те, кто больше ориентирован на технику. По рассказам тех, кому удалось добраться до разрушенных городов, они просто кишат боевыми роботами, многие из которых до сих пор активны. Пока слушал учёного, смотрел на постепенно прорисовывающуюся карту. В принципе, даже без разведки, в которую отправился спай, обратную дорогу я с лёгкостью найду. Но кто его знает? Вдруг в окрестностях найдётся что-нибудь интересное. «Понял, спасибо большое», – поблагодарил я учёного за ценную информацию. «Рад был помочь», – кивнул он. «Разговоры, конечно, дела хорошие, но и свои непосредственные обязанности выполнять нужно». Внимательно оглядевшись вокруг, всмотрелся в местность, потом открыл карту. По моим прикидкам, мы преодолели уже половину пути. «Спай», – позвал я. «Да, Лино, слушаю», – отозвался робот. «Как ты там?» «Порядок. Засёк пару собачьих стай, средних размеров. И на этом пока всё. Сейчас двигаюсь в трёхстах метрах впереди вас. Ничего необычного не вижу». «Принял. Далеко не отходи, мало ли что». «Ок, до связи», – ответил робот. Местность, по которой мы двигались, больше походила на пустыню. Редкие кусты, сумевшие выжить на покрытой небольшими трещинами кирпичного цвета земле, были единственные замеченные мной растительностью. Что именно изучал местный ботаник, для меня было загадкой. Рельеф был неоднородным, и если где-то взгляду открывался вид на несколько километров, то в других местах мы оказывались практически слепы, так как вырастающие холмы перекрывали обзор. В такие моменты и я, и остальные слегка напрягались. Это чувствовалось и по резко увеличивающейся частоте, с которой бойцы-блондинки вертели головами, и потому как затихали ведущиеся временами разговоры. «Лино, приём. Отряд из десятка собак медленно движется в вашу сторону», – услышал я голос в наушнике. «Как далеко они, и как быстро выйдут на нас?» «Метров четыреста. Движутся медленно. Пара минут, если вы продолжите двигаться», – ответил робот. «Может мне их шугануть?» «Нет, ни в коем случае», – ответил я. «Ничего не делай. Двигайся в нашем направлении, но стаю из вида не теряй. Всё, до связи». Мы как раз двигались в гору, так что видели от силы метров на сто вперёд. «Танина?» – позвал я девушку. «Что?» – не оборачиваясь, ответила та. «Впереди стая собак, около десяти штук, движутся в нашу сторону». «Тормози», – сказала она охраннику, отвечающему за движение платформы. «Как далеко?» «Секунду», – попросил я. «Спай, расстояние». «Двести пятьдесят метров. Они ускорились», – тут же отозвался робот. «Двести пятьдесят. И приближаются», – ответил я девушке, беря в руки оружие. «Принято», – ответила блондинка. «Отряд, противник на двенадцать часов. Отходим назад. Занять оборону, приготовиться к стрельбе. Только бесшумным. Не хватало ещё привлечь внимание кого-нибудь посерьёзнее». Мы постепенно начали смещаться назад. И я сначала не понял, зачем. Но потом до меня дошло, что выскакивающие из-за складки местности собаки будут иметь преимущество в виде эффекта неожиданности. Преодолеть небольшой участок, отделяющий нас от вершины холма, дело пары секунд. И попробуй за это время их подстрели. Отступлением девушка выигрывала нужные для отряда метры и время, что понадобятся нам для выбора и атаки цели. «Спай, ты где сейчас?» – спросил я у робота. «Наверху. Прямо глянь. Нет, чуть левее. Вот он я. Видишь?» «Да, вижу. Огонь по ним не открывай. И лучше сместись в сторону, чтобы под пули не попасть. Если вдруг что изменится, сообщи». «Принял», – ответил робот. А спустя десяток секунд вновь вышел на связь. «Они свернули, не стали подниматься на холм, а обходят его». Передав девушке сообщение от робота, постояли ещё некоторое время, чтобы пропустить хищников мимо и вновь продолжили движение. Дальнейший путь прошёл без происшествий. Спай временами выходил на связь, сообщая мне о своих наблюдениях, но всё было спокойно. Когда мы приблизились к небольшому куполу, лишь на пару метров выдающемуся из земли, к нам навстречу вышли «Парень и женщина». Причём парень был игроком. «Рэнди, одиннадцатый уровень», – прочитал я надпись над головой у худощавого, веснущатого парня, одетого всё в тот же серый костюм учёных. «Поможешь с разгрузкой?» – обратился ко мне Нельсон. «Да, конечно», – согласился я, спрыгивая с платформы. Охранник последовал моему примеру и тоже спрыгнул вниз. Указав на один из ящиков, он подошёл к его краю и взялся за ручку. Ящики оказались весьма и весьма увесистыми. И дело было не в моём первом уровне. Я видел, что и Нельсону было нелегко. Проходя мимо встречающих нас людей, мы поздоровались и зашли под купол. Как я понял, уже внутри, над поверхностью земли возвышалась лишь малая часть строения. Сам исследовательский пункт имел шарообразное строение, большая часть которого была каким-то образом помещена под землю. По периметру шла круговая лестница, по которой мы спустились, кряхтя под весом ящика. Сгрузив первый, вновь поднялись наверх. Бойцы заняли периметр, ощетинившись оружием. Рэнди стоял с чуть приоткрытым ртом и взглядом полным обожания глазел на блондинку. А женщина-учёный о чём-то общалась с Эриком. Когда мы, тяжело дыша, в очередной раз поднимались за последним ящиком, отряд блондинки уже готовился уходить. «Всё, операцию считаю законченной. Удачи вам», попрощалась она с учёными и, глянув на меня, с едва заметной усмешкой скомандовала. «Отряд, выдвигаемся!» Её бойцы послушно двинулись вслед за ней, также одарив меня парой ехидных улыбок. «Похоже, тебя с собой они решили не брать», сказал Нельсон. «Переживу», улыбнулся я. «Почему-то эта маленькая месть блондинки не вызвала у меня ни злости, ни обиды. Даже как-то по-детски выглядел этот её поступок. С чего она вообще решила, что я надеялся на то, что они меня сопроводят до города? Видимо, единичка над моей головой не давала трезво мыслить игрокам. А с другой стороны, откуда им было знать, что я в этом мире уже не первый месяц? Причём, большую часть времени выживать мне приходилось исключительно ползком, без одной ноги, оружия и возможности в случае гибели воскреснуть. Вот и выходило, что в их глазах я ни черта не понимающий новичок, который каким-то образом сумел упасть им на хвост. Мало того, я ещё и ерепенюсь, не желая выполнять команды более опытных игроков. В общем, понять их было можно, но идти им на уступки извините. Да пусть их всех троих десяток раз по кругу поубивают, чем я буду подставлять спая под удар. Этот робот уже не раз спасал мне жизнь, а их я вижу в первый раз, и особенным желанием на продолжение знакомства не горю, да и само её решение считаю неверным. Вспомнив про робота, осмотрелся. Спай находился в нескольких шагах от купола и осматривал окрестности. Блюдёт. Улыбнувшись своим мыслям, взялся за последний ящик. «Может, тогда чаю?» спросила женщина, имени которой я пока не знал. «Не откажусь», выдавил я из себя, стараясь не уронить тяжеленный груз. «Вот и отлично, тогда давайте все на базу», улыбнулась она и, подтолкнув глядящего вслед уходящему отряду игрока, закрыла проход. Спай, слышавший все разговоры, также предпочёл укрыться внутри и двигался сейчас рядом со мной. Разгрузив последний ящик, я с кряхтением выпрямился, разогнул спину и, наконец-то, сумел осмотреться тут. В бункере, а теперь я убедился, что это был именно он, было довольно просторно. После того, как все из нас спустились, женщина нажала несколько кнопок на панели и над головой появился ещё один потолок. Панели, имевшие форму лепестков, поочерёдно заполняя всё новое и новое пространство, перекрыли путь наверх, образовав белоснежный потолок, ещё один уровень защиты, отделяющий людей от поверхности. Стены бункера были буквально увешаны мониторами. В редких участках стен, где не было мониторов, всё равно находились какие-то панели, рычаги и приборы. Смотрелось, честно говоря, очень круто. Левая часть стены, ближе всего подходившая к перекрытому сейчас выходу, была рабочим местом Нельсона, отвечающего за охрану и безопасность базы и её работников. На мониторах отображались картинки с расположенных по периметру базы камер. Честно говоря, никакой аппаратуры снаружи я не заметил, так что теперь смотрел на изображение, пытаясь определить место расположения камер. Удавалось с трудом, понял лишь то, что слепых зон не было. Также имелись несколько мониторов с изображением входа в бункер. Заметив мой взгляд, Нельсон пояснил, «Эти камеры, показывающие вход, нужны для того, чтобы я мог, находясь здесь, открывать огонь по возможному противнику с помощью установленных в куполе турелей. Остальные дают обзор вокруг станции. При желании изображение можно увеличить». «Неслабо», похвалил я систему безопасности. «А то», хмыкнул мужчина. «Так, давайте все к столу», позвала нас женщина. «Будем пить чай, заодно и познакомимся». «Эх, опять эти батончики», заскулил единственный из них игрок. «А чего бы ты хотел, мой хороший?» ехидно поинтересовалась женщина. «Тортик? Пирожочек? Может, молочка?» «Линда», покраснев, возмутился парень. «Вы опять за свое». «Но не сердись, малыш, сейчас мы тебя покормим, будешь сытый, чистенький и веселый, а потом даже можем поиграть». «Во что хочет поиграть наш Рэнди, Пэнди, Шменди?» Эрик прыснул, не сумев сдержать смех. Нальсон отвернулся и уперся лицом в собственное плечо. Я же стоял, выпучив глаза. Заметив мой взгляд, женщина захохотала. «Не обращайте внимания, это мы так шутим. Я, кстати, Лино?» кивнул я в ответ. «Очень приятно». Народ постепенно начал подтягиваться к столу, который стоял рядом с тем местом, куда мы сгружали ящики. Вспомнив про пирог, купленный роботом, я достал его из инвентаря и поставил на стол. «Угощайтесь», улыбнулся я. «И спасибо за гостеприимство». «Вот это дело», поддержали меня Нельсон с Эриком, «а то эти батончики и правду уже достали». Разлив по бокалам чай, Линда, ловко маневрируя между нами, раздала каждому по стакану. Нельсон, вооружившись внушительным тесаком, начал нарезать мясной пирог. Дальше все по большей части молчали, уплетая вкусный пирог и запивая его горячим чаем. Я не стал отставать от коллектива и тоже взял себе кусок. Тем временем, недалеко от лагеря учёных шёл разговор. «И долго ещё мы будем его ждать?» поинтересовался Шанг, игрок восемнадцатого уровня, обращаясь к своему командиру. «Нет, видимо, решил остаться у них. Похоже, ему действительно придётся возвращаться в одиночку. Жаль», ответила блондинка. «Ага», подтвердил третий из их команды, игрок девятнадцатого уровня с ником Чанки. «Что будем делать? Парень может и обидеться за такое. И чем потом будем заманивать его к нам?» «Вряд ли», не согласился Шанг. «Характер у паренька есть. Думаю, он изначально не планировал с нами идти обратно». «Тоже так считаю. Скорее всего, решил прокачаться на обратном пути. Хотя, может, и от учёных что-то хочет получить», сказала Танина. «Очень предприимчивый мальчишка». «Ага, ты его робота видела? Ты вообще у кого-нибудь, кроме него, такого робота видела?» спросил Чанки. «Видела, успокойся. Не совсем такого, но у многих серьёзных сталкеров, кто в дикие земли ходил, подобные роботы есть. Вот именно что у серьёзных. А этот на первом уровне умудрился как-то заполучить его. Они ещё и связь между собой поддерживают. Видела гарнитуру у него. Знаешь, сколько такая может стоить?» не унимался Чанки. «Всё, всё, угомонись, я тебя прошу. Сказала же, что парень нам подходит, что ты скулишь?» «Скулю, потому что ты переиграла. Я иногда и сам начинаю верить, что ты такая вредная, как пытаешься показаться», хмыкнул игрок. «Это да, аж передёргивает иногда», хмыкнул второй. «Вы идиотов тоже хорошо изображаете?» не осталось в долгу блондинка. «Посмотрим, если мы в нём не ошиблись, то всё будет в порядке. Ну, не вышло героического спасения единички тремя отважными игроками. Ничего страшного, подвернётся ещё случай». «Надеюсь», ответил Шанк. «Ну что, в город?» «Да, пошли, нужно ещё отчитаться Эри о выполненной работе и получить свои кредиты». Глава двенадцатая ФАРМ У учёных я пробовал часа три, осматривая их место и проекты, которыми они занимались. Пообещав заглядывать, как будет время, попрощался и выдвинулся в путь. Как бы не хотелось узнать побольше о том, чем они там занимались, нужно было выдвигаться, не за горами вечер, и я хотел прибыть в город до темноты. «Ну что, дружище, погнали?» обратился я к роботу. «Идти сразу в город?» вслух спросил Спай. Я улыбнулся. Давно я не слышал его ломаной речи, даже соскучиться успел. «Нет, предлагаю сделать этот поход ещё чуть более прибыльным. Та тысяча, что должны нам учёные за сопровождение грузок, конечно, хорошо, но мало. Идём поищем местных зверюшек». «Спай, согласный?» качнулся робот и выдвинулся вперёд. «Вот и отлично. Тогда дуй на разведку, а я за тобой». «Принял», — вновь вернулся робот к общению по радиосвязи. «Как засеку кого-нибудь, сообщу». Я ещё раз оглянулся на бункер. Отличная штука. По словам работающих тут учёных, его не строили, вынимая особым образом землю и придавая той округлую форму, как я вначале решил. Всё оказалось в разы проще. Оказывается, вся эта база один большой артефакт, который при необходимости можно собрать и разобрать за считанные минуты. В собранном виде подобная база помещалась в карман куртки. Небольшой, размером с бейсбольный мячик, артефакт просто устанавливался в нужном месте и спустя пару минут разворачивался вот в такой вот комплекс, имеющий четыре этажа. Правда, внутренняя аппаратура, турели, столы и стулья завозились уже отдельно и не входили в комплект. Но даже так, это устройство было просто нереально полезным. Поэтому я пообещал себе, что заимею нечто подобное уже в ближайшее время. Ну а пока неплохо было бы подстрелить хотя бы парочку собак. «Есть цели!» вышел на связь спай, когда мы отошли от станции метров на шестьсот. «Собаки?» решил уточнить я. «Нет, что-то новенькое. Четыре особи. Крупные, прямоходящие. Как мне кажется, броня из хитина. Лино, это какие-то насекомые?» «Прямоходящие насекомые?» удивился я. «Погоди, не светись. Дай я посмотрю на них». Подобравшись к тому месту, где засел спай, я улегся рядом, стараясь не шуметь. «Вон там, видишь?» спросил робот. «За той большой лужей. Выходят сейчас из-за куста?» Лужу я отлично видел, и не одну. Наконец, поняв, куда нужно смотреть, заметил тех, кого робот определил в качестве будущих целей, и вздрогнул. Существа очень походили на богомолов, только с короткой шеей. Все покрыты то ли броней, то ли естественными хитиновыми наростами, они не спеша двигались между неглубоких луж, высматривая что-то в воде. «Э, нет, дружище», покачал я головой, «давай сваливать отсюда потихоньку. Сейчас мы таких можем и не потянуть. Для начала нужно бы узнать, что это вообще за существа, а уже потом думать, сможем ли мы их победить или нет». Рэнди о таких и не упоминал даже. «Этот Рэнди, кроме собак, никого и не видел. Ах, да еще, конечно, стометровые черви-убийцы», ответил Спай. «Да ладно тебе, даже если привирает парень, то не сильно. Остальные-то его не поправляли?» «Не знаю, не знаю», проворчал Спай. «Неважно, отходим», скомандовал я. «Идем дальше, ищем кого-нибудь попроще». «Ок», ответил робот. Еще около получаса мы блуждали по местности, прежде чем найти нужных нам противников. «Вижу цель», вновь отозвался Спай. «Собаки, четыре штуки, либо небольшая стая, либо не все из них здесь». «Понял, жди», ответил я, и двинулся в ту сторону, где скрылся робот. Спай наматывал круги, постепенно двигаясь к городу. Носиться вместе с ним у меня просто не хватило бы сил, так что я держался в центре описываемых им окружностей, не спеша двигаясь вперед. Забравшись на пригорок, сразу увидел их. Все, как и говорил Спай. Четыре особи, обычные бешеные собаки, с которыми нам уже приходилось не раз сталкиваться. «Оставайся тут и прикрывай меня с возвышенности. Мало ли, кто еще тут может нарисоваться. Я попытаюсь справиться сам. Атакуй только, если я попрошу, или ситуация станет критической». «Принял», ответил Спай. Собаки были заняты поеданием, уже непригодные для идентификации туши, и жадно вгрызались вплоть, не замечая никого вокруг. Не став наглеть и подходить совсем уж близко и остановился примерно в 30 метрах от них и прицелился. «Собака-мутант пятый уровень», гласила табличка над головой монстра. Хорошенько прицелившись, открыл огонь. Первый же выстрел, угодивший псине точно в голову, оказался критическим. Цифры, вылетевшие из пса после моего выстрела, четко дали об этом понять. Снеся первым выстрелом 21 хп, увидел, что шкала здоровья зверя просела больше, чем наполовину. Два последующих выстрела закончили дело. Остальные, быстро соориентировавшись в ситуации, бросились ко мне. Теперь уже я не пытался экономить патроны и щедро принялся палить по приближающимся тварям. Выстрелив до конца первый магазин, отщелкнул его на землю и быстро вставил второй. Битва продлилась считанные секунды, не отняв много сил. Найдя под ногами пустой магазин, поднял его и отряхнул от пыли. Убрав пистолет в кубуру направился к поверженным монстрам, заполняя магазин небольшими патронами, выхватывая эти из воздуха. Со стороны, наверное, смотрелось как фокус, но так уж был устроен тут инвентарь. Кстати, не помешает иметь запасной ствол в инвентаре, который при случае можно будет также легко материализовать прямо в руке. Подойдя к телам монстров, заметил всплывшее окно серого цвета. «Желаете осмотреть трофеи? Да? Нет?» «Желаю, еще как желаю», вслух произнес я и нажал «Да». В появившемся списке было три позиции. Первое, кредиты 15 штук. Второе, пена бешеного пса 30 мл. Для сбора необходима подходящая тара. Третье, тактические перчатки NG1. Собрал все, благо поход к ученым не прошел даром. Рэнди подсказал, что мне пригодятся пробирки с крышками и даже подарил десяток. Взглянув на пенистую жидкость, заполнившую стеклянную трубку больше чем наполовину, пожал плечами. Ну, пена как пена, я не против. Главное, чтобы за нее платили. Перчатки оказались точной копией моих, только новые. Если не ошибаюсь, то я отдал за них что-то около двух сотен кредитов. По всему выходит, что выгоднее убивать собак, нежели отлавливать их и пытаться дотащить живьем до базы научников. Ладно, с этим разберемся позже. Спай, обратился я к роботу. Да, все в порядке, никого не наблюдаю, отозвался робот. Отлично, я тут отвлекусь ненадолго, так что вся надежда на тебя, если что, кричи. Принял, ответил робот. Мне нужно было время на то, чтобы обобрать оставшиеся трупы, а потом просмотреть ворох сообщений, насыпавшихся после убийства первых моих мобов. Облутав еще двух собак, понял, что зря я так грешил на ученых с их ценами ножевых монстров. Следующие две псины дали 30 кредитов и одну порцию пены на двоих. Даже с учетом продажи пены по 50 кредитов за каждую пробирку выходило так, что сдавать живых все-таки выгоднее. Понял, что что-то не то, я сразу, как только подошел к последнему убитому мной зверю. Надпись над телом имела не серый, как у всех предыдущих, а синий цвет. Дав добро на сбор лута, смотрелся в список выпавших мне предметов. Первое, кредиты, 15 штук. Второе, пена бешеного пса, 30 миллилитров, для сбора необходима подходящая тара. Третье, одна из 12 частей предмета из комплекта охотника. Если первые два пункта были мне уже знакомы, то вот третий, подсвеченный синим, был чем-то новеньким. Собрав все, открыл инвентарь и пригляделся к находке. Одна из 12 частей предмета из комплекта охотника. Соберите все 12 частей, чтобы получить случайный предмет из комплекта охотник. Хм, ну, попытаемся, улыбнулся я. Спай, как там у тебя? Порядок, выдвигаемся? Нет, еще пара минут. Принял, жду, ответил робот. Я же начал просматривать пришедшие уведомления, начиная с самого первого. Поздравляем. Вами был уничтожен ваш первый противник, собака-мутант пятого уровня. Получено очков опыта 30. Поздравляем. Вами был уничтожен противник, собака-мутант пятого уровня. Получено очков опыта 30. Поздравляем. Вами был уничтожен противник, собака-мутант пятого уровня. Получено очков опыта 30. Поздравляем! Вами получен второй уровень. Доступных очков характеристик 3. Очков опыта 20 из 150. Вот и второй уровень. Если 20 перенести на этот, то выходит, что для взятия первого мне потребовалось сотня. Нормально, хотя 4 монстра пятого уровня. Могли бы и побольше опыта за них давать, подумал я, просматривая логи боя. Ничего интересного, кроме первого попадания, который и правда был засчитан как критический. Открыв окно персонажа, немного удивился. По всему выходило, что кроме трёх свободных очков, выданных мне в распоряжение, игра раскидала ещё шесть, по два на каждый основной параметр персонажа. Теперь оно выглядело так. Окно персонажа. Игровой ник Лино. Уровень 2. Игровая роль Мусорщик плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре. Очки жизни 45. Очки маны 36. Основные характеристики. Сила 9. Ловкость 14. Интеллект 9. Дополнительные характеристики. Наносимый урон 4,5. Точность 21. Уклонение 28. Защита 10. Шанс критического удара 3,5%. Скорость 6,7%. По всему выходило так, что либо с каждым уровнем увеличиваются вообще все имеющиеся у игрока параметры, либо дополнительные имеют прямую зависимость от основных. Но с этим предстоит разобраться уже в более безопасном месте. Да и с выданными очками характеристик тоже спешить не следует. Дав отмашку роботу, скомандовал продолжать движение. В город входили, когда на улицах уже начали включать освещение. А мой персонаж достиг шестого уровня. Слишком долго я ждал момента, когда можно будет начать выбивать из монстров полезные вещи. И прокачивать себя. И немного заигрался. Закончил фармить только тогда, когда понял, что у меня осталось всего полмагазина патронов. Быстро забежав к ученым, подошел к ближайшему из тех, кто был одет в халат. «Простите, не подскажете, где мне найти Эрриана?» «Сейчас ужин. Скорее всего, в кафетерии. Поищите там». «Понял. Спасибо». Поднявшись по лестнице наверх, действительно столкнулся с выходящим из местной столовой ученым. «Лино, как вы?» — спросил тот. «Порядок, док. Я по поводу задания, что вы выдали». «Да, конечно», — кивнул он, задумавшись. У меня высветилось уведомление о том, что квест выполнен, а на счет упало тысячи кредитов. Кроме этого, выскочило новое уведомление, которое я быстро прочел. «Ваши отношения с фракцией ученые увеличены на 25 пунктов. Текущий уровень отношения нейтральный». Также меня уведомили о том, что в окне персонажа теперь доступна новая вкладка с репутациями. Поблагодарив Эрриана, направился вниз к доске заказов, где избагрил все 10 пробирок с пеной по 50 кредитов за каждую. Кроме этого, в моем инвентаре скопилось полтора комплекта новичка обычного серого качества и четыре из двенадцати частей, необходимых для получения синией вещи из комплекта «Охотник». Но продавать ничего из этого я не собирался. Подойдя к терминалу, залез на аукцион и, настроив фильтр нужным образом, нашел те вещи, которые смогу получить, если мне удастся собрать все 12 частей. Главное, что отличало серые вещи от остальных, так это отсутствие бонусов. Если у серых я встречал только прибавку к защите, то зеленая увеличивала еще и один из твоих показателей. А вот синие, мало того, что эти предметы давали кроме защиты еще и прибавку к двум твоим статам, так еще обладали каким-нибудь свойством. И ценник на них был соответствующий. Так сапоги легкой поступи из комплекта «Охотника» давали, помимо защиты и увеличения характеристик, еще и снижение шума при передвижении на 20%. Но что сказать, завтра собак на свалке поубавится. Распродав все лишнее и удостоверившись, что меня больше ничего тут не держат, направился навстречу к Юдину. Мужчина должен был ждать меня у Зенти. Внутри заведения Зенти, как обычно, был аншлаг. Но Юдин уже был тут. И даже занял для нас мой столик. Помахав хозяйке и получив в ответ улыбку и кивок, проследовал к мужчине и, поздоровавшись, присел напротив него. — Как успехи? — спросил я, оглядывая мужчину. — Нормально все. Думал, не появишься сегодня. Зенти передавала, что ты к вечеру обещал быть, но мало ли. Слышал, ты куда-то далеко уходил. — Да, так вышло, что у ученых нашлось задание как раз для меня. Улыбнулся я, вспомнив, с какой теплотой и радушием встретила меня остальная часть команды сопровождения. — Ясно, — кивнул Юдин. — Ты уже заказывал что-нибудь? — спросил я. — Нет, на какие шиши? — удивился тот. — Действительно, — вспомнил я, что мужчина отказался в прошлый раз брать у нас деньги. Тут как раз подоспела Зенти, протянув нам меню. Вернее, я думал, что это Зенти. Рядом со столиком стояла невысокая худенькая девчушка. Причем она была игроком. — Привет, а ты кто? — передав меню Юдину, повернулся я к девушке. — Новенькая? — Да, здравствуйте. Я новая помощница Зенти, меня зовут Кристина. — Очень приятно. И со мной можно не так официально, я тоже игрок, — подмигнул я. — Что? А-а-а, привет. Чересчур громко отозвалась девчонка и прикрыла рот ладошкой. — Привет. Слушай, у меня столько вопросов, а спросить у кого-нибудь боюсь. Мы сможем как-нибудь попозже поговорить? — Я завтра с утра буду тут завтракать. Если будешь в игре, то помогу, чем смогу. Но я тоже новенький, так что на многое не рассчитывай, — улыбнулся я. — Завтра утром. Ок, я буду, — кивнула девушка. Приняв у нас заказ, девушка убежала на кухню, а мы остались втроём. Народ вокруг галдел, ужинал и веселился, изредка поглядывая в нашу сторону. — Чего это на нас народ косится? — спросил я у Юдина. — Да я этот столик час оборонял, пока вы не появились. Не всем понравилось, что я ничего не заказываю, а целый столик занимаю. — Ясно, — усмехнулся я. Юдин сидел в ожидании. Вчера я так и не ответил на его просьбу влиться в наш коллектив. Не до того было. Да и многое нужно было перед этим узнать. — Юдин, насчёт твоего предложения, — начал я. — Ага, — подобрался тот. Не объяснишь, почему именно мы? Вот так просто решил присоединиться к едва знакомым людям. Много причин. Кажется, мужчина даже готовился к этому разговору, так как думал всего секунду. — Во-первых, вы хорошо ко мне отнеслись. Во-вторых, мне нужны деньги. Те, что я уже получил от тебя, помогли наладить отношения с хорошим человеком. При этих его словах я хмыкнул. Знал я, о чём он говорил, вернул долг Зенти, к которой он явно неровно дышал. Да и она, судя по всему, хорошо к нему относилась. Чувствовалась их давняя история взаимоотношений. Но вслух я ничего говорить не стал и сделал вид, что закашлялся. — Ты хоть и молод, но чувствуется, что парень не промах, — продолжил он. — Да и хоть я не кровожадный, но понравилось мне, как вы решаете вопросы. Что в ловки у Борова, что там? Проговорив это, он даже засмущался. Я же на такое заявление только хмыкнул. — Это всё? — спросил я. — Вроде да, — пожал плечами Юдин. — Понял. Ну, тогда поделись тем, чем ты можешь быть полезен. — Но... — слегка замялся он. — Знаю многое об этом месте, со многими местными знаком. А так могу выполнять любую работу. Таскать там что-нибудь, чинить, строить. Руки откуда нужно растут, — уверенно кивнул он на последнее своё заявление. — Строить и чинить — это хорошо. А как насчёт пострелять? Стрелять умеешь? — Приходилось, — чуть скривился он. — Но небольшой я фанат насилия. Да и охота не моё, если честно. А если прижмёт? — Не сомневайся, рука не дрогнет, — серьёзно кивнул он. Но хотелось бы избегать таких ситуаций. Тут же пошёл он на попятную. — Ясно. Ну, насчёт пострелять тут без вариантов, извини. Стрелять придётся и много, во всяком случае поначалу. — Понял? Хорошо, — согласно кивнул он. — Дальше. Что у тебя по долгам и где ты сейчас обитаешь? — Да по долгам всё терпимо. Они подождут. Обитаю. Да где придётся, по старым знакомым торчу. — Нет, так не пойдёт, — ответил я, но продолжить не успел. К столу подошла официантка и принесла наш заказ. В этот раз были отбивные и какой-то салат. — Приятного аппетита, — пожелала девушка и хотела уходить. — Кристина? — остановил я её. — Да. — А можно нам листок бумаги и ручку, пожалуйста? — Не знаю. Я спрошу у хозяйки, — ответила девушка. — Скажи, что Лину просит, — сказал я. — Она меня знает. — Хорошо, — кивнула девушка и ушла. — Не пойдёт так, — повторил я. — Пока едим, вспомни тех, кому должен. А как Кристина принесёт листок, запиши. — Ладно, — согласился мужчина. Девушка вскоре вернулась с обещанным листком и ручкой. Поблагодарив её и передав письменные принадлежности Юдину, я приступил к ужину. Когда дело дошло до чая, я уже с опаской косился на мужчину, который всё продолжал и продолжал делать отметки на бумаге. Решив не переживать заранее, открыл окно персонажа и принялся рассматривать возросшие характеристики. Окно персонажа. Игровой ник — Лино. Уровень 6. Игровая роль — мусорщик. Плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре. Очки жизни — 85. Очки маны — 68. Основные характеристики. Сила — 17, ловкость — 22, интеллект — 17. Дополнительные характеристики. Наносимый урон — 8,5. Точность — 33. Уклонение — 44. Защита — 12. Шанс критического удара — 5,5%. Скорость — 7,1. Свободных очков характеристик — 18. По всему выходило, что мне так и будут прибавлять по два очка в каждую характеристику с каждым новым уровнем. Значит, уровень тут играет далеко не последнюю роль. Надо быть аккуратнее с высокоуровневыми ребятами. Убедившись, что Юдин всё так же занимается списком, я продолжил разбираться со своим персонажем. Вкинув одну очко характеристик в ловкость, сумел снова вернуть его обратно. Отлично. Значит, можно будет поэкспериментировать. Начал постепенно добавлять очки то в одну, то в другую характеристику и смотреть, как это влияет на остальные мои показатели. В принципе, всё оказалось несложно. Каждый пункт в силе давал прибавку в 5 хп к уровню здоровья и 5 десятых к наносимому урону. Единица в ловкость добавляла плюс 2 к уклонению, 0,25% к вероятности нанесения крита и полтора к точности. Интеллект влиял только на объём маны, с каждым новым пунктом увеличивая его на 5 единиц. Прибавка же к защите, которую я не сразу обнаружил, скорее всего относилась к возросшему уровню. Если так, то каждый новый уровень давал прибавку в 5 десятых к защите. Но это нужно будет ещё проверить. До седьмого уровня ещё далеко. Текущий показатель опыта 45 из 1913. Пролистав логи, удалось посчитать, что сегодня я практически в одиночку прикончил 40 собак. Да, меня прикрывал спай и даже пару раз был вынужден вмешаться, но всё-таки. Кстати, надо будет не забыть прикупить ещё пробирок для сбора пены. Те десять, что подарил мне Эрик, закончились ещё в самом начале фарма. «Вроде всё», — проговорил Юдин, чем отвлёк меня от созерцания своего персонажа. «Давай», — протянул я руку. Мужчина протянул листок, взял кружку и принялся пить чай, глядя в пустоту. Признаться, я рассчитывал на большее. Он так долго вписывал туда имена и цифры, что я даже успел пожалеть о том, что дал ему надежду, а на деле... Да, список вышел внушительным, но итоговая сумма в 124 кредита была несерьёзной. Во всяком случае, для нас сейчас. Дело одного дня, да даже пары часов. Те же шмотки из комплекта новичка, который жадный терминал продал мне по 200 кредитов за предмет, он же принимал обратно, но уже по сто. Пара-тройка бешеных собак, и вопрос решён. «Ну, это ерунда», — отозвался я, и почувствовал, как Юдин расслабился. «К завтраку сможешь подойти?» «Конечно», — кивнул он. «Вот и отлично. Будет утром для тебя задание. Знакомый, у которого сейчас живёшь, в этом списке есть?» «Да, Саймон». Найдя в списке нужное имя, посмотрел на цифры напротив. Один из немногих, у кого в графе долго стояло двузначное число. «Твоя штуковина для кредитов при тебе?» — спросил я у Юдина. «Да, доставай». Переведя ему 45 кредитов, необходимых для погашения долга Саймону, вернул список. «Сегодня верни ему долг. С остальными рассчитаешься завтра, так что список этот не потеряй». «Спасибо», — поблагодарил он. «Сочтёмся», — пообещал я. Дальше общались уже на отвлечённые темы. После напряжённого дня хотелось просто посидеть, отдохнуть, попить чаю и пообщаться. В последнее время единственным моим собеседником был Спай, так что я уже начал скучать по разговорам с людьми. Распрощавшись с Юдиным, я оплатил счёт, и мы с Пауком отправились к себе. Завтрашний день обещал быть не менее насыщенным, так что следовало хорошенько отдохнуть. Глава тринадцатая. Команда мечты. «Вчера, когда мы с Пауком всё же добрались до своего укрытия, сразу выходить из игры я не стал. Какое-то время потратил на то, чтобы ознакомиться с теми новшествами, что подкинула игра. Из наиболее заинтересовавших меня была отдельная вкладка с репутациями. Сейчас в ней указаны только учёные, шкала прогресса отношений с которыми была заполнена на одну двадцатую. Учёные, двадцать пять из пятисот, текущая репутация нейтральная. Пока не знаю, что именно даст её улучшение, но зато есть к чему стремиться. И что-то мне подсказывает, что в этом мире не одна фракция, с которой можно и нужно установить контакт». Первую половину сегодняшнего дня я решил посвятить себе любимому и немного отдохнуть. Также следовало пополнить изрядно потраченный вчера арсенал. В город мы с роботом отправились ещё затемно и прибыли к Зенте, когда она только открывалась. «Доброе утро», — поздоровался я. «Накормите нас завтраком». «А, Лино, проходи, конечно. Придётся чуть-чуть подождать, но накормлю, не сомневайся. Рано ты сегодня». «Много дел», — развёл я руками. «Молодёжь», — услышал я голос хозяйки заведения, проходя за свой столик. Юдин прибыл ненамного позже меня. Поздоровавшись с Зентией, найдя меня глазами, направился к столику. Пока мужчина шёл, я сидел и рассматривал его. С момента нашего знакомства он не сильно изменился. В такой же обросший и в той же видавшей виды одежде. Но, может быть, стал чуть энергичнее. Было дело в улучшившемся питании или в ожидании новых, пока ещё туманных перспектив. Но сама тенденция меня радовала. «Привет», — протянул он руку. «Привет, Юдин. Как успехи?» «Всё сделал. Видел бы ты лицо Саймона. Думаю, он и не надеялся получить свои деньги обратно», — усмехнулся мужчина. А потом серьёзно добавил. «Спасибо». «Брось. Я же сказал, что сочтёмся». «Я действительно не шутил. Сейчас позавтракаем. Потом об остальном, ладно?» «Конечно», — кивнул он. Хозяйка порадовала нас вкуснейшей яичницей с беконом и крепким ароматным кофе. К тому времени, когда мы, медленно смакуя каждый глоток ароматного напитка, неспешно вели беседу, в зале уже было полно народу. Многие из тех, кого я не знал лично, но кто привык видеть нас за этим столиком, приветственно нам кивали. Мы отвечали тем же. Когда я перевёл на счёт Юдина, необходимую для погашения его долгов сумму, появилась Кристина. «В общем, я жду тебя тут. Если вернёшься, а меня нет, значит, я пошёл к учёным закупаться. Дождись меня тут, ок?» «Принял», — ответил Юдин, и, пожал мне руку, отправился выполнять поручение. Заметив, что мужчина ушёл, а я смотрю на неё, девушка улыбнулась, помахала рукой и, дождавшись ответного приветствия, устремилась ко мне за столик. «Привет», — поздоровалась она. «Привет, присаживайся, кофе будешь?» «Ну, давай», — не стала отказываться девушка. «Тогда шлёпай за кружкой. Третью я взять не догадался. А из чужой, я думаю, ты пить не захочешь», — улыбнулся я. «Ту-у-у-у», — прогудела девушка и молнией метнулась на кухню. «Спрашивай», — кивнул я, когда и девушка обзавелась горячим напитком. «Эммм, с чего бы начать-то?» — замялась она. «Понимаю», — улыбнулся я. «У самого, когда возможность спрашивать появилась, всякую ерунду узнавал. Думай». Просидев чуть меньше минуты с задумчивым взглядом, она нашлась с вопросом. «Что это за мир и почему это не игра? Где уровни, где всё это?» — махнула она руками, пытаясь то ли охватить, то ли описать всё это. «Мир», — почесал я бровь, — «не самый прекрасный. Это будущее с полётами в космос на другие планеты и так далее. Наша планета — это одна большая свалка. Причём в прямом смысле этого слова. Город, расположенный тут, живёт за счёт переработки отходов, которые приводят с ближайших к нам планет. По мере того, как я рассказывал то, что сам успел узнать, энтузиазм у девушки заметно снижался. «Ты погоди расстраиваться. Тут тоже не всё так однозначно. Возможно, то, что я тебе сейчас говорю, отличается от действительности. Когда я попал сюда, то думал, что тут, кроме мусорных куч, вообще ничего нет. Сейчас я знаю про город с тысячами жителей. Кроме тех, кто занимается переработкой. Есть и сервисники всякие, вот как Зенти, например. Также есть учёные. Вполне неплохие ребята, сотрудничать с которыми очень даже выгодно. Ещё есть центр города, которым я пока не был. И что там происходит, для меня загадка. Так что не отчаивайся». Девушке чуть полегчало, но всё равно рассчитывала она явно не на это. «Ну а почему ничего нет? Где характеристики? Где сама игра-то?» «Игра началась, как только ты попала в этот мир. Интерфейса у тебя нет, потому что для этого нужен имплант. Цены на них разные, в зависимости от того, на что он будет ориентирован. Но для начала тебе подойдёт стандартный. Стоит он тысячу кредитов». «Сколько?» — вытаращила свои и так огромные глазища девушка. «Они сбрендели, что ли? Где я столько найду? Да мне платят по пятнадцать кредитов за выход. Способов заработать много, и они есть. Сложно не умереть в процессе заработка», — хмыкнул я, вспомнив свои первые дни в игре. «Как я и сказал, это не самый лучший мир. Но со временем втягиваешься». «Весело», — задумчиво протянула девушка. «А как ты вообще сюда попала? Почему именно этот мир выбрала?» «Выбрала?» — не поняла она вопроса. «А, ну да, роль. Это первый мир, в котором для меня была роль». «Понял», — кивнул я. В принципе, я догадывался об этом, но хотел узнать, что ответит девушка. Ведь Зенти не упоминала о том, что хочет или ищет себе помощницу. Всё говорило о том, что желание заиметь себе игрока под боком было навязано Зенти игрой. Хотя по вечерам тут действительно было не протолкнуться, и женщина зашивалась. «Про терминалы уже знаешь?» — спросил я, переводя тему на более нейтральную. Не принято было выспрашивать у людей о том, как часто им достаются роли, какой процент миров их принимает. Слишком личным это считалось. «Да, про них уже в курсе, но пользоваться не умею. Ну, если вдруг потребуется что-нибудь купить или продать, всегда смогу помочь в посредничестве». «Да не раскисай ты», — решил подбодрить я девушку. «Это я тебя сразу с самыми главными минусами ознакомил. Чтобы готова была. Чем ты вообще планировала заниматься?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Собиралась с подружками в фэнтезийный мир идти. Хотела стать эльфийкой, лекарем. Говорят, что лекарей всегда не хватает, и к ним хорошо относятся. Вот только меня в тот мир не пустило. А девчонки...» «Понял», — кивнул я. Это была одна из миллионов подобных историй. Сколько разговоров и споров велось о том, кто же в этой ситуации прав, а кто виноват, но факт в том, что подобное происходило, происходит и будет происходить. Люди, общающиеся с детства, считающие себя лучшими друзьями, напарниками, партнерами и даже родственники, нередко портили отношения из-за того, что не могли попасть в один мир. Мой случай в этом плане был скорее позитивным. Ребята старались, держались и действительно пытались найти нечто подходящее нам всем. Уверен, не упрись я, мы бы продолжили поиски. Вот только я сомневался в том, что к тому моменту, когда нужный мир был бы найден, мы бы всё ещё оставались друзьями. Именно поэтому я сейчас тут, а они в другом мире. У Кристины, судя по лицу, ситуация была другая. Там подружки долго думать не стали, и, решив избавиться от балласта, ушли в недоступный для неё мир. «Ага», — понура кивнула она. «Да не расстраивайся ты, у тебя целый мир. Ты можешь стать тут кем угодно. Найти новых друзей, делай только то, что хочешь ты. Что ты в самом деле? Хочешь, я поищу тебе острые накладные уши в терминале. Вдруг продаются». Девушка слегка улыбнулась. Но настроение чуть приподнялось. «Зачем острый ухо? Она и так красивый», — заметил из-под стола спай. Даже я дёрнулся от неожиданности. Робот до этого момента сохранял молчание, и я даже успел позабыть, что он рядом. Что уже говорить о девчонке, которая и не знала о нём? «Тише, тише, не пугайся. Это мой робот», — поспешил я успокоить её. «А ты не пугай так, даже я перепугался». «Лино-трусишка, это все знать», — эхидно донеслось из-под стола. Пнув робота протезом, я улыбнулся приходящей в себя девчонке. «Прости, что напугали. Это спай, мой робот. Он хороший». «Спай хороший», — подтвердило чудо, прячущееся под столом. «Привет», — кивнула роботу девушка, когда сумела его разглядеть. «Это паук, да?» «Робот поддержки спайдер. Да, очень похож на паука». «Красавец какой!» У девушки и правда загорелись глаза, когда она окончательно смогла взять себя в руки. «Где взял?» «Это секретная информация», — пожал плечами я. «Но можешь не переживать. Больше там таких роботов нет». «Это спай нашёл этот кожаный», — не собирался останавливаться, раз заговоривший робот. «Спас его. Сделать излину человек». «Ага, про первый день знакомства тоже расскажешь?» — поинтересовался я у этого гада. «Нет, это быть очень давно. Спай всё забыть». «А почему он так разговаривает?» — хихикнула девушка. «Болеет», — брякнул я. «Ложь! Спай не болеть, просто у Спай очень жадный напарник. Все кредиты забирать себе. Ничего не оставлять, Спай». «Ах, вот ты как!» От возмущения у меня аж дыхание перехватило. «Да-да, красивая девушка, тебе нужно быстро бежать от такой жадной Лино. Не дружить с ним. А то тоже стать разговаривать, как Спай». Я заржал на всё кафе. Народ недоумённо покосился, но я быстро взял себя в руки. «Помнишь, я обещал тебе отомстить?» — спросил я у робота. «Да! Угрожать Спай страшной карой! Спай помнить!» «У меня уже есть мысли, как я это сделаю». «Уверен, ты будешь в восторге», — хищно улыбнулся я. «Прикольный он у тебя. А сколько такой стоит?» «Я таких, как он, в продаже не видел. А если говорить серьёзно, то я бы не продал его ни за какие деньги. Он хоть и гад, конечно, но очень полезный. И он мой друг, первый и единственный на этой планете», — улыбнулся я, отдав ещё одного пинка вредному роботу. «Да! Спай клёвый!» — отозвался робот, когда сумел вновь обрести равновесие. «Ладно, ребята, спасибо за помощь, я побегу в Реал». «А ты днём не работаешь?» — удивился я. «Нет, я тут только по вечерам. Днём Зенти и сама справляется». «Понял. Ну, пока. Если что, обращайся». «Пока-пока», — сказала девушка, помахав нам рукой, и направилась в сторону кухни. «Тебе понравится этот кожаный самка?» — донёсся голос из динамика в ухе. «Раз уж общаешься через связь, говори нормально». «Нет, просто тут и правда тяжеловато выживать. Вот и помог, чем смог». «Да ладно, она и правда ничего. Видел, какие у неё окуляры?» «Глаза?» «Да, глазища и правда красивые», — задумался я. «Не знаю, может, и понравилось. Но нам не до этого сейчас. Идём закупаться». Пока шли до учёных, пытался придумать, что ещё нам может пригодиться. «Спай, у тебя только одна гарнитура для связи». «Нет, ещё четыре. Я же робот поддержки. Должен работать на группу людей. Есть также возможность установки связи с командным пунктом или любым другим объектом, на котором есть аналогичная моей связь». «Слушай, есть какой-нибудь мануал, где будут перечислены все твои возможности и способы применения?» «У меня нет», — ответил вредный робот. «У Калли было нечто схожее с тем, о чём ты говоришь. Но оно загружалось через имплант и не имело физического воплощения. То есть это не книга или буклет, а просто пакет инфы». «Ясно. Значит, так и будешь мне по частям информацию выдавать. И то, если я попрошу». «Выходит, что так. Ты чаще вопросы задавай», — посоветовал спай. «Ага, я учту», — решив не развивать пока тему, ответил я. В научном комплексе, как обычно, было оживлённо. Не задерживаясь и не отвлекаясь ни на что, прошёл к терминалу и принялся искать нужные мне товары. Через полчаса мой инвентарь пополнился двумя коробками патронов по 45 штук в каждой. Также купил четыре перевязочных пакета и зашёл в раздел с оружием. Серьёзное оружие стоило больших денег, и я отказался от идеи приобрести себе ствол помощнее. На такой случай у меня был спай с его большой пушкой. Вместо этого взял точно такой же, как и у меня, кольт, пару магазинов и ещё две коробки патронов к нему. Также прикупил для нового члена нашей команды мечты рюкзак на 40 литров. В этот раз я не собирался отказываться от лута и приобрёл сотню пробирок для сбора пены, которые занимали в инвентаре всего лишь одну ячейку из 30 возможных. Также приобрёл уже для себя хороший системный нож. Боевой нож Акула А1. Наносимый урон 10-15. Шанс критического удара плюс 5%. Скромненько, но со вкусом. За этот необычный зелёный нож пришлось выложить семь сотен кредитов, но покупкой я был доволен. Мало того, что меня вполне устраивали его статы, так и сам нож был красивый. Хищный, чёрный, кинжального типа, обоюдоострый клинок имел антибликовое покрытие и длину в 90 миллиметров. Рукоять была выполнена из резины или чего-то очень схожего и удобно лежала в руке. Навершие у ножа было металлическое, что позволяло наносить удары и им. Гарда у ножа тоже имелась и была загнута в направлении удара. Не знаю, хорошо это было или плохо, небольшой я специалист, но осмотрелся нож впечатляюще. Кобура к нему шла кожаная и могла крепиться к разным частям тела. Поставив себе мысленную галочку не забыть узнать о том, где и как лучше всего носить нож, я прикрепил его на пояс туда, где раньше висел меч. От несистемного меча я уже успел избавиться. Было у меня подозрение, что моб, убитый им, может не дать лута. А с финансами у меня было не настолько хорошо, чтобы ставить подобные опыты. Сейчас, после всех трат, на моем счету оставалось 392 кредита. Не скажу, что цифра сильно меня порадовала. Практически две тысячи ушли на покупки. Но я надеялся поправить наше финансовое положение уже сегодня. Юдина встретил на подходе к Зенти. — Ну как, справился? — спросил я его. — Да, всё сделал, — улыбнулся мужчина. — Ну и отлично. А теперь подскажи мне, дружище, где нам можно с тобой помыться. — В смысле? — В прямом. Грязные мы как свиньи. Не знаю, как ты, а я в нормальной ванне уже несколько месяцев не мылся. — А, можно. Есть тут душевые, платные. — Это понятно, что платные. Веди. Будем принимать человеческий облик. Душевые оказались не на центральной улице, и к ним пришлось добираться дворами. Благо карта запоминала пройденные мной пути, в случае чего обратную дорогу я всегда смогу найти. Не сказать, что условия были первоклассные, но я был рад и этому. Отросшие за время моих скитаний волосы пришлось трижды мыть с шампунем, чтобы они стали похожи на то, что не стыдно носить на голове любому двуногому. Я, конечно, принимал водные процедуры на улице, поливая себя из бутылок и канистр, но это всё не то. Выйдя после душа, почувствовал себя человеком. Даже этот мир показался не таким мрачным. На Юдина тоже стало приятнее смотреть, но этого было мало. — Теперь идём стричься, — сказал я, вытираясь выданным мне тут же полотенцем. — Лино, ты уверен, что для того, чтобы заработать денег необходимо всё это? — спросил Юдин. — А ты думаешь, с тобой вонючим и обросшим кто-то вообще захочет иметь дело? Конечно, необходимо. — Согласен, — вздохнул мужчина. — Видок у меня тот ещё. — Ни у одного тебя. Я вчера весь день псин отстреливал. До сих пор на себе их запах чувствую. Мужик хмыкнул и, закончив вытираться, взялся за одежду. — Эй, нет, постой, — сказал я. — Что? Это тебе больше не пригодится? — кивнул я на его старую заношенную одежду. Материализовав из инвентаря полный набор тактической брони новичка, вручил их Юдину. — Держи, одевай. — Спасибо. Мужик недоверчиво оглядел выданную ему броню ценой в шесть сотен кредитов. — Одевай, одевай, — подбодрил я. — Сегодня у нас ещё куча дел впереди. — Хорошо, — кивнул мужик и принялся натягивать непривычную для себя полувоенную форму. Мне в этом отношении было проще. Открыл интерфейс, выбрал предмет и он уже на мне. — Что дальше? — произнёс мой новый напарник. — Дальше идём стричься. Спустя полчаса мы двигались в сторону западного выхода из города. — Давай забежим к Зенти. По чашке чая выпьем. Заодно расскажу, куда идём и что будем делать. — Хорошо, — кивнул Юдин. Мужчина преобразился. Гладко выбритый, с короткой стрижкой и в новой специфической одежде он был не похож на себя прежнего. Даже осанка изменилась. Плечи чуть расправились, да и взгляд не блуждал где-то в районе ботинок прохожих, а всё чаще стал подниматься на уровень их лиц. — Вот и отлично. Идём. Хозяйки за стойкой не оказалось. На часах была половина одиннадцатого, и посетителей в это время обычно не было вовсе. Сейчас же был занят всего один столик, за которым сидела какая-то пара. Усевшись за наш столик, я принялся выкладывать из инвентаря всё то, что закупил для Юдина. — Так, рюкзак тебе. Вот пара перевязочных пакетов. Положи куда-нибудь так, чтобы в случае чего легко можно было достать. Батончики на всякий случай, вода. Так, что ещё? Ага, эту коробку положи в рюкзак, а вторую открывай и забивай магазины. Протянув мужику две коробки с патронами, достал три запасных магазина для него. Напротив себя положил то же самое. И принялся заряжать свои магазины. Юдин вопросов задавать не стал. И принялся за дело. Зарядив свои магазины, он посмотрел на меня, ожидая продолжения. — Так, это, — указал я на оружие. Бесшумный пистолет КТ-1. Стреляет патронами девять миллиметров. В каждом магазине по пятнадцать патронов. В среднем на то, чтобы пристрелить одну псину, уходит от четырёх до шести патронов. Держи. — Ясно, — сказал Юдин, принимая от меня пистолет с кобурой и цепляя его себе на пояс. — Молодец, — заметив идущую к нам хозяйку, я прервался. — Здравствуйте, — поздоровалась она с мужчиной, лишь мельком глянув на него. — Лино, тебе меню или так закажешь? — Нам бы по стакану чая, — улыбнувшись, ответил я. Юдин сидел с непонимающим лицом. — Зенни, ты чего? — спросил он. — Юдин? — ошарашенно воззрелась женщина на своего старого знакомого. — Не узнала. Отлично выглядишь. Не знаю, кого из них больше смущала ситуация. То ли мужика, который впервые за долгое время привёл себя в порядок, то ли хозяйку заведения, не распознавшую своего старого воздыхателя. — Спасибо, — смущенно отозвался чуть покрасневший Юдин. — Нам бы чаю, — повторил я, когда женщина чуть пришла в себя. — Да, конечно. Сколько? — По кружке буквально, — ответил я. — Поняла. Сейчас будет, — сказала Зенти, и что-то шепча про себя направилась на кухню. — Ну как? Говорил я тебе, что внешний вид важен, — улыбнулся я. Мужчина лишь смущённо потупил взгляд, пытаясь спрятать наползающую на лицо улыбку. — Ну, а теперь к делу. Сегодня нам предстоит небольшой поход. Пойдём к исследовательскому пункту. Знаешь про такой? — Какой именно? Их вроде бы много. — Верно, — вспомнил я, что и правда их несколько. — Мы пойдём к тому, что находится в семи километрах на юго-западе от города. — Понял, — кивнул мужчина. — Не был там ни разу, но слышал от ребят. — Ну так вот, — вновь вернулась Зенти с двумя кружками, и я вынужден был прерваться. — Спасибо, Зенни, — поблагодарил Юдин. Женщина кивнула, улыбнувшись, и не став задерживаться, направилась к своему рабочему месту. — Ну так вот, — продолжил я. — Моя задача — отстреливать по пути псов и, возможно, другую живность. Ты и Спай остаетесь на прикрытии. Ваша задача — следить, за тем, чтобы ко мне не подобрались со спины. Или, если попадётся слишком сильный противник, то поддержать огнём. Но пока вроде всё понятно, — опять кивнул он. — У Спая большой пушка, стреляет громковато. Так что в первую очередь открываешь огонь ты. Если вдруг и вдвоём не потянем, тогда уже наш железный друг подключится. — Принял. — Спай, — позвал я робота. — Что хотеть, Лино? — Лино хотеть связь для Юдина. Выдели один комплект, пожалуйста. — Есть выделить комплект, — шутливо отчеканил робот, и, достав из своих закромов ещё одну гарнитуру, протянул мне. — Держи, — передал я её Юдину. — Одевать вот так. Показав мужчине, как пользоваться связью, ещё раз проговорил роли каждого в отряде. Когда убедился, что он всё понял, принялся за чай. — Спай, этих мы не вытянем, подключайся! — практически прокричал я в микрофон. — Принял. Веду огонь по ближайшим к вам. — Главное, не дай им добраться до Юдина. У него одна жизнь. — Принял. — ответил робот и перевёл огонь на тех противников, что двигались к мужчине. Начиналось всё неплохо. Покрошив четыре стаи собак, мы постепенно продвигались по направлению к исследовательскому пункту. Проблемы начались, когда я решил напасть на небольшую стаю собачек, крутящихся неподалёку от луж. С первыми четырьмя я справился сам, истратив полтора магазина. Отстрелялся практически на пятёрку, всего пару раз промахнувшись. Вот только это была не вся стая. Когда из-за пригорка к нам стали выскакивать всё новые и новые твари, я дал добро на то, чтобы Юдин открывал огонь. Мужику надо отдать должное, не подвёл. Стрелял экономно и со знанием дела. И мы бы отбились, но на шум нашей возни припёрлись насекомые. Точно такие, каких мы со спаем наблюдали в прошлый наш заход. Пять особей, медлительные, но неплохо бронированные. Пока Юдин со спаем вели стрельбу с возвышенности, я, находясь внизу, начал смещаться по кругу, вправо от напарников. Трое устремились к Юдину, а двое пошли на меня. Расстреляв очередной магазин, я начал перезаряжаться. Этот магазин был последним из снаряжённых. Выбрав в качестве цели ближайшего мутанта, сделал пару выстрелов ему в грудь, затем в живот. Их естественная броня отлично держала пули. Представьте, что на вас движется полутораметровый богомол, шипя и издавая стрекочущие звуки. Как ощущения? Вот и мне было не так, чтобы очень. Отбежав на пару метров, прицелился и смог попасть выстрелом в более светлый участок хитина, на шее у монстра. На этот раз пуля смогла пробить броню, и из его тела вылетела цифра 16. Да, с получением седьмого уровня мой урон вырос, но его явно было недостаточно, чтобы одним выстрелом убить тварь. А я не настолько хорошо умел стрелять, чтобы отправлять пулю за пулей в уязвимые места противника. Поэтому тянул время. Вся надежда была на Спая с его плазменным оружием. «Спай, я буду их кайтить, добивайте своих! Как закончить и убивай того, что не ранен? Раненого оставь мне!» «Принял», — отозвался робот. «Юдин, ты как?» — вновь отбегая на несколько метров, спросил я. «Порядок! Держись, командир! Сейчас мы этих добьём и поможем!» Когда удалось прилично разорвать дистанцию, я вытащил пустой магазин и умудрился зарядить его наполовину. Семь дополнительных выстрелов. Живём! Раненная в шею особь теперь держалась позади здоровой, но от преследования не отказалась. Я же наматывал круги, ожидая помощи. Ещё шесть выстрелов из заряженного магазина ушли в сторону резвого, и парочка сумела пробиться сквозь защиту. Тварь потеряла 32 хп, а её полоска здоровья снизилась едва ли на четверть. «Жавр, уровень 15!» Надпись над головой твари давала понять, что мы выбрали соперника не по силам. Зазевавшись и не отбежав вовремя, чуть не попал под атаку хитрой твари. Да, они не могли двигаться быстро, но, как оказалось, могли совершать короткие быстрые броски. Пригнувшись и уйдя в кувырок, пропустил над головой удар шипастой лапы, чуть не стоившей мне жизни. Продолжая движение, отбежал на десяток метров и опять обернулся. Бросил быстрый взгляд на ребят. Те отступили на приличное расстояние, но уже добивали последнего. «Ну что же, недолго вам осталось меня гонять», — улыбнулся я, глядя на монстров, и расстрелял последнюю полупустую обойму в ногу некогда раненной твари. Пули ожидаемо броню не пробили, но вот урон вылетел, сообщив о критическом попадании в 30 хп. Видимо, повредил связки или сухожилия, или что там у него есть вообще. «Кого тебе оставить, Лино?» — раздался голос в наушнике. «Хромоножка мой! Второго можешь валить!» — ответил я, вновь отбегая и переводя дыхание. Теперь эта тварь не была такой шустрой, но подходить к ней было чревато. Посмотрел на того, что оказался под огнем моего робота и улыбнулся. «Это тебе не свинцовые пули хитином отражать, это плазма, брат!» Каждый выстрел оставлял в теле твари аккуратные дымящиеся отверстия. В голове проскочила мысль опробовать на хромом свой новый нож, но я ее быстро отбросил. Может, ножу и под силу пробить броню в уязвимом месте. Но выдержу ли я удар лапы этой твари, я не знал. Достав магазин, принялся заряжать его патронами. Ступать в ближний бой с таким противником мне не хотелось. Мне не хотелось, но судьба имела на это свое собственное мнение. Разгоряченный битвой Юдин, видимо, забыл о том, что я просил оставить последнего монстра мне, и, приблизившись, открыл по нему огонь. «Юдин, ты чего творишь? Прекратить огонь!» — заорал я и в рацию, и в сторону мужика одновременно. К тому моменту, как до него дошло, что что-то не так, он успел выпустить по твари всю обойму. Та, естественно, переагрилась на него. «Чтоб тебя сваливай!» — скомандовал я. «Этот мой! Повторяю, этот мой! Никому не лезть!» Не знаю, то ли мужик расстроился, то ли растерялся, но вместо того, чтобы убегать, он смотрел на надвигающегося монстра и трясущимися руками пытался зарядить магазин. Сместившись, чтобы не задеть Юдина, я открыл огонь, отправляя в бок твари те патроны, которыми успел снабдить свой пистолет. Два попадания, и шкала здоровья ковыляющего богомола упала чуть ниже середины. Вот только еще пара метров, и он сможет прыгнуть. Не знаю, получится ли у него это, ногу-то я ему подбил, но рисковать жизнью смертного НПС было нельзя. Разбег, прыжок, и я лечу. Рифленая подошва берца вминает лапу монстра в бок, и тот, не удержавшись на раненной конечности, заваливается на бок. Отскакиваю, достаю акулу, и, подбежав к пытающемуся подняться насекомому, наношу удары сверху вниз обратным хватом. Пару раз нож чиркает о голову и броню на плечах, но потом находит свою цель. Шея монстра не выдерживает давления и пропускает хищный клинок между тонких пластин брони, а из его тела вылетают цифры. Еще три удара, и мне удается его добить. Откатываюсь в сторону и выдыхаю. Спай, как обстановка? Успеваю промямлить в микрофон между жадными вдохами. — Порядок. Противников в опасной близости нет. Веду наблюдение. — Юдин, ты как? — Я в порядке. Слышу, как мужчина кашляет. Да, нелегко нам всем пришлось. Перевожу дыхание, осматриваю место битвы. Влажная почва усеяна следами. Просто рай для следопыта. Не лутая, достаю магазины и начинаю заряжать. Все приходит с опытом. Сначала безопасность, проверка боеготовности, а уже потом ништяки. Отвлеченный собственными мыслями, не сразу понял, что Юдина так и разрывает кашель. Прикрыв рукой микрофон, стоит согнувшись и пытается то ли откашляться, то ли отдышаться. — Эй, ты чего? — спросил я, подбежав. — Нормально, — показывает мужик, подняв большой палец вверх. — Жду. Через пару минут кашель утихает. Юдин, вытащив бутылку с водой, жадно присасывается к горлышку. — Ты как? — Порядок. Долбанные легкие дают о себе знать. И тут меня накрывает. У меня совершенно вылетело из головы то, что он мне про себя рассказывал. Его же с работы уволили. Как раз из-за того, что у него с легкими что-то не так. А я его в марш-бросок с собой взял. Еще и рюкзак на спину нахлобучил. Идиот. — Если нужно передохнуть, давай сделаем остановку, — говорю ему. Но он отрицательно машет головой. — Сейчас. Пару минут передохну, и будет порядок. — Хорошо. Спай смотрит за округой, так что можешь не напрягаться. Иду лутать трупы собак и жавров, попутно костеря себя за глупость. Это же надо было додуматься. А еще вопросы ему задавал. Где живет, ты что по долгам? Лучше бы о здоровье спросил. И вытянет ли он такую работу. Командир, блин. Не глядя, собираю лут с собак. И только когда доходит очередь до убитого мной богомола, одергиваю себя. Сейчас не время и не место. Об удачах и промахах можно будет подумать, когда буду в безопасности. Подхожу к насекомому, разглядывая монстра. Красавец еще тот. Наклоняюсь и с улыбкой встречаю синюю табличку с предложением о сборе лута. Жму «Да». Первое. Кредиты 125. Второе. Одна из 12 частей предмета из комплекта охотника. Третье. Маска искателя. Собрав все предметы, быстро открываю инвентарь и читаю описание нового предмета. Маска искателя. Характеристики. Защита плюс 10. Ловкость плюс 5. Сила плюс 5. Защита от вредоносных воздействий. Позволяет дышать в отравленной, загрязненной или токсичной среде без вреда для организма. «Вещь». Протянул я, разглядывая первый редкий предмет в своем инвентаре. «Что?» — спрашивает подошедший Юдин. «Отличную вещь получил, говорю. Защитная маска. Очень хорошая. Здорово. Мне бы такую маску. На старую работу». «Кстати, я этот момент как-то упустил», — повинился я. «Что ты говорил о лечении?» «Говорил, что дорого это». «Но вылечить реально?» — уцепился я. «Конечно. Если есть куча кредитов, то реально». «Ясно. Значит, вернемся к этому разговору позже». «Ок», — согласился мужчина. «Ладно. Давай заканчивать с этим фармом. А то, чем мы ближе к базе ученых, тем более сильные твари попадаются». «С радостью», — улыбнулся Юдин. «Спай. Пять минут и выходим», — предупредил я робота. «Принял». Подойдя к наиболее целому из всех богомолов, прикинул его вес. «А что? Вполне». Вытащив из инвентаря веревку, сделал две петли и затянул их подмышками у монстра. И, ухватив за центр, попробовал протащить его. С возросшим уровнем и характеристиками я стал быстрее, сильнее и, возможно, немного умнее. Насчет последнего ручаться не стану, но груз показался мне незначительным. «Ты чего задумал?» — спросил Юдин. «Гостинцы ученым», — улыбнулся я. «Еще? В этом вся прелесть гостинцев. Их много не бывает». К ученым попали спустя час. Пришлось пару раз пережидать в кустах, пока блуждающие в этих краях собачьи стаи не освободят проход. Подойдя к базе, сказал своим становиться метров за десять, сам же направился ко входу. Дойдя до вмонтированной в стену купола камеры, помахал рукой. Пять минут ожидания, и подавшаяся вперед прямоугольная часть стены отъехала в сторону, открыв проход. Навстречу вышел Нельсон. «Лино, привет! Какими судьбами?» «Привет! Да вот охотились рядом. Решил зайти проведать вас». «А это кто с тобой?» — прищурился мужчина, вглядываясь в Юдина. «Это мой человек. Юдин зовут». «Юдин, Юдин. Имя вроде бы знакомое, а вот лицо нет». «Ладно, проходите», — пригласил он. Махнув ребятам и сказав заходить внутрь, сам остался наверху. «Я тут с подарком для Рэнди», — указал Янна Богомола. «Куда его пристроить?» «Затащим внутрь, а там разберемся», — предложил Нельсон. Затащив насекомое в здание, оставили его у входа, а сами спустились вниз. «Всем привет!» — махнула я рукой. «Лино, привет!» — поздоровался Эрик. «В гости, говоришь? Чай ставить?» «А то! Правда, я сегодня без пирога, но не с пустыми руками. Интересно, и чего ты нам принёс?» «Мутанта он принёс», — произнёс Нельсон, проходя за пульт. Юдин и Спай, спустившиеся вниз, стояли у лестницы. Если Спаю было всё равно, то Юдин явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ребят, это Юдин», — представил я мужчину. «Он в моей команде». «А у тебя команда?» — поинтересовалась поднявшаяся с нижних этажей Линда. «Выходит, что так, пожалуй, плечами». «Привет!» «Привет, привет!» — улыбнулась женщина. «Так, а где Рэнди?» «Сейчас поднимется», — сказал Эрик. «Что за мутант?» «Жавр», — ответил я. «Живой?» — округлив глаза, спросил учёный. «Нет, совсем не живой», — ответил за меня Нельсон. «Немножко без головы». «И кто его так?» — снова обратился ко мне Эрик. «Мы?» — улыбнулся я. «Да ну, он что, один был?» — не поверил Нельсон. «Пятеро вообще-то, но всех бы я не унёс». «Заливаешь», — вынес вердикт Нельсон. «Да с чего бы?» — не понял я. «Лино, убить одного жавра задача не из простых. А ты говоришь, что вы пятерых смогли одолеть вдвоём с...» «Юдинам», — кивнул я. «Только с нами был Спай». «И?» — спросил учёный, будто наличие робота в нашей команде ничего не меняло. «Мне попросить его стрельнуть из плазменной пушки в стену, чтобы стало понятнее, к чему я?» «Так легко», — хихикнул я, а навостривший уши робот подошёл ближе. «Спай, я шучу, расслабься». «Хорошо, Лино, но если что, Спай готов», — ответил робот. «Знаю, дружище, ты у меня сила». «Теперь понял», — усмехнулся учёный. «Но всё равно это безумно опасные твари. Они нам на вылазках житья не дают. То, что опасные, я уже в курсе. Случайно вышло. На собачек охотились, а тут они». Пока мы с охранником базы и учёным разговаривали, Линда налила всем чаю. «Ребята, хватит болтать, давайте к столу». «Кто там говорил о жаврах?» — вбежал в помещение Рэнди. «Привет, Лино!» «Привет. Вон там лежит твой жавр», — указал я рукой в направлении места, где мы оставили мутанта. Не обращая внимания на прочитание Линды о том, что чай остынет, единственный на базе игрок-учёный направился к подарку. Рассевшись за столом, попили чай, учёные поделились своими новостями, я рассказал о том, чем занимался сам. Юдин потихоньку освоился и даже о чём-то разговаривал с Эриком. Я в это время подошёл к отошедшей от стола Линде. «У меня и для тебя подарок», — улыбнулся я. «Только доставать его надо где-то не тут». «Что за намёки, молодой человек?» — усмехнулась женщина, не упускающая момента пошутить. «Никаких намёков. Помнишь, ты говорила про мох? Редкий мох, мало где водятся». «И, ты нашёл?» — с азартом спросила она. «Да вроде один в один, как тот, что ты показывала в прошлый раз». «Тогда идём ко мне», — кивнула она. Спустившись на этаж ниже, зашли в отсек, где работала Линда. Оранжереи с множеством полок, на которых росли, разными способами высаженные растения из этих мест. «Вот сюда», — указала женщина на свободный стол, покрытый плёнкой и имеющие выступающие бортики по краям. Ещё в первый мой поход сюда спай, занимающийся разведкой, приметил ложбину, в которой широким ковром произрастал этот мох. А после того, как Линда показала нам свою оранжерею, заявил мне, что встречал по дороге её очень редкий мох. Мох я срезал вместе с землёй, небольшими квадратами и складывал к себе в инвентарь. И вот теперь стоял и думал, как его так достать, чтобы он не развалился и не засыпал тут всё землёй. С первым получилось не очень, за что получил болезненный тычок в бок от ботаника. Зато, когда продолжил выкладывать остальное, дело пошло лучше, а глаза Линды всё больше расширялись. «Всё, больше найти не удалось», — ответил я, с опаской глядя на алчный блеск в глазах у девушки. «Класс», — проговорила она. «Спасибо, Лино, царский подарок». «Рад, что смог угодить. Ну что, идём пить чай?» «Ты иди, я тут должна всё привести в порядок и позаботиться о растении». «Как скажешь», — улыбнулся я и пошёл наверх. Через некоторое время поднялись и Линда с Рэнди. «Что мы тебе должны?» Как будто сговорившись, носили они на меня. «Отстаньте!» «Сказал же, что подарок». «Ты в курсе, сколько это стоит?» — спросила Линда. Рэнди закивал, подтверждая, что принесённые мной образцы действительно не из дешёвых. «Если честно, то нет. Но не в этом дело. Сказал же, что подарок». «Ладно, может, что-то нужно?» «Если вам так не терпится меня отблагодарить, то я, пожалуй, не откажусь от информации по местным мутантам и растениям. Опять же, если получится найти или прибить кого-нибудь интересного, вы знаете, кому достанутся образцы». «Хитрец», — отозвалась Линда. «Но я с радостью помогу. У тебя ведь имплант стоит?» «Стоит», — удивлённый её осведомлённостью подтвердил я. Хотя, возможно, Рэнди рассказал. «Тогда подожди». Женщина встала из-за стола и отправилась к себе. Через секунду Рэнди последовал её примеру. Вернулись они одновременно и в синхронном жесте протянули мне каждый по одному кристаллу. Небольшой, буквально в пару сантиметров прозрачный кристалл. На вид пластик. «Это что?» — спросил я. «Баз знаний», — ответил Рэнди. «Короче, засовываешь в инвентарь и там уже открываешь. Как сделаешь, у тебя появятся две дополнительные вкладки. В меню персонажа. Бестиарий и гербарий. В первом будут монстры, а во втором, как ты уже понял, растения». «Круто!» «Спасибо, ребята». «Тебе спасибо», — отозвалась Линда. «Не знаю, где ты столько этого мха набрал, но если будет ещё, то всегда буду рада купить или обменять на что-нибудь». «И я тоже», — кивнул Рэнди. «Собак и так хватает. А вот чтобы вот так целого жавра получить, ты ещё в полное своё распоряжение. Спасибо, приятель. Это продвинет меня вперёд». Им знать не обязательно, но мха у меня было гораздо больше, чем я отдал Линде. Да и где лежали ещё четыре тела жавров, я тоже знал. Хотя там, скорее всего, уже идёт небольшая пирушка с грязнёй и убийствами. Не став тут долго задерживаться, поспешил откланяться. Не нужно было злоупотреблять гостеприимством этих ребят. Люди, они полезные, и терять хорошие взаимоотношения из-за навязчивости мне совсем не хотелось. Они и так были удивлены моим сегодняшним визитом, да ещё и с непонятным мужиком. Это всё-таки их рабочее место, а не загородный дом для приёма гостей. Единственное, что сделал, так это узнал у Эрика чистоту, по которой смог бы с ним связаться, и показал ему же новую маску. «Эрик, глянь, пожалуйста. В такой маске как далеко в Дикие Земли я смогу зайти?» «Ого», — уважительно протянул он, когда рассмотрел предмет поближе. «Серьёзная штука. Если честно, то мы используем чуть похуже при наших вылазках. Не знаю, как насчёт самого города, но километров на пятьдесят вглубь территории можешь смело заходить, если, конечно, обзаведёшься ещё и защитным костюмом». «Понял. Спасибо большое». Попрощавшись со всеми, мы двинулись в обратный путь. Не доходя до города, свернули в направлении нашей со спаем базы. «Куда идём?» — поинтересовался Юдин, когда понял, что движемся мы не в направлении города. «Идём, наше убежище покажу тебе, как я сам обустроился тут у вас», — улыбнулся я. «Особенных поводов не доверять мужчине у меня не было. Да и если кто-то действительно захотел бы выследить моё логово, то с местными технологиями не помог бы даже спай, способный видеть на триста шестьдесят градусов вокруг себя. Пошлют какой-нибудь дрон-разведчик, чтобы с воздуха за мной наблюдал, и всё. Кстати, идея очень даже неплохая. Надо будет самому обзавестись чем-то подобным. Вообще много чем нужно обзавестись, где только денег на всё это взять». «Интересно», — улыбнулся уставший мужчина. «Этот поход его здорово вымотал. Да даже я устал, хотя в последние дни только и занимался тем, что лазил по окрестностям в поисках мутантов или чего-нибудь ценного». «Это что, корабль, что ли?» Изумлённо глядя на наполовину вбитый в землю летательный аппарат, спросил Юдин. «Он самый. Идём». Продравшись через загораживающий проход мусор, провёл Юдина безопасным путём. «Дело в том, что, посовещавшись с роботом, мы придумали, как сделать нашу базу чуть безопаснее. Пока я отсутствовал в игре, Спай занимался размещением в кучах мусора металлических штырей. Если сильно не приглядываться, то ничего вокруг не изменилось. Но попробуй силой пробиться через такие завалы и обязательно напоришься на вбитый в землю металлический штырь. За те дни, что мы провели здесь, робот успел защитить корабль подобным забором в несколько рядов». Дальше заморачиваться с защитой этого места было нерационально. Корабль находился слишком близко от города, да и не принадлежал нам. В любой момент могли заявиться те, кто погонит нас отсюда. Нужно было искать такое место, на которое претендовать не сможет никто. Во всяком случае, на законных основаниях. А со всякими бандитами и прочей нечистью мы уж как-нибудь разберёмся. Я всё-таки бессмертный, а они со временем кончаются. Пришли мы сюда по нескольким причинам. Во-первых, нам нужен был отдых. Во-вторых, я хотел поговорить с Юдином без лишних ушей. Ну и ещё нужно было разобрать скопившиеся в инвентаре трофеи. — Знаю, не самый удобный проход. Но уж какой есть, — сказал я, первым заползая через пробоину в корпусе корабля. Дождавшись, когда Юдин проберётся следом, и Спай закроет сделанную нами дверцу, наконец-то позволил себе расслабиться. — Спай, включи свет, пожалуйста. Как у тебя с батареей, кстати? — Порядок. Больше половины заряда ещё, — ответил робот в наушник, включая небольшой фонарик. — Ну и отлично. — Что ж, добро пожаловать к нам на базу, — усмехнулся я. — Как вы вообще его нашли? И почему его до сих пор не переработали? Хотя лежит он тут, похоже, давно, а я ни о чём подобном даже и не слышал. Если честно, то я не знаю. Наткнулись случайно, сумели вскрыть и решили остаться тут. — Понял. Круто. — А там что? — указал мужчина в сторону коридора. — Коридор, — ответил я. — В общем-то, эта комната и коридор пока единственное, что нам доступно. Спай говорит, что опасно вскрывать другие помещения. Корпус корабля сильно повело в бою и при падении, так что он может и не выдержать, и прихлопнуть нас сверху. — Жаль. Там, наверное, много чего интересного есть. — Думаешь, я об этом не думал? — усмехнулся я. — Но пришли мы сюда не за этим. Дай мне пару минут. Нужно осмотреть трофеи, и можно будет поговорить. — Отдохни пока, или осмотри доступную часть корабля, если хочешь. — Конечно, — кивнул мужчина. — Занимайся. Быстро глянув в коридор и не найдя ничего особенно интересного, он и правда лег на одну из кроватей и закрыл глаза. Я же открыл инвентарь и улыбнулся. — Да, сегодняшний день был щедр на подарки. Мало того, что нам удалось заполнить пенной бешеных псов больше пятидесяти пробирок, так и обычного лута с них нападало прилично. Но сейчас моё внимание приковывали другие вещи. — Первое. Одна из двенадцати частей предмета из комплекта охотника — шестнадцать штук. — Второе. Неизвестный чертёж. Необходима идентификация. Четыре штуки. Начал я с объединения синих частей. Очень уж хотелось получить ещё одну синюю шмотку. А вспомнив, какие бонусы давали сапоги, найденные мной на аукционе, мысленно сжал кулаки, чтобы выпали именно они. — Желаете объединить? Да? Нет? — Жму «да» и жду результата. — Поздравляем. Вами получен предмет «Плащ скрытого охотника». — Чёрт. Ладно, посмотрим, что там. — Плащ скрытого охотника. Характеристики. Защита плюс пятнадцать. Ловкость плюс десять. Сила плюс пять. Снижает заметность хозяина на двадцать процентов. В неподвижном состоянии эффект усиливается. — Что я там говорил? Сапоги? К чертям сапоги. У меня крутой плащ. Практически снайперский джилли. Тут же напялил своё новое приобретение и осмотрел себя. Но не совсем то, о чём я подумал. Не было торчащих во все стороны зелёных лоскутков, имитирующих растительность. Вообще ничего не торчало. Тёмно-серый плащ с капюшоном выглядел так, как будто на меня вылили несколько банок с краской серого, чёрного, чуть коричневатого оттенка, и те растеклись крупными кляксами. Пощупав материал, так до конца и не определился, кожа это или нет. Очень плотный, эластичный, приятный изнутри и крепкий снаружи. Я теперь и от сапогов, снижающих шум, не откажусь. Но это было нечто. Ещё один плюс плаща был в том, что для него имелся отдельный слот. То есть, вся моя прошлая экипировка оставалась при мне. Надев ещё и маску, посмотрел на свои характеристики. Окно персонажа. Игровой ник — Лино. Уровень 7. Игровая роль — мусорщик. Плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре. Очки жизни — 145. Очки маны — 76. Основные характеристики. Сила — 29. Ловкость — 39. Интеллект — 19. Дополнительные характеристики. Наносимый урон — 14,5. Точность — 58,5. Уклонение — 78. Защита — 37,5. Шанс критического удара — 9,75%. Скорость — 7,95. Свободных очков характеристик — 21. Интересный из меня бафер получается. Больше на ассасина похож. Ловкость, задранная экипировкой, в два раза превышает необходимой классу поддержки интеллект. Но всё равно следует дождаться 10 уровня, чтобы начать разбираться со свободными очками характеристик. Одежду можно будет поменять. А вот недостаток очков в том или ином параметре может испортить персонажа, так что спешить с этим не следует. Да и не хочется мне менять мой новый плащик и маску ни на что другое. Смотрятся они в паре просто нереально круто. Маска закрывает нижнюю часть лица, а наброшенный на голову капюшон оставляет открытым только небольшой участок. Глаза ей переносятся. Вот что остаётся доступным для разглядывания тому, кто решит заглянуть мне в лицо. Чем-то я сейчас напоминаю Скорпиона из культовой игры древности Mortal Kombat, только в серо-чёрных тонах постапокалиптического мира. Уф, аж у самого дух захватывает. Но расхаживать в таком виде по городу не стоит. Найдя нужную опцию, сделал два варианта экипировки. Боевую, то есть ту, в которой я был сейчас, и гражданскую, если её можно было так назвать. Нечего выкладывать все козыри перед возможными противниками. Лучше пусть они станут сюрпризом. «Лино, ты где?» — отвлёк меня от созерцания персонажа голос Юдина. «Тут», — ответил я. Юдин аж подпрыгнул на кровати, вперевшись в меня взглядом. «Ты чего?» — не понял я. «Не заметил тебя», — выдыхая, ответил мужчина. «Это что на тебе?» «Новая одёжка?» «Из-за неё я не заметил», — улыбнулся я. «Скрытность повышает». «Супер!» «Ага. Так, я вроде совсем разобрался», — сказал я, одевая повседневный комплект. «Теперь о том, о чём я хотел с тобой поговорить». «Давай», — с готовностью кивнул мужчина. «Как себя чувствуешь для начала?» «Да порядок, не переживай». «Ладно, но ты учти, что таких вылазок, как сегодня, будет ещё много. Очень много». «Понимаю», — чуть скривился он. «И как ты думаешь, выдержишь?» «Вот таким, как сейчас, сможешь выдержать марш-бросок. А если придётся улепётывать от монстров?» «Да и я понимаю», — кивнул он. «Но сегодня-то хорошо прошло». «Сегодня прошло терпимо, но для первого раза и правда хорошо. Сработались, посмотрели, кто чего стоит. Но это была скорее прогулка. Дальше будет только сложнее. Монстры будут сильнее, их станет больше, а условия будут жёстче». В этот раз Юдин не стал ничего отвечать, а опустив голову, ждал окончания моего монолога. «Надо лечиться», — резюмировал я. «Помнишь, какое именно лечение тебе прописали?» «Да когда это было?» «Нет, конечно. Первое время хранил бумажки, которые выдали в клинике. Но когда на работе отказали оплачивать лечение, то выбросил». «Значит, завтра наведаешься в клинику ещё раз. Запросишь у них свои старые данные. А лучше ещё раз обследование пройдёшь. Мало ли как ситуация изменилась за это время». «Обследование денег стоит», — начал было он. «Но я прервал». «Знаю. Сейчас в город пойдём, распродадим то, что удалось выбить сегодня, и деньги будут». «С чего такая щедрость?» Чуть резче, чем хотел, спросил мужчина, и вновь паник. Мужик злился, но явно не на меня. Скорее на себя, на болезнь и свою беспомощность перед ней. «А ты думаешь, что сегодня работал бесплатно? Или ты устал и считаешь, что сделал мало? Так можем на ночную вылазку сходить, раз такое дело». «Хе-хе, нет», — усмехнулся Юдин. «Устал ещё как». «Ну, тогда не занимайся ерундой». «Как скажешь», — кивнул он. «Вот и отлично. Сейчас я тут закончу и пойдём. А то вечер уже. Пока до города дойдём, совсем стемнеет. А я рассчитываю на хороший ужин». «Понял. Не мешаю», — отозвался Юдин. Чертежи. Неизвестные чертежи, которые ещё нужно было как-то идентифицировать. Помнится, в некоторых играх для этого требовалось особое умение или профильный специалист. «Что тут у нас?» «Неизвестный чертёж. Необходима идентификация. Идентифицировать предмет? Да, нет». Нажимаю «Да» и «Облом». «Недостаточно интеллекта для идентификации данного предмета. Минимальное значение интеллекта для идентификации данного предмета — 50 очков». «Ясно. Не скоро мне грозит узнать, что это за чертежи такие. Даже если вложу сейчас все доступные очки характеристик, мне не хватит. Да и не стал бы этого делать, даже если бы хватило. Так что откладываем в сторонку». Из выбитого оставались только комплекты новичка. За сегодняшний день удалось выбить почти три полноценных комплекта. Жаль, что все серого качества, но, как я понял, из собачек ничего лучше не падает. Или просто мне не повезло. Слишком мало мы их пока поубивали, чтобы можно было говорить наверняка. «Ну, тогда все. Пора идти в город. Распродать пену и серые вещи. Хранить их про запас я б посчитал излишним. Тем более, что инвентарь хоть и виртуальный, а вот ноша в нем чувствовалась даже с учетом моих возросших характеристик. Было еще несколько квадратных метров срезанного мной мха, но о его цене мы узнаем только у ученых. А значит, пора выдвигаться. Спай и Юдин остались снаружи. На Юдина мой пропуск не распространялся, а Спай вызвался составить ему компанию, чему я был только рад. Пройдя к доске заданий, нашел нужный пункт и продал все 64 пробирки с пеной, выручив за нее больше трех тысяч кредитов. Блин, как-то я не сообразил посчитать примерную стоимость партии заранее, и теперь был приятно удивлен результатом. У находившегося рядом терминала распродал все серые предметы одежды, увеличив счет еще на 1200. Итого вышло 4537 кредитов, вместе с тем, что у меня оставалось после утренних трат. Очень даже неплохо. Предложил терминалу купить у меня мох, и тот с радостью откликнулся на мое предложение, расщедрившись на 2500 кредитов за кило мха. Отойдя от терминала, потер уставшие за день глаза и снова повторил процедуру. Никакой ошибки. 2500 кредитов именно во столько оценил растение терминал. Нет, продавать я его не стал, а вернулся к доске с заданиями. К сожалению, задания на добычу мха у ученых не было. Опять вернувшись к терминалу, залез на аукцион. Но и там оказалось пусто. «Лино?» — услышал я знакомый голос. «У вас все в порядке. Здравствуйте». «Добрый вечер», — поздоровался я с подошедшим ученым. «Да, в порядке. Смотрю на цены. Ищу товары». «А что пытаетесь продать, если не секрет?» — спросил, улыбнувшись Эриан. «Мох?» — пожав плечами, ответил я. «Какой мох?» — сделал стойку ученый. «Очень ценный, судя по тому, сколько за него мне предложил жадный терминал». «Покажете?» «Тут?» — спросил я, оглядывая заполненное людьми помещение. «И правда. Давайте пройдем в лабораторию». Как и в прошлый раз, меня провели в заполненные всевозможными растениями помещение, предварительно еще разок подвергнув санитарной обработке. «Сюда?» — спросил я у ученого. «Да, только будьте осторожны», — попросил он. «Еще бы я не знал, что нужно быть осторожным. Бог до сих пор соднил от недавнего тычка хрупкой женщины-ботаника. Аккуратно выгрузив полуметровый пласт дерна на поверхность стола, я отступил на шаг. Приблизившийся ученый придирчиво осмотрел добытый мною товар. «Сколько вы хотите за него?» — спросил он, после того, как убедился, что это тот самый мох. «А сколько вы можете предложить?» — ответил я. «Черт его знает, сколько на самом деле стоит это растение. Может, оно от всех болезней лечит или еще что?» «За все могу предложить семь тысяч», — выдал ученый, чем не слабо так меня удивил. «Семь тысяч. Семь тысяч кредитов за полметра дерна. Да я Линде отдал в два раза больше. Четырнадцать штук, чтоб вас всех. С другой стороны, получил информацию и хорошие отношения, но четырнадцать штук. Увидев мою кислую мину, ученый сделал какие-то свои выводы на этот счет и добавил. «Я понимаю, что сумма не самая большая, но для полноценной плантации этого количества недостаточно, так что оно пойдет на переработку и производство множества полезных вещей». «А сколько нужно для плантации? И во сколько в таком случае вырастет цена?» — спросил я. «Хотя бы четыре квадратных метра. Шестнадцать раз больше, чем тут», — усмехнулся ученый. Я открыл инвентарь, и душа моя запела. «Что? Откуда?» — увидев мою реакцию, чуть не закричал ученый. «Поторгуемся?» — кровожадно улыбнулся я. Из научного центра я выходил на чуть подрагивающих ногах. Двести семьдесят тысяч. Именно столько мне удалось выжить из ученого. Не скажу, что далось мне это легко, но я на подобное даже не рассчитывал. Подойдя к роботу, приложился к его голове и звонко чмокнул, предположительно в то место, где у него должна была находиться макушка. «Спай, я тебя люблю», — сказал я ошарашенному роботу, и обнял также ничего не понимающего Юдина. «Ты в порядке?» — поинтересовался мужчина, когда я его отпустил. «В полном, Юдин! В полном! Живем!» Мои напарники переглянулись, но ничего говорить не стали. Я же не спешил рассказывать о добытых мною деньгах. «Нет, эту информацию я не намерен доверять никому. Хватит и того, что Эрриан знает об этом. Это уже много. Глубоко вздохнув несколько раз, я взял себя в руки. Не время сейчас привлекать к себе внимание. «Ну что, пойдем отметим первый совместный фарм?» — спросил я. «Я за», — кивнул головой Юдин. До сих пор не пришедший в себя спай лишь едва заметно кивнул. Пока шли к Зенте, я обдумывал, куда лучше пристроить свалившиеся, как снег на голову, деньги. Лечение Юдина — это понятно. Обустройство базы? Так надо базу сначала найти, чтобы было что обустраивать. Да и не о том думаю. Мне вообще-то в другой мир перебираться нужно. Значит, дикие земли. А для того, чтобы пробраться туда, нужна экипировка. В голове стали проноситься виденные мной на аукционе предметы брони и оружия. Да, есть над чем подумать. Подходил к Зенте я, окрыленный успехом, и не сразу сообразил, что обстановка вокруг отличается от мирной. Из заведения выходили недовольно галдящие люди, жалующиеся на то, что им не дали нормально поужинать. А вы проваживали мордовороты в камуфляже и все сплошь приоружии. «Это что еще такое?» Удивился я. «Не знаю», — ответил Юдин. «Юдин, держись сзади. Помнишь, надеюсь, что я бессмертный, а ты нет?» «Принял», — тут же ответил подобравшийся мужик. «Спай, держись рядом. Никого не убивать. Мы в городе все-таки. Вряд ли все так плохо». «Принял», — столь же лаконично ответил на мою тираду робот. «Нервничаю, вот и болтаю больше, чем нужно. Ребята и так поняли, что ситуация серьезная, и уже настроились на боевой режим. Один я рассусоливаю». Резко выдохнув, я натянул на себя маску вежливого, чуть пришибленного жизнью паренька и направился ко входу в заведение. Громилы как раз выпроваживали последних посетителей. «Куда?» — рявкнула двухметровая туша, что стояла на входе. «Как куда? Покушать?» — улыбнувшись, ответил я ему. «Заведение сегодня больше не работает», — ответил он. «Как это? Я всегда кушаю в это время. А где хозяйка?» «Хозяйка занята. Все, вали отсюда». Дверь в заведение до сих пор оставалась открытой. Закрыться ей мешал десяток таких же, как мой собеседник молодчиков, большая часть из которых уже была внутри помещения. Я же пытался найти среди этих громил хрупкую хозяйку заведения. И мне это удалось. Женщина находилась у большого стола в центре помещения, а по её лицу катились слёзы. Брызнувший из-под подошвы берца щебень угодил в тех недовольных, кто не успел отойти на достаточное расстояние. Один клик — и на моё лицо наползает маска, а тело покрывается плащом. Рывок, и я врезаюсь плечом в спины застрявших в проходе громил, отчего те валятся как кегли, но уже внутри помещения. По дороге сшибаю ещё одного, выхватываю пистолет и направляю на того мужика, что стоял напротив плачущей Зенти. Сам становлюсь перед ней, закрывая от опасности. Ещё миг, и влетевший в помещение спай оккупирует единственную тут возвышенность — барную стойку. Металлические ноги паука напряжены так, что кое-где продавливают деревянную поверхность стойки. Большая пушка в манипуляторе робота блуждает среди бойцов, отыскивая наиболее опасную цель. «Всем лежать!» — ору я. Мужики, те из них, кто остался стоять на ногах, с растерявшимися лицами смотрят на творящийся кошмар. В дверном проходе появляется Юдин. «Зенни, это мы! Всё будет хорошо, не переживай!» «Ты!» — ору я на мужика напротив. «Кто такой? Что тут делаешь?» «Я кто? Ты сам-то кто будешь?» — усмехается здоровяк. «Лино!» — раздаётся голос за моей спиной. «Это ты?» «Я, Зенти, не бойтесь!» «Лино, убери оружие!» «Не переживайте, всё под контролем!» — говорю я, поморщившись. «Мне вот сейчас только споров с хозяйкой не хватает!» «Лино, уберите всё оружие! Я кому сказала?» Секунда. В голове у меня что-то щёлкает, и вся эта история повторяется сначала. Вот мы идём, я, одухотворённый окончанием переговоров с учёным, шагаю чуть впереди робота и Юдина. Недовольные посетители, которым не дали спокойно поесть, суровые парни в камуфляже, с нахмуренными, но весёлыми лицами. Плачущие Зенти, напротив которой стоит здоровенный Детина, и флэшбэк к нашему первому разговору с Юдином. «Сын у неё служит в спецвойсках, и при каждой возможности навещает маму, иногда с боевыми товарищами», — говорит мне ещё обросший и небритый Юдин. Секунда, и я снова стою напротив напряжённого, но уверенного в себе мужчины. «Сын?» — спрашиваю я. «Сын?» — отвечает он мне и улыбается. «Отбой, ребята!» — говорю я, опуская оружие. «Готовьтесь получать звездюлей! Мы косячники!» «Простите ещё раз!» — приложив руку к груди, говорю я. «Честно, не хотели портить такой день. Давайте мы пойдём!» «Сиди уже, защитники, блин!» Уже отошедшая от испуга Зенти улыбалась. «Вы же покушать пришли? Вот и кушайте!» За центральным столом, на котором сейчас стояло огромное количество блюд со всевозможной едой, собралась большая компания из сослуживцев сына Зенти и мы трое. «А лихо он вас!» — проговорил Риччи, сын хозяйки заведения, и засмеялся. «Есть такое! А ещё бойцы и называется! Как кегли разлетелись!» — поддакнул кто-то из-за стола. «Как там Вилли?» — осведомился другой из бойцов. «Да нормально! Уже пришёл в себя! Но лучше пусть полежит! Вдруг сотрясение!» «Эти двое!» — кинул выходящий из служебного помещения мужик на робота Июдина. «Здорово его по голове огрели!» Я глянул на сжавшегося робота и не менее пристыженного Юдина. «Он единственный из нас, кто мог догадаться о приезде сына и сплоховал. Хорошо хоть стрелять никто не начал. Мы поужинали, посидели ещё немного в компании хозяйки, её сына и его сослуживцев, и ещё раз попросив у всех прощения, попрощались и вышли. Незачем нам там было находиться, только отвлекали хозяйку от сына. На удивление приняли нас хорошо. После того, как общий накал спал и до каждого донесли суть произошедшего, мужики даже стали посматривать в нашу сторону с одобрением. Видимо, понравилось им наше рвение – защитить мать их боевого товарища от неизвестных нападающих. Или знакомиться в подобном ключе для них было нормой. Кто их разберёт? Повезло, что все они были настолько ошарашены нашим поведением, что большая часть из них даже среагировать не успела. А у тех, у кого сработали рефлексы, оружие было не в боевом режиме. «Случись нам столкнуться с этими ребятами в открытом столкновении, я бы ставил на них. Причём всё, что есть, вместе с теми деньгами, что выдал мне сегодня учёный». «Ну что, до завтра?» – спросил я у Юдина. «Лино?» – начал мужик и смутился. «Что?» «А мне у вас перекантоваться нельзя? Пару дней. Дальше найду, где остановиться». «О, как! Ну, идём, конечно. А что случилось?» «Да вчера, когда долг Саймону вернул, тот и поинтересовался, когда я съезжать от него планирую. Задержался я там. У него всё-таки семья, а тут я». «Ясно. Ну, его можно понять. Я вообще удивлён, что он тебя приютил». «Он мужик хороший. Я на него зла ни в коем случае не держу. Сам не хотел к нему обращаться, но пришлось. Так что я ему очень благодарен». «Ну и правильно. Дела в гору пойдут, отблагодаришь товарища как следует». «Ладно, двинули», – скомандовал я. Глава четырнадцатая. Покупки. Зайдя на следующее утро в игру, передал Юдину пять сотен кредитов, отправил его на обследование, дав сопровождающие спая. Сам же опять вышел в реал. Во-первых, с момента приобретения импланта у меня скопилась куча видеоматериала, который нужно было обработать. Выкладывать его прямо сейчас я не собирался, но подготовить первые несколько серий хотел уже сегодня. Заливать их на видеохостинг по вертмирам планировал позже и со значительной задержкой. По видеороликам легко было отследить моё местоположение и при желании устроить засаду. И многие грешили этим, ведь при смерти игрока существовал шанс на то, что из него выпадет какой-нибудь предмет экипировки или что-либо ценное из инвентаря. Второй момент, который заставил меня это утро провести в реале, – это неслабая сумма, полученная вчера с продажей мха. Следовало хорошенько обдумать, как именно усилить себя. Имелся у меня один знакомый, который мог с этим помочь. «Здорово, Фазик!» – махнул я приятелю, который по моей просьбе тоже выбрался из вирта. «Привет, привет! Рассказывай, что там?» – потер сонные глаза парень. «Нужен твой гениальный ум и соображалка!» – улыбнулся я. «Удалось разжиться неслабым количеством наличности. Теперь мучаюсь. Думаю, на что лучше её потратить». «Ясно. Погоди, я себе кофе сделаю», – попросил Фазир. «Да, конечно. Я пока тебе скрины перешлю». «Хорошо», – отозвался из глубины комнаты мой приятель. Выбрав нужные фотографии, которые сделал в игре, распихал их по папкам и отправил Фазиру на почту. Друг вернулся спустя пару минут с кружкой в руке и что-то яростно пережёвывая. «С этим виртом пожрать времени нет», – с набитым ртом пожаловался он. «Кому ты рассказываешь», – усмехнулся я, доделывая себе бутерброд. «Как у вас успехи вообще? Пропали совсем. Конференции больше не собираете?» «Да тут мрак, что творится», – пожаловался приятель. «Конференции, говоришь? Я забыл, когда в последний раз с этой сладкой парочкой общался. Я же тебе говорил про них». «Ага, любовь, морковь, все дела», – хмыкнул я. Когда Фазик поведал мне о том, что Кира с Марком начали встречаться, я не сильно удивился. Насколько я помнил, она всегда ему нравилась. Да и он, парень, был видный. Почему, собственно, нет? «Ну вот, с тех пор конференции и закончились. Да и в игре не всё так гладко. Что-то там наворотило наша фрейлина», – невесело усмехнулся он. «Ещё и Марк втянула в какие-то свои дела». «Свои дела? Алё, ты о чём? Вы же команда. Какие свои дела?» – сказал я и тут же осёкся. «Я сказал, не мы команда, а вы. Я что же, уже не считаю себя одним из них?» «Чёрт, наверное, нет. Если раньше мы общались, обменивались знаниями, успехами, проблемами, то сейчас. Я уже и забыл, когда разговаривал с кем-нибудь, кроме Фазика». «Вот в том-то и дело, что никакая мы уже не команда. Когда ты в первые дни пропал в своём мире, кое-кого твоё отсутствие на конференциях начало бесить. Пытался я донести до ребят, что мы трое вместе, а ты там крутишься один. Марк вроде согласился со мной, но тоже был не в восторге от твоих прогулов». «Интересно», – кивнул я, вспоминая, как было здорово оказаться одному в незнакомом мире, да ещё и без ноги. «Ага, погоди ещё. Сейчас вообще интересно будет». У парня явно наболело, и ему не терпелось выговориться. «С тобой было понятно. Кара списала тебя со счетов, решив, что тебе никогда не перебраться в наш мир. Марк же, хоть и слабо, но верил в успех. Вообще удивлён, что он согласился тогда разделяться». «Слишком уж хорошие роли вам достались. Глупо было отказываться». «Может и так, может и так», – задумчиво проговорил Фазир. «Только дальше было следующее. Одна особа, не будем называть её имени, решила, что схватила удачу за хвост и полностью погрузилась в дворцовые интриги. Поначалу она появлялась, кое-чем делилась, спрашивала советов, а потом начала игнорировать конференции. Марк позванивал время от времени, интересуясь моими успехами. А как узнал, что у моего алхимика объявился «племянничек», так звонить вообще перестал. Не знаю даже, чем они там занимаются». «Что за племянник? И как это связано?» «Хмм, помнишь, я говорил, что алхимик обещал отправить меня на обучение в Академию магии?» «Да, конечно», – подтвердил я. «Так вот, теперь обучаться магии едет его новоиспечённый племянничек. Ты только вдумайся, какая подстава от игры. Я так рассчитывал на это обучение. Блин, да я персонажу все очки характеристик, что удалось заработать. В интеллект закинул. А теперь я даже если уйду с работы, то качаться самостоятельно не смогу. Маг без магии. Кому я такой нужен?» Фазир замолчал, насупился и тяжело задышал. Если честно, то в первый раз видел его таким. «Ладно, это я так. Нужно было выпустить пар», – сказал он, когда чуть успокоился. «Что там за вопрос у тебя?» «Погоди. Я всё ещё пытался переварить полученную информацию. Совсем это было не похоже на моих друзей. Что-то странное происходило». Делать выводы, услышав только одну сторону, не хотелось. Но и не доверять словам Фазира у меня не было оснований. Но, блин, это же Марк. Не мог он так измениться за такое короткое время. Прошло-то всего. И тут я задумался. Блин, ведь я почти два месяца в игре. И всё равно не верится. Фазик, я там тебе скинул скриншот из аукциона. В первой папке всевозможные улучшения на робота. Во второй для меня. Подумай, что лучше купить, чтобы усилиться. И с таким расчётом, что мне нужно оттуда свалить. Ознакомься пока, а я тебе чуть позже перезвоню. Ок? «Хорошо. Ага, вижу. Всё, тогда до связи», — отозвался приятель. Ещё раз всё обдумав, набрал Марка. Гудки шли, но никто так и не отвечал. Сбросив звонок, снова набрал. И опять начал слушать гудки. Но на этот раз мне ответили. «Привет, Кара?» — удивился я. «А, Лино, привет. Что хотел? Марк занят». Поболтать хотел с ним. «А ты что, уже в наш мир попал? Нет? Ну тогда зачем беспокоишь? Давай, как появишься у нас, звони». И ехидно прыснув, девушка бросила трубку. Вот это пообщались. Я сидел, не понимая, что происходит, и что мне со всем этим делать. Все эти дни я пыхтел, старался как мог, спал по четыре-пять часов в день, всё время уделяя Вирту. Рисковал всем, тратя бешеное количество времени на что. Куда я так стремился попасть? К вот этим людям? Отложив в сторону, коммуникатор открыл жалюзи и молча простоял так какое-то время. «Фазик», — сказал я, когда друг взял трубку, — «планы меняются. Теперь продумай то же самое, но с таким условием, что я из этого мира никуда не собираюсь уходить». «Ого», — ответил Фазир. «Это с чего так? Из-за того, что я тебе наговорил? Лино, я же сказал, что просто психанул чуть-чуть. Ты чего?» «Я? Да набрал тут Марка, пообщался с его новой подружкой. Ну и переосмыслил для себя кое-что». «Ясно. Хорошо подумал». Поняв, что я всё для себя решил, спросил Фазик. «Лучше не бывает», — усмехнулся я. «Меня мой мир более чем устраивает. Я там уже полтора месяца, и даже пяти процентов его не исследовал. Видел только один город, успел встретиться и пообщаться максимум с сотней людей. Рано мне оттуда уходить». «Чем планируешь там заниматься?» — заинтересовался друг. «Не знаю. Может, своё дело открою. Городок там небольшой, но заняться есть чем. А может, сколочу команду и отправлюсь в Дикие Земли. Кто знает?» — улыбнулся я. Друг кивнул и пообещал разобраться с тем, что я ему отправил. Договорившись созвониться позже, мы отключились. Взяв в руки кружку, я вновь вернулся к окну. Картинка не поменялась. Всё так же спешили по своим делам пешеходы. Куда-то ехали машины. Не изменилось ничего, кроме меня. Я стоял и улыбался, чувствуя, как очередной груз свалился с плеч. И теперь вместо, как оказалось никому ненужных переживаний, в мою жизнь пришло предвкушение того, что меня ждёт впереди. Дикие Земли, а что? Звучит неплохо. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс. Текст читал Олег Кейнс. Текст читал Олег Кейнс. Текст читал Олег Кейнс.